Какие там Дарк Соусы, о чем вы говорите? У нас 58-я, кажется, часть трансляции XCOM Long War. Все еще идет 12-й трай. Мы отправили двух ниндз на квестовую тему, после того, как двумя же ниндзами, револьвером точнее, в соляного склянку утащили из-под носа у 30-ти врагов. Это был чудесный момент. Вот. С жиру бесимся, построили реле питания, делаем новую станцию связи с сопротивлением, исследуем дымовые бомбы, это более эффективный дым. После этого у нас идет панцирная броня. Очень хорошая тема. Я мечтаю получить панцирные бронеплиты, чтобы было 5 защиты, как у Искры, у всех бойцов, кто стоит впереди. Очень сильно решает патронный дракон, который делается из тех же самых трупов мутонных гвардейцев. Они очень подходят рейнджерам, особенно рейнджерам пистолетным, потому что масса выстрелов. Три на овервотче, халявные выстрелы с пистоля, дебюты в полхода. В общем, прекрасно. Денег нет, но черный рынок есть. У нас, кажется, с вами ситуация не очень хорошая, в плане много ранений, а надо как-то отбивать регион. Да, вот, кажется, у меня же тут... Ой! Ну ладно, раз, два, три, допустим, четыре. С натяжкой уже пять. Шесть, семь это вообще ну баса. Ой! Сейчас, погодите, у меня там атака-то куда? А-а-а! Так можно забить просто. Это новый регион, сила Адвента-7. Я не смогу здесь с разведданные делать. Посижу в конспирации, главное, буду мониторить. Да, не пойду я туда. Короче, мы подключили вот этот вот регион, и тут же прилетело, собственно... А-а-а! Это защитите подключение. Это попроще, это не террор. Ну как попроще. Умеренно это 16-17, насколько я помню, врагов. Плюс подкрепим через ходов 8. Там нет нормального офицера. И у меня все биты, мне нельзя туда лететь. Надо подготовиться, тем более, вот к рейду, вот к этому 5 дней. Как раз большинство людей у нас уйдет. Короче, смотрите, какая ситуация. Здесь миссия 4 часа. Ретранслятор уничтожить нужно. Сюда пошли... Снайпер плюс ниндзя. Хотя написано, что я Аркаша в проникновении, но не то. А, турбет. Привет, привет, друзья. Данкл, просто привет. Привет. Ага, потом царапины, ты теряешь топового снайпера. А подразумевается, что у ниндзи будет офицер с приказом. То есть, есть страховочка еще на улет. Да, я все продумал. И можно лететь таким образом, что у врагов не будет прямого вижена к тебе. Ты же подсвечиваешь основную группу и ниндзи. Поэтому... Вот. Здесь, собственно, комплекс. Чрезвычайный 225. Исследуйте производственный комплекс. Надо вспоминать. Говорит, это миссия из оригинальной версии по основе. Но с большим количеством врагов. Эвакуируйте ВИПА. Это Liberation. И спец. Вот я хотел спеца тут попробовать, да, утащить. 8 сил Адвента. Здесь 4 региона освобождены. Там сидят, собственно... А, здесь мы рекрутингом, да, занимаемся. Да, понятно. Это хорошо. Как раз мне новобранцы нужны. 5, 8, 6, 8. Ёшки-матрёшки. Заряжены, конечно, регионы. Очень хорошо. Тут тоже у нас эвакуация ВИПА. Инжа дадут. Тоже Liberation. Уничтожьте ретранслятор. Аватар на 2 единички. Но сюда мы отправили, кажется... Ну, басы плюс снайп... А, нет. Вот где у меня основная группа. То есть, теоретически, я могу 6 человек вытащить и пойти... Пойти тот регион спасти. Тут рейнджер на прокачку. Псих на прокачку. Тейка на прокачку. Остальные все красавцы. 6 человек. 6 человек, там 10 мы набираем, если что. И здесь запас по времени есть. То есть, я могу реально попробовать выполнить эту миссию. Умеренное. А умеренное это 16-18, да? И оно не поменяется. Насколько мне вообще нужен этот регион? Насколько мне нужно сейчас рисковать 6-ю? Вообще не нужно, Михаил. Вообще забиваю на этот регион. Где сканить тогда? Проще, конечно, в пятерке сканить, пока не такая серьезная активность. Плазменное копье 7 дней. Снайперские винтовочки. Земля себя сама не спасет. Да-да-да, я поэтому и здесь. Можно попробовать на черный рынок слетать, потому что 70 баксов на руках, это как-то вообще не серьезно. С плавой Лерии какое-то количество есть. На пушке, я думаю, хватит. Надо трупы продавать. Трупы солдатов. Адвента. Прицел обычный, можно по десяточке продать, потому что они... Ну, хотя их можно будет конвертнуть. А где трупы еще? А тут скролл больше, чем на этот. Вот, трупы мутонов за соточку. Мне много не надо, я человек простой. Продам на 300 баксов трупов и буду надеяться, что в следующем месяце мне повезет. Мне уже не везет месяц четвертый, поэтому... Беда. То есть мы сейчас выполняем ориентировочный раз, два, три, четыре и ретранслятор пять. Приличное количество миссий перед рейдом. То есть пропускаем вот эту вот тему. Там теряем одного, ну, баса какого-то. Ага, заметная активность. Ничто, что ретранслятор, утечка данных. Это важная тема. Заметная. Заметная. Кто сюда? Трое, да? Снайпер, ну, бас и помни, красавчик. Вот такая классическая стелс-миссия. Ниндзя подсвечивает, снайпер отстреливает. Тратит разведданные я сюда не буду. Ладно, поехали. Непростая миссия, непростая. Продал трупы вейперов. Вейпер, вайперов. Объясните, ну, зачем Миша столько трупов себя хранит? А потому что, может быть, в следующем месяце будет спрос. То есть каждый месяц бывает, ну, повышается спрос на три единицы случайные. Это может быть, собственно, в том числе и труп, которых там тебя много. Вот. И если тебе, в принципе, хватает средств, то есть там регионы приносят, на рейдах тебе хватает, то трупы могут просто лежать и ждать хорошего спроса. Блин, голубь, там безликий голубь на этой, на крыше уже сидит. Что-то подозрительно. Так, ну, ретранслятор просматривается, это уже хорошо. Надо только понять, где вставать. С какой стороны. Здесь он хорошо просматривается. Здесь тоже весьма неплохо. Двери такие про это самое. Проблема здесь в том, что вышка есть. Ой, слушайте, а он, может быть, даже отсюда будет виден. Давай к снайперам посмотрим. О, есть, что-то было. Вон. Вот отсюда мы можем уже стрелять снайпом. Кавер неплохо. Достаточно далеко от цели. Но, на самом деле, лучше, конечно, найти место более удаленное. От возможных врагов это и еще более невыгодное. Во, вот отсюда даже лучше будет. Фулл кавер. Крыша закрывает большую часть, и ты максимально-максимально... Да. Либо здесь, либо здесь. Но торопиться, естественно, не стоит. Мы в маскировочке подходим сначала так, смотрим. Ниндзи и поми, нужно подходить. Тоже аккуратно. Ой, не торопись. Смотрим, где паки стоят. Ё-моё, хорошо, что не подошел ближе. Туретка, мутоны, офицеры, ракетчики. Ё-моё. Ну и куда мне? Давайте-ка лучше направо сдвинуться. Не нравится мне эта тема. Они, конечно, могут на перерез пойти, но... Дожду-ка я лучше. Майков, слышь. Так, давай здесь проходим так. Ниндзи надо просто подсветить. Просто подсветить. Да, они стоят на месте. Ходов предостаточно, Миш. Снайпер-нубас. Его не обязательно охранять. Но лучше, конечно, ниндзи подсветить и потом вернуться к снайпу для того, чтобы... Ой, я даже отсюда попадаю. Ой, шикарно. То есть слева меня вообще никто не... Ну так, частично палят. То есть я значительную часть не вижу. Площадь не вижу из-за угла здания. Это очень хорошо. Если я не вижу, значит и меня не видят. Это прекрасно. Не торопимся. Просматриваем где-то мирный. Обходим. Может быть, через эту будочку. Хорошо. Здравствуй, Элот Стрикс. Ханкер. Так, что-то много, много скрытых тем. Я уже в следующий ход могу... Ну, в смысле, темных, темных, темных участков много очень. Я никого нигде не слышал, поэтому давайте я подойду сначала на полходика. И вот. А в следующий уже буду подсвечивать. Поехали. Справа змея. А, вон, вижу. Вижу я врагов. Может даже призрака ее знать. Так, ничего. Готовь все его кидать. Здесь надо... Ну, может, вот так лучше. Дай призраку лучше. Не рановато ли, Миш? Все же есть ход. Ты все равно здесь не увидит. Уверен? Ты же не видишь, там вдруг там дроид летает. Вон дроид летает. Но ты его видишь. Он тебя может прикрыть. Дай призраку лучше не будем. Подсвечиваем цель. Для снайперов. Делаем ее. Так, пак. Второй пак. И объект. Пикнул, слышали? Это оно. Есть объект для снайпера. Ему нужно сделать порядка пяти выстрелов. Что, конечно, серьезно очень. Я кидаю вак на свой труп. Будущий. Меня никто не видит. У нее вообще ничего нет, кроме винтовки. И стреляем. Раз. Ну, показывает минимальный урон на винтовке. 7-14. Наносим 12. Что делать поме? Да, тут даже на три выстрела может хватить. Но, скорее всего, четыре. Что делать поме? Может ли он уйти? Такой вопрос. Вряд ли. Пропускаю ход. Эти уходят хорошо. Он, голубь, безликий. Ну, точно безликий. Я подозревал всегда вот... Откуда информация у Адвента о том, где я нахожусь? Теперь становится понятно, что это тупо голуби. Это дваз. Он, сзади, сзади, сзади палит еще один. Пять? Что? Нифига себе. 7-14. 25 урон. Ну, это класс. Это просто класс. Во-первых, здесь пак стоит. Мне страшно. Этот подходит. У меня сейчас будет... Этот... Короче, у меня сейчас... Есть определенные проблемы. Это царапины? Царапины по передатчику, по которым нет вероятности промахнуться? Ну, это прекрасно, я считаю. Не надо пропускать ход. Возвращаются. Ну, ладно. Меня больше смутит, если левые на меня пойдут. Или правые сдвинутся вниз, а не влево. Не, они уходят. Ну, все шикарно. Они ни о чем не подозревают. Все ровненько. А в это время снайпер продолжает работать по передатчику. 14 максимальный урон. Одного выстрела не хватает. Такие вы не очень вообще. Такие вы нубасы. Двое унижают адвент. Понимаете? Двое унижают адвент. Эвак готов. То есть, можно даже сейчас выстрел и улетел. А ниндзя в консиле. Хрен ты его увидишь. Скорее всего, убью даже сейчас. Потому что там 9 нужно нанести. 11, все минус. Изи! Миссия выполнена. И эвакуации. Вообще просто. Чисто как по учебнику. Уходим. Они сейчас должны дернуться и бежать к передатчикам. Там ниндзя с маневренностью 19. Нет? Они даже... Эти вообще на своей волне. Они не ходят. Рядом с туреткой стоят. Такие они не очень. Можно было снайпом реально еще пострелять. Нет. В боевой режим эти перешли. Начали уже овервочить. Ну, басы что с ним взять. И снайп уходит. Изейшее просто. Чистейшее исполнение. И Сережа еще качнется. Он же не максимального звания. Плюс он еще ниндзя-офицер. Это ценный кадр на самом деле. Безупречно написали. В туретке радио. Ну да, видимо там музыку поставили. Слышает. Ну а что, на службе, на вахте-то скучновато. Чаще всего ничего не происходит. Икс-ком будет, говорит Катя. Какой? Что ты несешь? Катя, F5 нажми. Он, правда, не слышит ничего. Короче, снайпера мы повышаем звание. С его точностью можно даже точный выстрел сделать. Давай. Альтернативная такая. Так, и мы, получается... Это была ветка... Улика, да? Улика, кажется, это была... Новая Индия, ученые, единичка. Восточная Европа, единичка. Восьмерка. Не, ретранслятор это уже второе. По идее. Или это была не улика? Похоже, это было не Liberation. Это было не Нос Кафе. Может, и Dark Event был? Что там оставалось? Ретранслятор нет. Вип из транспортного средства. Вот он, Liberation первый. Вот он, Liberation второй. Это был Dark Event, ребят. Мы только что Dark Event про... Dark Event на два аватара вообще изейшие. Хорошо, эвакуация випов. Ищем здесь новая цель. Тоже Liberation, инженер, эвакуировать из города. Не люблю такие миссии. Значительная активность вообще нафиг нужна. Инж мне не нужен. Эвакуация при такой активности маловероятна. И забей. Тут 100%, но надо гасить. Потому что заметная. Тоже эвакуация из города. Сейчас у нас тут регион. Вжухнут. 9 часов. А тут спец. Из транспортного средства. Вот это более важная миссия. Спец ниндзя. Причем револьвер пошел на эту ниндзю. Значит, она особенно сложна и важна. Ну и, собственно, сейчас мы туда полетим. 82. 82. Значительная. В общем-то, ради спецата можно и разведданные гасануть. Чтобы уменьшить вероятность. 82. С одной стороны, как бы разведданные тут погасят серьезно. До... А, нет. Они погасят только на единичку. Потому что мы не перейдем. Через 125% у нас будет всего 121%. 50%. Да. Плюс еще на таком типе миссий не столь важно количество народу. Потому что они все равно особо не влияют на ее выполнение. То есть будет те же самые 3-4 пака, просто по 8 человек. Ивилл поддержал ваш канал. Ивилл, спасибо. Ивилл, спасибо. Да, спасибо тебе, что так долго с нами. Спасибо Икскому за такую классную серию. Немножко жалко, что она подходит к концу. Не расслабляйся, Михаил. Еще с тебя навалять могут на миссиях. Там же они видоизменили, квестовые в том числе. Боюсь предположить, что там финалки надо будет делать. Фух. Не спойлерить и не надо. Короче. У нас тут два человека. Специалист, который на убой. Скорее всего. Это вообще новенький спец. Ну, можно, конечно, попытаться его оставить, но нет задачи его... Ой, далеко Ивак. Да, спец стартовый вообще. Он невыдающийся абсолютно. Минус 10 защиты. Он не будет жить. Мобильность 14 плюс 6, соответственно, 14 плюс 3. Стандартная будет семнашка. Тут, в принципе, можно использовать вот это здание. И ломать исключительно сверху. Или все-таки с фланга. Тут есть определенный еще рандом. Он связан с тем, что ты не знаешь, какая мобильность у випа. То есть, хватит ему полтора хода добежать до туда. Учитывая то, что это спец, а не инж или ученый. У тех, кто вообще с мобильностью беда. Скорее всего, он, допустим, стандартный, 14. Тогда он добегает 100%. То есть, мне не нужно там выпендриваться как-то и заходить на крышу. Куда-то его уводить наверх, чтобы... Мы можем сделать все в один ход. Поэтому давайте уходим на правом. Ходим в первую очередь специалистом. В первую очередь спецом ходим. Потому что, если вдруг... Он спалится на этих, на мирных... Короче, главное револьвера тут засейвить. Револьвер хороший. Такие нам миссии вытаскивал. Используем повышенную мобильность для того, чтобы... Не сильно вперед. До дроидов я боюсь. Мэки слева топают. Змеи слева. Двери открываются. Очень много сигналов, конечно, игра тебе посылает. И в первый раз, когда играешь, особо не прислушиваешься. А так-то... Сейчас был риск. Ну, такой относительный риск. Потому что я не слышал отсюда никакого движения. Конец карты увидели. Сейчас уже можно посмелее прибежать. Давай. Вино рек. Какой именно миссия относится? К этому траю. Именно к этому траю. Это победа или смерть. Считай, что... Это цитата там гороши. Только неправильно переведенная. Сейчас будет опасный момент. Потому что придется... Между зданием и кромкой пройти. Это всегда такие... Плохо контролируемые вещи. Всегда рандомные. Потому что... Большинство зданий не позволяет тебе... Узнать, когда... Выйдет враг. Сбоку. Но... Учитывая то, что пока звуков никаких нет... Я полагаю, что все идет. Да, и Ивак уже близко. Главное до Ивака добежать револьвером. Это как бы задача минимум. Там вроде просматривается... 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 Сывака. Ёпы, РСТ. Вот это подарок, конечно. Восемь человек. И непонятно, как они будут себя вести. И мне как бы нужен кавер. Так вот, могут уже перекрыть. Просто. Да и так тебя флангануть могут. Я думаю, специально надо рисковать. Просто спойлел. Спойлел все-таки. Да, это ошибка. Надо было ждать. Ну как, ждать тоже рандом, понимаете? Ну как, ждать этот тоже рандом? Что делать? Пытаться приказом этого увести. Если будешь пытаться приказом этого увести, тебя могут флангануть. Он добегает с приказом. Он добегает с приказом. Давай, подходи так. Смотри, сможешь ли приказ дать. Сможешь. Делай призраком. Делай приказ. И вали. Запоротая миссия. 9 ходов на хейл поторопился. Дело не в количестве ходов. Дело в том, что я не знал, куда этот пак пойдет. И оставаясь на месте, у меня был, конечно, вариант отойти, но мне, в принципе, здесь место не нравится. Там все равно рандом был бы. Оставаться на месте тоже было рискованно. То есть я не знаю, куда они шатнутся. Там все было в рамках трех клеток. Поэтому забей. Поторопился, не поторопился. Плохо, что они здесь оказались. Вот и все. Жалко не спасти спеца. Вот это плохо, конечно. Того спеца випа, имеется в виду. Там еще знаете, чем осложняется? Я бы сейчас попробовал... Ну, посмотрел бы аккуратно, подошел к Иваку, оценил бы ситуацию ниндзей. Но там проблема спасения заключается в том, что там вышка стоит прямо у входа. И, кажется, там нельзя ее сломать таким образом, чтобы... Короче, давайте я сначала пройду, посмотрю. Там, кажется, перекрывает просто развидывательная вышка. Все, к чертовой бабушке. Нет, не все перекрывает. Ну, стоит ли рисковать револьером? Ради непонятных абсолютно... Ну, как, абсолютно понятных. Это Liberation плюс этот. Ну, а как ты будешь потом его назад вести? С консилным... Ну, как ты открываешь, хочешь маскировку. Не факт, что ты уйдешь в маскировку. Тут еще не хватает крюка. Был бы крюк, я бы ниндзей открыл бы, вжух сюда на крышу и в консил. Вся. С очень высокой вероятностью. А так мне не удастся спастись. Короче, забиваем на спеца. Мне не хватает специалистов второго резервного. Их не продают. И... Увы. Время маскировки же нет. Перейти открыть маскировку. Мебе чего-нибудь не вижу. Да, маскировку нельзя врубить. Во-первых, один пак находится рядом с транспортным средством на таких миссиях. Стабильно он там нарезает круги. Чаще всего даже второй подходит периодически. То есть, не будет ситуации, что ты... Крайне маловероятная ситуация, что ты подходишь к транспортному средству, и там никого нет. То есть, ты прячешься таким образом, что там никого нет. Это возможно, но маловероятно. Рева спас еще своего напарника, что удивительно. Обычно он выживает во всех миссиях, но его напарники стабильно гибнут. Расстроился. Видно, что расстроился. Тоже расстроился. Я понимаю их боль. Надо паукан-костюм. Когда я их отправлял, не было паукан-костюмов в наличии. Следующая пара идет уже с пауканом. С двумя костюмами. Так, плазменное копье. Семь дней. В зоне испытаний два проекта. Насколько? Три проекта даже, да? Дымовые, панцирные и хитиновые. Хитиновые можно заменить. Можно попробовать искру сделать. Центр военных технологий. Обучение идет. В партизанской школе. Смотри, револьвер может обучиться. Пока, да, давай. Револьвера отправили в партизанку. На дополнительную защиту всем, кто рядом. Этот регион мы отдаем. Сила семь. Да? Семь-восемь. Рейд не пропустим. Четыре дня не пропущем. Дымовая бомба. Улучшенная дымовая бомба способна существенно повысить защиту и наших вражеских солдат в радиусе задымления. Насколько интересно. Простая дымовая давала 25, насколько я помню. Смотрим улучшенную дымовую. Дымовая бомба способна существенно повысить защиту. По ошибке орфографии. Ну, там, получается, да. Запятой не хватает. И то, и другое. Я это неправильно просто прочитал. По логике должно быть... По логике густого дыма у специалиста должно быть 40. То есть пятнашка должна увеличивать защиту. Но тут не написано, к сожалению. Поэтому я посмотрю на миссию непосредственно. Так, станция связи с сопротивлением опять 8. А, нет, здесь и было 8. Здесь же 7. Просто радиус? Почему формулировка защиту? Какого хрена? По табличке на УФПД дает только радиус. Да какая... Что за описание текстовое? Ладно, они там цифры абсолютных не дают чаще всего. Так они же еще говорят, что увеличивает защиту. В каком месте она увеличивает защиту? Везде обман. Только на гудгейме все честно. Блин, как так можно? Плюс 35 теперь дает, когда дело было написано. А, вот так вот. То есть десяточку дает. Тогда, тогда ладно, я не буду ворчать. Короче, отдаем этот регион. Точнее, не отдаем, а просто в... Просто не будем здесь действовать. Мне особо и не нужно этот регион с такой активностью. Мне бы здесь управиться, хотя бы... Хотя бы как-то ловить. Новая цель. Уменьшение силы врага. Десять дней. Очень хорошая миссия. Очень хорошая. Я думаю, надо на нее идти сразу после... Хотя активность значительная. Слушайте, а подкиньте, пожалуйста, еще разу к ссылочку на... Потому что значительная я вот уже теряюсь. Это что-то вроде 22-24. Я не помню эту градацию в значительной. Ну, то есть, это за 20. Точно, но я не помню сколько. Ладно, сейчас сам мне открыто этот док стал. X-Rain, спасибо. 22-24. Ну, учитывая 10 дней, как бы без жести, можно спокойно за недельку проникнуть туда в семером и ушатать эти два десятка. Вообще, изи. Только, повторюсь, лучше это сделать после рейда, конечно же. Рейд 4 дня. Ну, так и получится, короче говоря. На 6 дней там 6 человек. То на то и выходит. Так, эвакуация VIP-а у нас как? Небольшая. До 150, да? Главное не забыть про эту миссию. Правда, у меня ретранслятор. Ооо! А тут вообще 53. Бонусы с соседним регионом получили. А я этот регион бы тоже открыл. 30 в запасе разведданных. Контакты изи. Сейчас инжа посадим. Подключим. Исключительно для того, чтобы видеть, куда там этот чертов... А, мне же нужно 5 дней. Да, еще не достроил. Куда там этот адвент силы стягивать, чтобы хотя бы было понятно, где движуха вообще. Где вообще движуха? Сканем. Вообще, VIP-а надо пораньше. Я тут сканю ради Liberation, а получается, что... Может, сразу начнем. Какая в конце концов разница? Количество людей в паке останется тем же самым. Да, давай, не будем этот день-два терять. Ты так смотришь на количество паков, не учитывая качество. Да я уже смирился в том, что мы рейды на семерке и на восьмерке выполняем. Что-то по качеству. Мне больше шкур мутонов нужно сейчас будет. Потому что нужно будет защиту делать через 8 дней всем. А там на один бронежилет пятиединичный нужно шкуру мутона-гвардейца. Ладно, я там патроны наспамил, 5-6 штучек сделал всем, кому нужно огненных патронов дракон. Из шкур тех же самых мутонов-гвардейцев. Но на защиту-то нужно больше. В идеале, как бы, всем нужна защита. Никогда не знаешь, куда там Найка тебе засадит. В какого из 10-12 людей. Или куда там артиллерийский зал прилетит. А, это шкур не напасёшься. Крыша Ивак. С одной стороны, тут неплохо, что я сразу... Не очень, не очень хорошо. Короче, опять рандом. Паукана нет. Это ниндзя-рояль. Удачи ему. Ну, я попробую прижаться всё-таки к... Зря так близко подошёл. Но эта миссия такая, не люблю их. Они слишком рандомные. Тут, что бы ты ни делал, всё равно ты зависишь от... От того, как ходят паки. Чаще всего зависишь от того, где они расположены и как они ходят. Конечно, можешь использовать, если тебе там повезёт с карты всякие... Там... Особенности по крышам или... Пока я думаю, что надо обходить просто через площадь. Крайне неправильно бежать. Тут есть некий общий принцип с этим свипом. Это сжаться по границам. То есть, отталкиваться от того, что вероятность меньше словить... Агрессию, если... Если с одной из сторон... Ну да. Если с одной из сторон, к тебе просто не могут подойти. Это да. Блин, а может сразу наверх? Я слишком рискованно. Или даже вот так. Нет, тут можно на мирных спалиться. И давай лучше в уголочек. В уголочек до двери. Вроде и вижен есть. Значительно проще, конечно, выполнять миссии по освобождению випа из камеры, даже из транспортного средства, чем вот эти вот миссии сопровождения. Манёвренность у випов никакая. Защита тоже слабенькая. Любой выстрел тебя останавливает. Полноценным отрядом на такие миссии, как правило, ты идти не можешь. Потому что... Это же Liberation, в конце концов. То есть тут... В принципе, крайне маловероятно, что получится обнаружить миссию быстрее, чем... Ой, это как вообще? Быстрее, чем за, скажем там, пять дней. Мне кажется, там вообще максимум неделя. Из того... Вот, кстати, здесь можно использовать то, что вход на крышу слева есть, по крыше пробежать. Короче, я до угла набегаю. Даже не до угла, а тут ещё... Пап, пилить и пилить. Ещё пробую пока паки обойти. Вот, то есть, если... Если сопроводите випа... Хотя я даже не знаю, есть ли миссия на сопровождении, если это не... Не, есть, есть, не на Liberation сопровождение випа. Короче, полноценно в группы и... В группы бойцов такие миссии... Не проходятся. Нормально. Что просто у тебя недостаточно... Ну, хорошо, ковер-ковер. Тут даже призрака вязать не надо. Но випу мы пожелаем удачи. Окей, ладно. Сможет побежать. И вот ты не знаешь, как они будут вести себя. У тебя там 7 ходов. Ты не можешь проходить вот так вот сейчас, да? Ты можешь просто бежать. Бежать и надеяться. Надеяться. На то, что они по скрипту не начнут возвращаться назад. Ну, вот и всё. Ниндзи, конечно. Ну, вот сюда нам нужно. На эту крышу. Может быть, даже больше сделать крюк, если мы, конечно, успеем. Потому что, когда ты на крыше находишься, меньше вероятность того, что кто-то снизу тебя спалит из-за... Главное, близко как-то не идти, а по центру крыши двигаться. А, это же Ниндзи некуда бежать. Ну, вот сюда, ладно, можно. Слишком... Слишком много неисследованных тем. Даже вот так лучше. За углом может подстерегать мирный. Сейчас надо снова бежать сюда. Подсвечивать этот пак. Они ушли. Ну, это... Возможность. Это возможность. Привет, Ширяев. Шесть ходов. Випу уже впритык хватает. То есть, может быть, даже имеет смысл сейчас... Резать на пофиг. Особенно используя вот эту вот тему. Эту будку, которая дает... Ограничивает вижен, короче, врагов. Поехали. Кот увидел. Да, вон они... Мне кажется, они сейчас пойдут назад. То есть, у них уже... Это три хода получается, да? Вот это не такой страшный пак. Не, ну... Что я могу сделать? Я подхожу вот так вот. Вижен нет. И еще один ход не будет. Но если они будут возвращаться назад, они уходят. Ес! Вот это очень хорошо. Главное, чтобы сейчас никто другой не появился. Аркашу разыскивают. Видите? Слева ноги топают. О-о-о-ой-ой-ой... Кого-то видим. Здесь, по крайней мере, можно... Уже вот как-то вот... Попросту как... 5 ходов. 5-4, успеваем. Нет, давай лучше сюда только проверь. Мэка слышал? Проверяй. Добро. Тогда беги сюда. Погоди, ты же легко такие миссии проходил с морозками ниндзи. Ты меня с кем-то путаешь. Или миссии путаешь. Так, ну вроде он даже не спалил, когда забирался. Кажись, рандом на моей стороне на этот раз. Неужели спас он? Вопрос двух ходов. Можем сейчас увидеть через стеклянную дверь. Слева тем более дверь открывается. Но изи. Смотрим, где там стоят. Какой ты аркадник, а? Я слышу, слышу этого мэка, чертова. Лучше по полходика. Вообще, надо было повторить ходы ниндзи шаг за шагом. Короче, удачи тебе, друг. Встретимся на базе. Ну все, уже прошли миссии. Даже если сейчас будет пул, там максимум, что может быть, это овервотч, который на крыше. Тут кренделя просто вы... Ой, спулил под конец. Ой, здрасте. Сам такой. Блин, все-таки удалось. Все-таки удалось ввести ниндзи. Поразительно. Ну повезло, конечно. Повезло, что тени вернулись. Повезло, что крыша такая огромная. Добрый вечер, Ress et al. Привет, привет. Assertiveness. Assertiveness. Это отсутствие уверенности? Как слово переводится? Assertiveness. Нет, не уверенность. Все-таки. Assertiveness. Что там? Перевод. Любопытно, я не знаю этого слова. Напористость. Напористость. А что значит тогда assertive, если NES дает такой эффект? Утвердительный. А, да, утвердительный. Там NES же не отрицание, это просто существительное делается. Клево. Непреклонный. Ну, это как Google сказал, что напористый. Поэтому... Ой, скрипка, скрипка. Так, есть инж. Ну, пригодится в... Куда-нибудь там, в реле питания засунуть его. И тут получается уже Liberation на двоечку, да? Да, новая Индия. Liberation на двоечку. Продолжаем там сканить. Третья, это передатчик, да? Что-то там показали мне, что... Уменьшите силу врага. Ой! Две колонны у нас. Восемь дней. Там десять дней, но, наверное, уже девять дней. Короче, кто там восстановился? Из рейда Адвента в регионе... Да-да-да, из рейда Адвента в регионе все в конспирацию и минус несколько товарищей. Минус там один офицер, но офицер слабенький. Короче, у нас с вами два рейда. Десять дней, восемь дней, девять часов. Есть 3-2-2 рейд за материалами. Мы, собственно, ждем, когда у нас там товарищи восстановятся. Восстановятся. Алиска, мастхэв. Два дня. Аркаш проникает. Зефирка еще. Лука готов. Кто там еще? Ава-Мария. Ну, пулеметчики там есть за... Да, Холли есть. А Димка есть? Диан там как живой? А, проникновение. А успеваю ли я эту миссию-то вернуть, товарищи? Психо, подождите. У меня же тут близко миссия. Что ж 3 транслятора? 3 дня, 19 часов. Нет, вот. 2 единицы к проекту Аватар. Что ж за та миссия была со снайпером и передатчиком? 3 дня, 19 часов. Вот после этой миссии надо лететь на рейд. 3 дня, 19 часов. Впритык 2 часа разница. Ну, либо гасить просто. Сразу гасить и все. Тем более угрожающе. Да, давай сразу ускоряем проникновение. Нафиг нужно. И немножко докрутим. Докрутим на пару дней. Так, важная миссия, важная миссия, важная миссия, важная миссия, важная миссия. Денежка есть. Лерии в сплавы так себе. Инжи, ученые, ок. Здесь сколько планшетов в Адвенте есть. Вот так вот. Я планшет Адвента даже не использую. Потому что хочется исследовать более ценные вещи. А разве данных, как бы, периодически хватает? Ладно. Сканем, получается. Что это? Блин. Ну, хорошо, что миссия сработала. Я просто не помню, кто у меня там. Мне кажется, там какой-то нубас без эквипа. Ой. Ладно, в любом случае, безликих мы вычислили. Как завещал Космикор, можно отсюда ливать сразу, если там товарищ будет не очень серьезный. Я вижу лазерные винтовки. Я вижу пулеметчика. И кажется, он похож на Мантича. Хотя Мантича у меня не было пулеметчиками. Посмотрим. Регионов все больше и больше. Материалов фармится все меньше и меньше. В этом нет проблемы. То есть, сейчас тот ресурс, который необходим, это ядра Иллерия, сплавы и просто Иллерий. Вот. То есть, денег можно получить, продавшись трупы, два косаря изи. Но нужно ли это? А, это Усач. Это Хасанбас. Но у него же квалочка есть. У него пушка, ну, тупая абсолютно. Так, лазерная винтовка. Картечная пушка. Дробаш хороший. Магнитка, магнитка, винтовка. Не, я думаю, здесь можно посражаться. Чего? Эквип хороший. Посмотрим, что да как. Сядем куда-нибудь. Привет, Ичин. Побежали. Тут у нас семь врагов. Меня беспокоит... Меня беспокоит, какие паки, кроме безликих, будут. Потому что... Сила адвента-то хорошая. Поэтому, может быть, какая-то жесть. Мне нужна хорошая позиция. Так, справа. Справа топает безликий. Хорошая позиция. Вроде есть слева возвышение. Потому что классически здесь надо кайтить врагов просто. Особенно, когда у тебя есть винтовочки, а не пистолеты пулемета несчастные. Вот, есть нормально возвышение одно. Тем более, у нас есть с вами пулеметчик, который как бы на позиционку неплохо заточен. И позицию мы можем занять, мы можем ее держать. Здравствуй, мой господин Горитычин. Ну, ну не надо так. К чему это все? Я хотел, чтобы это прозвучало снасходительно. Максимально снисходительно. Надеюсь, получилось. 7-8 Т-3, Гренчик и вырвучник, офицер 2, безликий солдат, но еще кое-что. Так не всегда. Тут иногда дроиды встречаются. Тут как бы... Посмотрим на первый пак. Картечки, наверное, пойдут вперед у нас. У меня две картечные пушки. Они, собственно, увидели сейчас пак. Слабенькие. Два стрелка. Без фанатизма в плане этих хп. То есть они такие... Пулеметчика, кстати, можно и наверх, и не отправлять. Ему даже лучше фулл кавер получить. А тут вообще три места хороших сверху. Как раз для трех людей. Почти. Почти, почти. Сейчас посмотрим, как. Куда идут, что делают. Ходят. Это вообще нубасы. То есть это... Граната и... Чуть-чуть кайта. Но лучше... Недооценивать, короче, врагов. Так, видишь всех троих. Подходишь, соответственно, поближе. Но дробошам нужно сокращать дистанцию. Скорее всего... Скорее всего, инициировать надо будет... Блин, а как же мне сделать кто-то лучше? Чтобы подкайтить на этих. Может даже с... Я не знаю, как лучше сделать, если честно. На их ходе можно это сделать. То есть сделать так, чтобы они тебя фланганули. И ты пострелял, по крайней мере, частью. Типа два дробоша и этот. Отталкиваемся от того, что... Они ходят как бы по кругу. И вернутся к флангу, вот к этому товарищу. Вот, сейчас будет фланг. Должны они это воспалить. И тут мы постреляем. Нет, не спалил. Раз. Ну и тогда у нас мы на ход их... С Богом. Эти, правда, участвовать не будут в оверах. Но зато два выстрела из дробоша. Хотя там может и ход быть. Обнаружен с флангой. Мне бы дробовиками надо было снять не безликих, а этих. Но, кажется, по-другому будет. Чего ты опять пальцами показываешь, ну? Племетчик попадает. Минус безликий. Но, кажется, меня сейчас фланганут просто веселой. Это на овер стал. Или мой сейчас ход будет? Мой ход же, точно. Все тогда изи просто. Овервотч снимаем грянкой и того же квалочку убиваем просто и все. Здравствуйте. Даже, видите, не понадобился кайф. А можно даже и не шквалочкой. Можно сейчас как раз отойти таким образом, чтобы он подходил. Хотя у него может минус мораль сработать. И он засыт. И... Не, я лучше его приму вот так вот. Лучше я его приму... На четырех овервотчих. Поехали. Давай, иди сюда. Че, сыт что ли? А, нет, я забыл. Что ж ты так тупишь? Я ж там оставил. Какой я идиот. Господи. Миша, ты такой тупой. Господи, что я творю? Жесть. Просто жесть. Ты такой... Блин. Такой ты... Ладно, ждем, когда он придет. Да ладно, овер не успели сработать. Что ты будешь делать-то, а? Да я понял же. Мог шквалочкой убить сто лет назад. Сколько нужно. Или не тратить. Давай постреляем по нему. Хотя бы этим постреляем. Ну реально, я такую глупость очевидную сделал. Сейчас еще пару выстрелов. С вероятностью 50-50. Троечка, жалко троечку. В смысле, жалко, что троечка. 23%. Ой! Там осталось-то, господи, ну... Ну кто так... Из дробоша на 20 попасть? Подходить не хочу. Там реально с пульта еще кого-то. Еще я с дробоша сейчас на 10% постреляем. 0% Ладно, хватит, Михаил. Хватит. Делай шквальный. И все. Как я этого не... О, лут. Так, сейчас хорошо будешь квальный дождаться, короче. Никуда не ходить, перезарядиться. Чуть отступить на правильные позиции тут за... Подойти. Я бы даже назад отступил этими. Потому что шквальный огонь реально... Мега имба. Пофиг на лут. Не верю, что я это говорю. Я на это. Ребят, облач. А почему это 58-я часть? Ты много раз начинал заново? Не напоминай. Вообще не ходят, как вы слышите. На трупы могут наткнуться. Ну и последний. Поехали. Что-то... Едешь ты медленно. О, спулили. И безлики. То есть это последний пак. Безлики очень далеко. Второй. И может быть третий. Наш товарищ подвис. Офицер инж и этот. Ну чего, я... Ничего не знаю. Делаю шквальный огонь раз. Делаю три овервоча два. Не ушатал, не ушатал. Хотя овервоча-то зачем, если ты здесь стреляешь? Придется этим светошумовые пилить. Пробуем хотя бы одного допилить. Не попадая, друзья, с 40+. Не царапает ничего. Хотя вот это... Ой, это и 30 вообще. Кто тебя взял в сопротивлении? Подруга. Почему? Да я понял, что ничего у тебя не получается. Так, ну инж далеко. Я думаю, нужно закрывать этих все-таки двоих в первую очередь. Что делать с дальним непонятным? Что... Потому что... Я думаю, надо подходить. Ну тогда ты гренку получить сможешь. Пропускаем просто ход. Овервоч бессмысленен, беспощаден. Пусть лучше и не стреляет. Подбегает. Да ладно, просто стреляет, да? Не попадая 38, слава богу. Эти двое под гранатку стоят. Этот дезориентированный стреляет. 23% не попадает. Это тоже промахивается. Короче, сюда гренка. Есть еще сапресс. Помни об этом. Тут кд на гренку. Тогда подходим вот так. Фулл кавер. Но это все равно косая дурочка. Закидываем вот так вот. С эпицентром на второго. Потому что вероятность того, что правый умрет, довольно высокая. Кавер сняли у инжа. То есть, получается, нужно ушатать верхними инжа. А офицера снова закрыть. А что это так? Так, иди сюда. Офицера закрыть. Или из дробошей его, кстати, попробовать уже сразу же. Изи. Лут. Что там этот? Картичка есть? Я думаю, что картичные пушки в 10 хитов-то мы снимем. 7-12. И 50 на 50 крит. Хорош. Ровно 10. Ребята. Тащим. Можно уже сокращать дистанцию под безликих. А почему нет? Я не знаю, сколько их там. 1-2. Для меня важен исключительно лут. На самом деле, безлики вообще не страшны сейчас, учитывая 2 дробаша. Это... Что они сделают? Единственное, что я, наверное, не буду уже кайтить. Я спускаюсь всеми. Потому что безлики, вы помните, как далеко спул спулен. Он, видимо, там стоит, скучает. Да, и не собирается подходить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, мы двигаемся потихонечку. Можно уже на каверы не смотреть особо. Потому что безликому плевать на каверы. И подходить, конечно же, надо в первую очередь человекам, которые находятся ближе к всему. Потому что когда ты это делаешь в конце хода, это... Неправильно. Еще. В первом экс-чеме мы должны были усвоить. Как бы это и понятно, да, казалось бы. Лучше перезарядись. Держим там. Можно наверх на крышу запрыгнуть стрелками. Мне кажется, не стоит время терять. Если там двое безликих, это было бы абсолютно нелишнее действие. Просто так резко началось, я решил добавить драматизма этой ситуации в себе. Ладно, давай наверх прыгнем. Кем можем? Кто-то сразу вкладку, знаете, наверняка так вернулся. Кто-то слушал, просто думает, что же там такое. Ребята! Такое вы упустили, конечно. Он не добежит. Пропускаем вход. Беги, беги сюда. Ты что, пиджаки? Это свитер такой. Ну, я не переодевался после работы, поэтому... Только штаны заменил на домашние, чтобы не в джинсах сидеть. Комфортнее было. А так вверх остался тот же. Ближе, давай, 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 давай сюда. Изи просто добиваем. Изи. По 100%. Что там? Еще кто-то? Нет. Да. Да. У-у-у-у. Опачки. Вот это да. Что, может, гренку ему докинуть? Давай, why not? Нет. Лучше чуть отступим. Не нравится эта ситуация. Потому что он двоих может там ушатать. 56, давай. Если можем стрелять, стреляем. Что с овером будет меньше вероятности. К сожалению, овервотч, овервотч. Тоже, увы, овервотч. Точно никак. Ханкер сделаем. Ну, давайте, ребят, с магнитками. Рассчитываю на вас. Попадание 7. Еще кто-нибудь. Пулеметчик, может. Пулеметчик же еще. Хорошо. Там любой дэмэдж хватало. Ребята, изи. Я не ожидал от пацанов такого. Они справились без проблем. Без ранений. Безупречно. Безликих вычислили. 13-й трай. Нет. Что? 12-й трай. А, что, что, что? Что я пропустил? Слушай, ты все пропустил. Но самое интересное впереди. Ой, усач еще. Подрыв, конечно же. Автозаряжение, трупы, молодцы. Сработали. Ну, это как бы лоу-миссия, на самом деле. Важнее рейд, важнее две колонны. Важнее производственный комплекс адвента. Это вообще к финалочке тема. Тема. Так что, тут опять восьмерка уже, да? Восемь, восемь. Ё-моё. Так, ну, сканим Liberation. Третий... Там что третий-то вообще? Ретранслятор, да? Уничтожить. О! Возможно наем. Контакт в регионе. Обожаю. Обожаю, когда приходит свежая кровь. Можно не смотреть на навыки. Все равно это будет... Это будет либо спец, либо ниндзя. В зависимости от... А, обучается специалист. Нифига себе. Оказывается, тут уже... Тут партизанки-то хватает. То есть, по сути, хватает где-то шесть-восемь на рекрутинге глобально для того, чтобы тебе приходили новобранцы. Ну, то есть, так, чтобы каждые десять дней обучать. Там, конечно, рандом есть, но вот в среднем... Достаточно давно я уже держу на рекрутинге в одном регионе восемь человек. И этого хватает, да? Так, здесь у нас что? Три дня, шесть часов. Что-то ты пропускаешь. А, ты ждешь вот этой вот миссии. Аватар, прорыв, шесть человек. Уничтожь-то ретранслятор. Вот эта вот миссия важна. Точнее, люди, которые на этой миссии очень важны. Восстанавливается пух. А Алиска восстановилась. Тоже мега важная штука. А Алиска очень-очень-очень важный спец. Мне бы на черном рынке пару спецов приобрести. Но это же рандом. В центре военной технологии все хорошо. Дал бы усачу пулемет. Ну, неудобно, что... А, или можно эквипать, не вытаскивая из... А, можно эквипать. Нельзя. Вот это мне больше всего расстраивает, что... Нельзя советников убежища эквипать. Нельзя им модуль насосовывать. Это... Упущение в плане управления. То есть, тупо механические действия, которые, ну... Лень просто. Еще, если у тебя несколько регионов, где там кто сидит... Так, ладно. Значит, здесь до соточки получается, да? Может, даже чуть дальше мы шагнем. Артиллерийский залп у Фомбича. Очень хорошая обилка. Странно, что я ее раньше не выкачал. И могло что-то еще открыться. Смертельный выстрел. Крит десяточка. Фомбичу очень хорошо. Учитывая то, что... А, это не овервочнутый этот рейнджер. Да, ему, конечно, смертельный выстрел не так хорош, как... Человеку с абсолютным спокойствием. Фантом тоже особо не нужен. То есть, либо делать... Один на один надо делать просто. Надо делать один на один. Потому что для рейнджера с патронами дракон... Это... Очень, очень имбовая штука. Очень имбовая. Вопрос только в преддверии серии миссий. Стоит ли убирать рейнджера? Стоит ли убирать рейнджера? У меня есть там один. Еще лучше, чем Фомбич. И он вернется. Фолл он вернется. 101 точность. Положительная защита. Прокачан великолепным. И, наверное, Фомбича я буду тренировать дальше. Я, наверное, без него обойдусь. На предстоящих миссиях. А с пистолеткой, вот такой вот один на один, он будет еще более полезен. Вот жалко, что смертельный выстрел с его прокачкой. Ну, видите, я первый раз так далеко дошел. Поэтому ошибок в плане прокачки я совершал приличное количество. Плазменное копье в процессе. Сейчас главное не упустить вот эти все миссии. Во-первых, в этот комплекс можем идти уже сейчас. Там два ниндзя. Это скорее разведка просто. Здесь небольшая. Четыре часа до сотки, до сотки ждем. Рейд два дня, девять часов. Сто двадцать пять. Давай сто двадцать шесть сделаем, чтобы хотя бы границу сто двадцать пяти. Аспирант восстановился, Сигвард, Фоллэн. Ну, уже практически все восстановились. Чрезвычайная, да? Я не буду ускорять проникновение. А кто у нас здесь? Лисориус и Нубас. Будем изучать эту миссию, друзья. Это исследуйте производственный комплекс Адвента. Это нужно вытаскивать скафандр. Сначала мы в скляночку револьвер затащил. Сейчас будем эту миссию изучать. Может быть, придется на нее возвращаться определенной группой. Я смущаюсь, что здесь проникновение тоже конское. А основные люди нужны в других местах. Видите, чтобы на рейды ходить, силу Адвента сдерживать, аватар приостанавливать. В прошлом рейде один на один с зажиганием не работает. Да? Как? Он же зажигал. Он же зажигал. Как один на один с зажиганием не работает? Все обилки пистолетные работают с зажиганием, которые я помню. не слушай эксперта. Ясно. Мне казалось, что там... Я мазал, конечно, часто. Ну, учитывая то, что каверы не снял и дистанция еще. Ой, огромный пак... Я вспомнил эту миссию. Я помню. Там мост будет. Да, ты переходишь мост, подходишь к этому центру. Склянка вот здесь вот внутри. Да. Короче, попробуем стенку снять. Пройти вот сюда, вот там внутри паки точно. Здесь вы видели сектоподов и прочую ересь. Тут по центру огромный пак врагов. Надо понять, по какой стороне будем проходить. Проще, конечно, по левой, потому что ближе конец карты, плюс тут возвышение есть. Ну, слушайте, ну, нужно же еще мост будет форсировать. А, у меня тут есть уже крюки. Тут уже паучьи темы. Паучьи темы. Могу ли я прыгнуть без использования... Могу ли я перейти без использования крюка? Возвышение, другими словами, здесь есть? Теоретически, вот отсюда можно прыгнуть сюда, если там будет что-то видимое. Давайте проверим. Так, первым у нас идет Нубас Кобра. Кинг Кобра в чатике, кстати, есть. Вот здесь была группа серьезная, да? Так, не хочется спускаться. Я взял еще снаряд. Ладно, ну, учитывая то, что Нубасы, разведка боем. Я вспомнил сразу эту миссию, конечно. Давно это просто было. Помню, помню, помню. Я проходил ее основным отрядом. Вот отсюда реально можно попробовать. Ну, мне в любом случае к мосту нужно. Но если отсюда можно будет куда-то там цепануться крюком, будет, конечно, просто прекрасно. Не будем забегать. Главное, не торопись. Осматривайся, прислушивайся. Тут прям человек 15 было перед тобой. Сектопот еще там рушить будет каждый ход. Он что там ходить будет. Может, и взрывчатка не понадобится. Было бы красиво, конечно, с этого угла прыгнуть. Так, только не Лисецким, прошу тебя. Без фанатизма двигайся. Пока никого. Что-то не просвечивается, не просматривается ничего. Вроде нет. То есть, оно находится на одном уровне, поэтому сюда не запрыгнуть будет. Ну, я проверю. Вдруг оно работает. Но, кажется, оно так не работает. Оно только на ярус выше. И так, знаете, вот кидает и в пропасть. Вжух. Вжух, в пропасть. Как близко всегда под. Через мост будет значительно сложнее пробраться. С новым костюмом Изи проходишь миссию. Да, Икар был бы здесь прекрасен просто. Но, к сожалению, Икар давать на миссию, которую ты не изучал, не знаешь. Это такой... Такой рандом. На самом деле, через мост, видите, можно пройти. Вот здесь такие штуки есть. По центру моста прям. Которые помогают прятаться. Это достаточно далеко. Помню, что у тебя призрак есть, если что. Мне кажется, нужно сюда заходить. Прискипсы. Это раз. Так, скриптовая тема. Да, да, помню вас. Стоит ли чумандарам пробегать дальше, учитывая большое количество неизведанной хрени с левым? С одной стороны, они вот здесь тусуются. И вряд ли они смогут... Да, я думаю, вряд ли смогут. Давай аккуратненько. Хорошо. Просто более удачных мест. Слева же секнопод. Как вообще они могут строить какие-то центры, лаборатории, если у них один секнопод все ушатывает просто? То есть мы на миссии пару часов, понимаете? А секнопод уже разрушил половину комплекса. Да я понял. Еще, Пак. Надо вниз уходить, конечно же. И, возможно, Нубасу... Или вот сюда сразу же. Сюда хорошо будет. Нубасу прятаться как-то. А, Нубасу тоже мобильный. Я же ему все снял. Я ему все снял. Не, давай не будем рисковать. Давай лучше сюда подойдешь. Нагречения количества входов я не вижу. Подкрепа, скорее всего, из-за консила некоторое время не будет. Сектопод продолжает гулять. Сносит столбы. Мэг артиллерист, инженер. Еще один мэг артиллерист. Тут Пак на 4-5 человек. Мэг... Найка... На 4 человека. Мэг, Найка и Дроид. Все они уходят в нужную мне сторону. На мост, но я уже проскочил. Ой, выполнить бы эту миссию постался, чтобы 2 недели сюда группа не проникала. Еще одинокий Дроид. Два одиноких Дроида. Вот это опасная парочка, конечно. О, они даже по одному работают, реально. Они могут перекрыть. У них рейндж отличный. И они непредсказуемые. Надо оставлять их позади, как можно, как можно, как можно дальше оставлять их позади. Только непонятно, как в комплекс заходить. Кажется, костюм-то вот здесь вообще. Он не здесь находится. Тут, как бы, мне говорят, какой-то будет перебивочка какая-то. Но сам костюм, насколько я помню, находится вообще здесь. Так что давайте-ка не будем... Давайте не будем лезть туда, куда показывает маркер. А пойдем туда, куда указывает маркер. Так, мне кажется, будет... Надежнее, что ли. Так, ну, дроид туда не долетит, поэтому пофиг на кавер, бежим сюда. Хорошо. Надо посмотреть, сейчас сколько Ивак будет. Зачем ты сначала ходишь в хорошем ниндзе? Потому что уже знаю, что здесь никого не будет. Ну, то есть там... Вот это опасный момент. Могут уже перекрыть меня. Но там есть призрак. Ивак сколько? Переходом. Не перекрывает. Можно свободным действием сюда прыгнуть. Чтоб крюк не вязать. Все равно откапится. Давай. Так, тут конец карты. Блин, вот... Мне кажется, что она находится вот здесь вот. Да, она находится там. Я помню, я еще эвакуировался, когда эту миссию в оригинале проходил. Там подкрепа после... Тут еще дверь открытая, не забыть. Короче, нам не нужно сюда. Я более чем уверен, что нам сюда не нужно. Это типа маркер, который тебя доводит. А дальше... А дальше нужно вот в дверь вот в эту вот идти. Симметрично открывается здесь дверь. И тут у тебя колба с... С костюмом. То есть, просто... Просто заходи сразу с тылом. Да, тут могут быть туретки еще. Естественно. Лучше я сэкономлю полходиком и прыгну сразу сюда. Скажи, что за миссия? Это миссия из зала теней, которая появляется после склянки на исследовании комплексов, которым делают... Выводят людей, насколько я понял. Лаборатория, короче говоря, это какая-то. По-хорошему бы еще, перед тем, как врываться, нужно дождаться обновления захвата. Ивак, надо кидать ниндзи, который без консилы будет. Один ниндзи с приказом. Там дверь открыта уже. Меня это немножко смущает. Если дверь открыта, значит, кто-то ее открыл. Как подсказывает Кэп. Поэтому... Поэтому надо аккуратнее подходить и высматривать, что там дальше. Конечно, Ивак напрашивается на возвышение. Крюк сюда, фулл каверы есть. И отсюда приказ удобно давать тому человеку, который будет... Хотя приказ можно... Если крюк это свободный ход, то вообще можно офицерам основным и сюда подойти. А, стоп! Так вот она, вот она капсула. Мы можем здесь стеночку снять. Не заходить сюда, не обходить, не смотреть в окна. Да, ну тогда ты можешь спулить раньше времени. Ты из консилы выходишь. А можно, как человек, просто белый зайти, дверь открыть? Да, давай попробуем аккуратненько. Есть, конечно, риск, что ты там кого-то увидишь. Блин, стрёмно-то как, а? Видишь там внутри что-нибудь? Ничего не видишь. Лучше тогда вот так поднимать. Хотя маскировка есть. Ну, есть у меня маскировка. Но если я взорву, например, и вижу врагов, и не смогу уйти из вижена, то у меня ход закончится. Для начала, когда маскировка есть. То есть там вообще... Ну, при чём здесь маскировка? Маскировка в этой миссии, она... В общем, мало, на мой взгляд, что даёт. Так, давай следующий год. Не торопись. Вот, видим, слышим точнее. То есть перед тем, как снимать стеночку... А, вы имеете в виду взорвать потом в консил? Я не уверен, что... Ой-ёй-ёй-ёй. Вот это проблема. Капец, он близко. Тут уже перекрывает, видите? Чё мне делать? Не, ну, вариант первый. Я иду, например, вот сюда вот. И на пофиг взрываю на следующий ход. Но если там кто-то есть, то это ГГшечка. Пиши, давайте я сюда. Потому что дроид это вообще непредсказуемое создание. А как работает взрывчатка? Вот ещё вопрос. Я же ни разу не делал. Ага. Ты устанавливаешь кумулятивный заряд. На стенку. И он прям целую стенку ушатывает, да? А, ты можешь делать это, находясь за... То есть, сделать, например, вот так вот снять кумулятивным зарядом. Ну, сейчас из консилла-то не нужно выходить. На крыше есть дырка. На крыше есть туретки ещё. Мне проверять, где они... Ой, там ещё один дроид. Так, ну... На самом деле... На самом деле, если я бы... Так, не торопись только. Откуда видят у нас этот упырь? Отовсюду, фактически, да? Это стоит хорошо, но мне кажется, что нужно передислоцироваться этим. На инди тоже сюда. Подальше от права он... Кумулятивный заряд устанавливается, видите, в пределах одной-двух клеток. То есть, это надо реально делать. Либо подходить самому. Да, можно было сделать как? Подойти, если бы не было дроида. Установить кумулятивный заряд. Ох... Нет, он завершает ход. Ну, установить так, чтобы тебя, типа, не палили. Но на шум могут сбежаться. Это всё равно... Он очень шумный, больше рейндж шума только у ракеты. Ясно. На самом деле, если устанавливать кумулятивный, то лучше этим устанавливать кумулятивный. Блин, как же я рискую там. Можно дождаться, пока дроиды улетят. Но они могут не улететь. Он может тебя сверху облететь и всё. Ну, вправо я уже не хочу идти. Потому что два дроида, они долгое время будут здесь. Можно пойти сюда, попробовать пробежать. Тут тот же самый вход внутрь. Не хочу аккумулятивный вязать. То есть, тут я в одном ходу от оглушений потенциальных. Плюс паки шумели внутри. Это как-то вообще не очень. Из инфа у заряда наибольший шум, а потом как раз идёт ракета. Понятно. Дашь приказ идёшь в инвиз. Ну, какое... Что за ерунда? Ну, ноф. Ну, у меня же инвиз только у офицера есть. Какой приказ? Какой инвиз? Что ты несёшь? То есть, надо подходить на фулл ход сюда, я подозреваю. И заходить с той стороны. И ничего пока не взрывать. Пока есть возможность. Что-то слева дверь закрыта. Стало бы, там паков в паке могли даже по КД не ходить. Ну, в смысле... Блин, слева топот. Этот спускается, упырёныш. Он бы меня сейчас как раз... Ох, вот этот... Ну, он бы перекрыл меня. Это было очень опасно, конечно. Открываем дверь, смотрим. Тут ещё одна дверь. Это не гражданские лица. Это адвент. Да, и судя по состоянию образца, я бы сказал, что изготовили его недавно. Это объясняет, откуда и столько. А вот и наша цель. Итак, смотрите. На свободное действие я дверь-то открываю. Внутри никого. Внутри никого. Дохожу до полхода. Но не факт, что там не выйдут товарищи. Плюс дроиды имеют обыкновение влетать и залетать. Поэтому я, наверное, сейчас не буду на полхода там что-то пытаться сделать. Лучше обойду вот сюда, вот даже. Укрытие-укрытие. И... И пропускаем здесь ход. Смотрим и слушаем. Сикто, это слева топот. Вообще, знаете, что можно сделать? А-а-а-а! Блин. БОЛИН! Ой, улетел хорошо. Да, он как раз через здание. Любят они эти сквозные темы. Короче, друзья, у меня есть крюк. Отсюда я его могу использовать. Я не помню тут действиях. Паника же поднимется сразу. То есть как открытая... Нет, открытая дверь, тогда паника не поднимется. То есть чисто в теории я могу взять сюда прийти, взять на себя труп. Не, ну а вдруг ты из консилы уйдешь. Короче, смотрите, ситуация какая. С одной стороны, все весьма неплохо. Гуфнуться... Нет, нет, нет. Подождите. Короче, я не знаю, какой ваг, что вы несете. Ответьте на простой, пожалуйста, вопрос, эксперты. Это взлом, говорят. Это взлом, стало быть, откроется все. Я думаю, надо подходить сюда. Ставить... Готовиться в следующий ход, ставить кумулятивный заряд. Зависит от того, куда этот пак пойдет. Вдруг он назад уйдет. Я бы подождал, на самом деле, еще ходик. То есть дроид улетел. Из консилы выходить мне не нужно. Мне нужно тыл прикрыть. То есть зайти вот как-нибудь... Как-нибудь... Блин. Наверное, все-таки так даже. Там дроид может вылететь. С телом крюк не работает же. Понятно. Это плохо, конечно. Да, тогда я с крюком не ухожу. То есть нужно исключить на приказ. На самом деле можно сделать как? Попробовать подойти сюда, посмотреть, докидываешь ли ты кумулятив сюда. Ивак я через стенку не кинул. Ой! Я могу кинуть Ивак верхним товарищем заранее. И уйти в маскировку. Вот это хорошая идея. То есть сейчас я кидаю уже сразу Ивак. Пока я их не вижу. И ухожу в маскировку. И тогда у меня не будет ожидания трех ходов. Кидать нужно ближе. Учитывая то, что крюка не будет, я надо кидать Ивак куда-то сюда, в общем. Стоп! Ты же... А, ты за полу-ковером. Я думал, если я за фул-ковером, я могу на клетку сдвинуться и все. Пошел Ивак раз. Им же зарядки. Заряд хороший очень, идея. Ну, я правда... Нет, зарядом он не достанет просто. Надо просто в маскировку уходить. И все. Ждать, соответственно, эти ходы. Не торопиться просто перестраховаться, чтобы тебя не обошли. То есть уходить как-то вот сюда вот. То есть чтобы был кавер. Ага. Ага. Ждем. Смотрим. Интересует, куда правый пак ушел. Справа идут. Вот это плохо, конечно. Но они идут вдоль, а там глухая стенка. Поэтому... Их не смущает, что здесь эвакуация подходит. Двигаться смысла не вижу здесь. Ну, потому что тут вылететь может просто этот упырь. Пропускаем ход, потом призрак прожимаем и подходим ближе к точке. Могу ли я наступить на точку, но не вскрывать ее? Блин, там сектопод все крушит. Возможно, стоит вторым ниндзи подойти ближе к проходу через призрака, чтобы иметь возможность командовать даже ввиду отсутствия прямого вижена. Блин, ну это рискованно, конечно. Если там... Там же пак еще один. Непонятно, куда он ходил. Он вроде ушел, прям ушел. То есть чисто в теории ты можешь вот сюда вот зайти. Ну, через окно приказ. Просто вот отсюда ты его уже скомандуешь. Или вот так вот. Кавер-кавер. Да, давай так надежнее. Эвак один ход. Тут я просто подойду. Хотя может сразу подойти. Могу я наступить, интересно, но не открывать дверь. Кажется, не могу. Я сразу выдаюсь с консила. Давай-ка поближе на ход тогда. И пропускаем ход. Надо было призрака прожать на всякий случай. Справа. Справа они вдоль стены идут. Вот они. Так, Эвак. Смотрим. А, могу. Давайте еще ходик подождем тогда. Пропускаем ход. Правда, ко мне справа сейчас пак может с фланга выйти. Они же там топали. Ой, рискованно. Сейчас могут офицера спалить. Да, вот они идут. Призрака нет, но есть крюк. Так, но это пока не важно. Сейчас очень важный момент, Миш. Добегаешь ли ты до Эвака? добегаешь. Всё, то есть миссия выполнена. Открываем, Стаси, с камерой. Зачем ждать? Ну, чтобы мне вот этих вот двух-трёх клеток хватило на полхода, потому что я сейчас трачу полхода на то, чтобы вытащить скафандр, а потом, соответственно, я бы не успел. Ой. А, у меня даже... Я не потратил ход. На самом деле. Ну, я так полхода как бы выиграл. Переноска юнита. Поехали. А, не, не достаю. Он на клеточку назад отходит. Это, кстати, баг. Его в первую очередь. Они разбегутся. Меня тут вы... Ну, лучше, конечно, миссию выполнить. То есть лучше этим рывок сделать, чем потом попасть. Поехали, друзья. Кобра Джек Тейлор вытаскивает скафандр. Пулит пак. Два сектоида командора. Щитовик, обычный сектоид, стрелок. Ивак меня уже ждёт. Ивак доступен. Этого тоже с фланга обходят. Но я эвакуируюсь раз. Я эвакуируюсь два. Ха! Изейший, темнейший просто. И главное, времени мы на это потратили. Ну, дней пять, наверное. Четыре на проникновение. Четыре дня на проникновение. А это была просто разведка, да? Ну чё, два хороших ниндзи. Страховочные приказы. Страховочные эти взрывы. Аккуратненько обошли. Костюмы пауки. Разведан, друзья. Интересно, какие ещё миссии остались? Сейчас же перебивочка будет квестовая. Типа, вот они какие нехорошие. гены инженерии занимаются. Два повышения Лиссориус получил. Вау! Так. Не знаю даже, что здесь. Наверное, Жнеца тоже. Но топовый ниндзи Лиссориус. Его можно в полкана качать теперь. И отправлю его обучаться. Маскировочку у этого. А это ну база же. Костюм. Стасис Костюм Адвента. Ватник такой. Содержимое Стасис Костюма, захваченного на производственном комплексе Адвента, остаётся загадкой. Трофейный Костюм. Внутри Стасис Костюма, захваченного на производственном комплексе Адвента, находится какой-то гуманоидный организм. Кто это? Новый солдат Адвента? Ранее не встречавшийся вид пришельцев? Судя по усилиям, которые противник приложил для его защиты, он крайне важен для пришельцев. Но для выяснения его реального назначения потребуется тщательный анализ. Материал подкинули. Ой, там снизили, кажется, силу Адвента. Завершить теневой проект разработки. Три дня всего лишь, на самом деле. Я бы прекратил исследование снайперской на три дня, приостановил бы. Так, хорошо. Ниндзя вернулись, это прекрасно. Сейчас у нас парочка процентов уничтожит ретранслятор на полдюжины товарищей, да? Потом рейд и две колонны. Так, я хотел Алиссориуса обучать партизанке. Лучше его, чем там кого-то нового, кого я там... А, свободная еще вакансия. Ну, прекрасно. У него два звания, и все, он будет с полевым командиром. Диспетчера можно взять. Быстрее проникается. А, нет, это и вак быстрее. Давай, лазутчик, быстрее проникновение. Хорошо, то есть, станция связи с сопротивлением. Развед данных маловато, конечно. Но здесь нам вернут тридцаточку. Два дня, шесть часов. Но сначала, опять же, вот эта вот история. Новая цель. Либерейшн. Нет, не Либерейшн. Ну, это улика. Но день, десять часов. Это... В таком регионе. Сто процентов проникновения. Небольшая активность. Тут шесть человек. Проект Аватар на две единички. Ну, вроде не скинули мне этот прогресс Аватаром. Небольшая. Это 13.15, насколько я помню, да. Я не думаю, что стоит 125 ждать. Это поставит под... Ну, сложнее будет, короче, мне с колоннами и с рейдом. Лучше на рейд на день раньше прийти. И на колонны не будет больше времени на проникновение. Миша скипы все летит к финалу. Коптереть, чтобы тему хуже будет. Нет, у меня сейчас другой план. Я хочу сделать, по крайней мере, пушки, копье. Это вопрос десяти дней. И хочу сделать защитный жилет. Это вопрос тоже в пределах недели. Это улучшит сразу пару снайпов. Это улучшит защиту всех. Просто кто у меня есть. Главное, чтобы шкур мутонов хватило. А шкур мутонов как раз на этих миссиях я могу набрать. Плюс я смогу прям по последнему слову техники экипировать. Ну, точнее, по последнему на данный момент слову техники экипировать солдат. Учитывая рейд и две колонны. Потому что там сплавы, сплавы, трупы и прочее. Так, уничтожить ретранслятор пришельцев. Аркаша, Рапонга. Очень хороший снайпер. Очень хороший пулеметчик. Перспективный дэмэдж-гранатометчик. Очень перспективный снайпер. Очень перспективный рейнджер. И вот еще, кстати, можно второго рейнджера правильно выкачать. Я бы заменил бы Фомби на братка. Тем более у братка там что-то по пистолетке тоже пририсовывалось. У Фомби меткость не очень. И у него нет тройного овервоча. Вот в этом его проблема. Да, ну костюмчики-то, конечно, хорошие. Костюмы-то бы боевые топовые. А вот пушки еще не плазменные. Но плазменные я все в любом случае не успею сделать. Потому что там на каждый из типов ты должен терять. Делать отдельные исследования. Они же 8-9 дневные. При том, что у меня ученых 14 штук. Это слишком долго. Так, друзья. Это миссия на стелс. Я и себе напоминаю, и вам напоминаю. Даже несмотря на то, что врагов всего лишь в 2 раза больше, чем нас. Это не повод зарубаться на старте. О, и тут у нас же еще костюмы топовые. Шкуры мутонов. О, увидели архонтов. И вспалили пак. Обходить слева желательно. Сейчас Аркаша. 2 заморозки. 4 светошума. Осколочная пушка. 4 приказа. У нас Тейка с поджиганием, с кислоткой, с осколочной пушкой. У нас Рапонга с Икармой серией. Псих на прокачку. Тоже с осколочной. Дин вообще прекрасный товарищ. Двойные и тройные выстрелы с опрессой. Низкое укрытие, минус крит. И браток. Браток просто точный. Пристрелка. Абсолютное спокойствие. Зажигание, да? Что у нас по... Тут дом неприятный. Неудобный. Хотя и перед стоит тоже крыша, которая хреново простреливается. Может быть, имеет смысл даже справа обходить. Что справа по окнам? Окно одно большое есть. Что здесь бензоколонка с соответствующей крышей, что мешает. Там много фулкавров. Очень много фулкавров. Здесь еще хуже. Здесь здание. Контуры здания, видите, виднеются. То есть, по сути, чтобы, ну, лучше всего выйти к передатчику вот отсюда. Потому что здесь, по крайней мере, вижу окна и не вижу каких-то серьезных преград. Поэтому давайте все-таки мы будем проходить направо. Не вижу мирных. Это немножко пугает. Спуливал сразу. Блин. Кто? Мирный. Вот. Класс. Так, сразу его кидай, Миша. Сразу его кидай. Сразу кидаю вак. Так, пять человек здесь, да? Блин, капец. Вот внимательно же смотрел, что там была одна клетка темная. Сразу кидаю вак. Сколько ходов? Пять ходов. Капец. Не, ну, зарубаемся тогда. Отличный стелс пошел, как обычно. Учитывая то, что здесь два, максимум три таких пака, я думаю, что не стоит экономить осколочные пушки. Тем более, они так стоят, что как бы сам бог велел их вжухать. Единственное, вжухать их надо, скорее всего, кем-кем? Психами? Ну, тем, кто там без гренки. Без гренки. Слияния нет. Кавер, правда, я снимаю стабильным. У пулеметчика это очень плохо. В случае, я пулеметчиком начну. Машина, кавер им. Дроид нам, с одной стороны, не нужен, с другой стороны, я не вижу, как я могу закрыть и то, и то. Да, лучше машину того, стенки и поехали. Пять человек. Машина загорелась, каверы поснимали. Одной осколочной не хватает очень. Прям очень. Можно, конечно, зарядить серию. Убьем гарантированно двоих. Но не стоит. Что нужно сделать? Можно подойти несколько по другим углам, типа вот так. И стрельнуть по ним же, но не снимая наш кавер. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, минус просто. Раз. Жуки все. Один там только должен остаться, вычетверо его хп. Нет, все умерли. В две осколочные минус четыре прекрасные. Ох, можно ли как-то рапонга прыгнуть? Рановато прыгать. Лучше дроидом попробовать снять. Да, давай, не боись. Стой. Надо добить. Там есть рейнджер, там есть псих, там есть кому добить. Лучше тейки попробуем дать. 61. Молодец. Точно два овервотча. Потому что мы пошумели тут знатным. Вообще, вот отсюда, теоретически, снайпер может пострелять по передатчику. А, мы видим еще один пак, да? Раз, два, три человека мы видим. Но, учитывая то, что один на крыше... Вообще, надо подходить, друзья. Надо подходить. На полный ли ход? Тут еще вопрос. Маневренности вообще не хватает. Черт, вы нервные. Я их так ненавижу, а? Так, браток, давай. Там еще где-то третий пак есть. Вроде как один пак далеко. И типа можно попробовать подойти. Тем более, у нас есть приказ, если что. Давай попробуем вот так вот все-таки сдвигаться. Если я буду сейчас по полу хода двигаться, это реально много времени займет. Уж лучше я... Ой, снайпером в последний ход. Нет, я ему лучше на овер встану. Осталось от пяти до семи человек. Если не брать этих. Если не брать этих. Да ты же их спасти должен. Мирных? Ага, сейчас. Проходили мы эту тему. Блин, как же быть-то? Никто... Никто... Я подхожу, выбираю кавер им. Мне бы вправо сдвинуться, чтобы сюда снайпапа это самое повесить. Но там нет нормальных укрытий просто. До чего дошло, а? На моем пути. Окей, я пойду. Рискуем. Сейчас снайпера закинем туда. Икар, вот он. Икарчик. Вжух. И ты на точке. Имба, скажете вы. Не без этого. Где, ну типа надо за фулл кавер пройти? Ладно, давай. Это рискованно было. Это было очень рискованно. Так, давай-ка ты сюда лучше. Овер воч. Овер воч. Овер воч. Овер воч. Прямо по курсу, да. Дверь открывается. Змеи, змеи. Ладно, двигаемся, друзья. Псих побежал первым. Пулеметчик вторым. Странно, но он никого не пулит. Я не знаю, снайпер сможет с этой позиции. Но у него еще один полет есть, так что ничего страшного. Браток, конечно. Я надеюсь, что это не worth мне. Пулеметчик вторым. Солидный копий. Пулеметчик вторым. Я переживаю за своих. Скоро подкрепы должны уже лететь. Ну и там два пака впереди. Я не знаю, где они. Так, я уже через ход смогу атаковать. Снайпер отсюда не видит. Дальше сложно сказать. Отсюда уже видит. Ну, это так себе позиция для снайпас серии. Я предлагаю обострять, короче. То есть, псих идет вперед, пулит, скорее всего, пак. Да, так и есть. Четыре человека. Мэк, офицер, гранатометчик. Ой, овервотч. Короче, два мэка. Ну, тут надо два вжуха делать тоже. Взрывать машину к чертовой бабушке. И помнить про пак «Змея-змея» и кто-то там еще. Так, вжухи, конечно же, с приоритетом на четверых. Плюс снятие овервотч. Потому что дроид, как бы он... Он так себе. Да, ну вжухи хреновые выходят. Потому что лучше вот так вот гранатометчик. Не такой опасный, как Мэк плюс этот. Поехал. Попали, машина горит. Тей-ка! И достает. Снайпер видит три целя. Здесь лучше уже не подходить к пулеметчику. Потому что еще один пак же мы помним. Где? А, у тебя тоже нет вжуха, да? То есть только Аркаша может повлиять на ситуацию. Фух, еще не поздно сделать быстроразвертывание и кинуть гренку какую-нибудь. То есть кого ты не убьешь, скорее всего. Ты не убьешь гранатометчиком. Потому что Мэк, а ты снайпером, пулеметчиком, эти две цели отстреливаешь рейнджером, пулеметчиком, снайпером. Этот взорвется. Короче, Мэка дальнего лучше, наверное, ушатывать. Или просто светошум кидать на всех. А там как получится, так и получится. Да, наверное, так лучше. Тейк дэс! Поехали. Хорошо, подкрепа еще нет. Но она вот-вот-вот-вот скоро уже. Так оглушен гранатометчик. Это очень хорошо. Вжухаем, соответственно, вот так вот, да? Теперь уже можно попасть и по дроиду. Отлично. Ну, это предпоследнее уже в живу, друзья. Взрыв. Офицер должен... Да, офицер погибает. Это ерунда. Вот это не ерунда, нифига. Свободный выстрел у Дмитрия есть. Он начинает с него. Можно было, конечно, с тройной сразу зарядить туда. Но, мне кажется, лучше там с пистолетом как-то... Короче, добиваем Мэка, скорее, с хорошей вероятностью. Да. Минус Мэк. Дальний там Мэк живой. Безориентированный, но живой. Снайпер его не видит, да, ведь? Не видит из-за машины. Ну, расчет на Рейнджера. Только он должен вот сюда пробежать. Потому что только так он и видит его. И то вероятность у братка попадания... Может, десяточку сразу же? А, давай десяточку. Что-то тянуть-то. Там три хита нужно снять. Добро. Мэка ушатали, лут их увидели. И увидели, и услышали. Я бы тейкой тоже подошел. Потому что у него в жоп последний. И ей как бы нужно подтягиваться. Да и ей гренки нужно тоже кидать будет в змей. Зажигать их. Этот оглушен не столь приоритетен. Это вот только ленивый не убьет. Я, наверное, тейкой просто... Подроиду ради экспы. То есть снайпер гарантированно ушатывает. Так не хочется сглазить. Но мы с вами идем прям очень четенько. Прям четенько, четенько. Овервотш на следующий пак. Но что-то тут не угрожает. Тратить выстрел зачем, если можно? Ну, сейчас змеи должны стянуться. А вот Эйвак. Кот. Кот пытается дверь открыть. Тебе же предлагали выходить. Такой кот вообще. Обормот. Сейчас уже нужно подходить под выстрелы. По вышке, короче, чтобы стрелять. Я не вижу нормальных мест. Только вот... Какая ересь, а? Может реально снайпера передислоцировать. Вообще Аркаша отсюда... Мне показалось, что отсюда я мог стрелять по вышке, да? То есть если мы Аркашей сдвинемся куда-то... Аркаша вообще лучше не подставлять лишь. Так, ладно. Здесь стейка может... Зажечь того. Гарантированно... Ушатает. Но это не проблема. А в Эмарии, я думаю, надо пулить пак. Потому что... Ну а что? Псих и в Африке псих. Смотрим. Ой, тут же Архонт еще. Архонт две змеи. Заморозочек ориентировочно от Аркаши в них должны лететь. Хотя бы в пару. Либо все взрывать, опять же, к чертовой бабушке. Учитывая то, что здесь и стенки, и эти... Да, у кого там осталось... У Тейки, да, остался последний вжух? Сможет ли? Тейка хреново тут стреляет. Разве что вот так вот, чтобы машину еще... Я хотел бы просто еще стенку слева снять. Через приказ можно это замутить. Вообще тут серия напрашивается у снайпа. Почему нет? Поехали. Ушатываем левого, чтобы не надо было тратить... Можно в тылы вообще с найпером полететь, как я хотел сейчас икаром. То есть если мы про... Подсветим, то мы можем с фланга двух змей штурман... Шибануть. Скажем, вот сюда вот. Выйти к ним. Одна флангуется, вторая флангуется. Вопрос достанет ли икар. Там вижена нет. А здесь будет фланг? Тут вижена не будет. Да, и ваг тоже надо перебросить. Тут я только... Архонты вижу. Но я могу поближе подойти ее, в принципе. Псих, конечно, вообще ничего не может. Можно серию выстрелов Вархонта. Можно убить его просто сразу же. Не, мне не нравится ситуация. Можно в мели ворваться вообще-то. Можно заморозить двоих. Мне кажется, так надежнее все-таки будет. Подходишь, морозишь, змеюку одну ушатываешь. Так? Или все-таки так? Сложно сказать. Так, помнишь, что у тебя серия, которую ты... Получается, что зря ее узнул. Или подсветишь. Вот давай кем ты можешь подсветить. Ты психом можешь подсветить. От него проков все равно немного. Просто нужна разведка. Поехал. Да-да-да. Тем более подсветили. Отлично. Теперь ты теоретически можешь прыгнуть чуть дальше. Сюда вот куда-то, да? Икаром. Хренас два. А, вот сюда можешь прыгнуть. Ой, даже будет вижен по змеям. Как? Раз-два, будет вижен по змеям. Нет, он врет. Он врет. Он врет. Нагло врет, он не показывает. Я не могу сюда выйти, поэтому... Я хотел бы на угол. Фух. Я думаю, нужно шквалочку делать просто. На дальнюю змею. Подходить. Поэтому... Надо всем подходить, чтобы передатчик было проще уничтожить. Вызов рейнджера два хода поближе, пожалуй. Вот сюда, куда-то. Заморозка на двоих и шквалка на одолен. Это не факт, что я ушатаю их. Ну, рейнджер, конечно, поможет после шквалки. Главное, чтобы был вижен. Так будет вижен. Делать ли халявный удар или не делать? Делать? Он же халявный. Да, только ты там сплэшем же задеваешь. Ты можешь колонку просто уничтожить. Лучше архонта ударить тогда. Там же вокруг еще земля дрожит. Ой, да ладно. Я что-то трех мог замор... Нет, не мог. Или мог. Не, не могу. Было похоже, но нет. Так. Это миссия на... Уменьшите силу адвента на двоечку. Dark Event. Снайпер опять ступит. Думаю, че ему, как ему? Шквальным огнем ушатывает половину хп, а больше половины хп у дальней змеи, давая рейнджеру повышенную вероятность. Ой, зажег же еще. Я же забыл, что у вас... У вас халява. А почему такая вероятность низкая? Не понял. Высокое крыти... А, там же она в фулкавром стоит. Размораживать архонта не хочется. Тейка побежит за этим... За Лутецким. Может взорвать? Тоже разморозить можем. Да вот эту штуку взорвем. Вжуха нет змеи. Можно пострелять, конечно, но... Это конец серии. Ладно, давай взрыв. За который сидит эта, не надо. Лучше по архонту давай. А у меня случайно не зажигательница в патроне? Зажигательные! Ой. А, он замерзший. Нет, все нормально. Он замерзший, но горит. Это норма для икс. В чем он? Вообще под крепость должна уже идти. Вот это плохо. То есть, да, я, конечно, передатчик-то... Бла-бла-бла. Да, я вредителя там... Сделаю нахват и тяну, но это уже опасно. Над товарищами с самыми мощными пушками стрелять по передатчику. Более того, наверное, даже надо скомандовать. Я не вижу отсюда передатчика. Вот в чем проблема. Прям фейл-фейл. Думай. Ты можешь заморозку вторую потратить. Твой приоритет это передатчик, конечно. Ну, там передатчик ты в один ход не ушатываешь. Потому что надо разбираться с этим. То есть, отступать, взрывать вот эту хрень. Роланд! Так, надежный просто. Сто процентов, сто процентов. Надо, наверное, снайпа и кармы переводить. Им стрелять по этому... По передатчику уже. Его желательно переводить прямо вот в... Может, я смогу? Может быть, я смогу все-таки? Не, погоди, рано. Перезарядка. Это уже не проблема добить. То есть, проблема с передатчиками. Вмешательство остановит... Закончить этот ход для... Для Аркаши. Я сделаю, пожалуй, получай. Замораживать этих я не буду. Я их ушатаю. А вот вредители я, пожалуй, сделаю. Ложили подкрепы на ход. Не достаю, я просто не достаю. Племетчиками. Им как-то не странно... Нет. Им надо тоже подходить. Подходить. Не так сильно, но стрелять. Двойной по... По вайперу. Ушатываем его. Здесь, скорее всего, надо подойти вот так вот. Нет. Кому-то ики стрелять. Тут в один ход он скоро все. И можно шатнуть снайпом реально. Всеми остальными пострелять по... Да, давай лучше так. Не буду пока икара тратить. Она просто гарантированно его ушатывает, в отличие от остальных. И это прям... Сейчас у меня есть даже два хода. То есть, этот частично, да? То есть, я могу подойти уже и пострелять, например, рейнджером. Могу тейк и пострелять. Поехали. И в следующий ход, получается, подкрепа не будет. Блин. Невятка. Да, нормально все. В один ход уложимся. Икар, не икар. Давай. Да не без разницы, в общем. То есть, реально без разницы. И можно икар, и дым кинуть на будущее, типа. Не, не надо ничего делать. Просто пропускай ход. Так, эвак есть. Подкрепа в этот ход нет. А вот следующий придет, но он и действовать не будет. Поэтому все вроде нормальным у нас с вами. Я на пулеметчика рассчитываю, на самом деле. То есть, пулеметчик двойным выстрелом тут ушатывает лучше всех остальных. Да, только у него двойной выстрел в КД. У него есть тройной. Возможно, стоит через приказ это сделать. То есть, подходит пулеметчик. Аркаша отходит на эвак, например. Крит попадания. Давай, получай. Делаем еще разок. Потом приказ. И пулеметчик тройной выстрел. Сейчас должен быть урон, типа. Ну, под 50, короче. 24-45. Посмотрите, сколько сносят. И главное, он не промажет. Но он не промажет. И это дает всем остальным спокойно подходить. 14? А, все, убили. Все. Изи. Все остальные вак. Ну, и вак овервотч. Можно там как-то так. Снайпер тоже овер встает. Да, приказ классная штука, конечно. Появляется пак. Ну, шкуру мутона я бы взял, но на таких миссиях трупы не достаются, поэтому никак. Возможно, чуть-чуть экспы дадут, но люди не попадают просто. Овервотчер. Овервотчер. Нормально. Можно их ушатать, учитывая огромное количество этих. Но у них даже овервотча нет. Их не за что шатать. Понимаете, не за что. Тут икар. Сразу на ивак. Нет, это для снайпера тему. И даже апгрейд как бы не нужен тут особо. Я, наверное, сделаю огонь души. Леммингу, чтобы прокачаться лучше. Ну, потому что... Что-то дают за подкрепом. Что-то дают. Там как раз два хита товарища оставили. Вот. А на крупных миссиях, представляете, снайпер, который может... Ой. На, скотину. Снайпер, который залетает икаром на свободном действии в тыл всем и делает серию. Просто вот тут. Вообразите, что можно делать. Ниндзя подсвечивает, куда там лететь. Ладно, забей. Миссия выполнена, несмотря на то, что в первые же полдействия нас спалили. Но изи. Без ранений, без шансов вообще. Состав прекрасный. Ну, правда, там было три на прокачку или двое на прокачку. Псих, Фомбич и Тей не максимальные, насколько я помню. Вот. Но зато была Аркаша, зато была Арапонга, зато был пулеметчик Диэн. Прекрасные бойцы, много умеют. О, забанил бессрочность. За что, интересно? Что? Шнобель у тебя. О, хорош. Шнобель. Обожаю я пацанов, которые обсуждают внешность. Это просто... Ты сразу задаешься вопросом, это мальчик или девочка? Непонятно. Есть повышение у перспективного психа. Кэш данный гиперчувствительный зрачки. Так. И надо в псилабы сразу эту подругу запилить. Интересно, какое у неё там... Ну... Ну, это издевательство какое-то. Слишком долго. Да, там в два раза меньше будет из-за учёного, но... Давайте слияние душ. Ходовая штука. Раньше там по два дня учили, просто сейчас минималка неделя уже второй раз. Так, плазменное копьё делаем. Панцирные бронеплиты очень важная штука. Пять дней. Я не знаю, сколько у меня... Трупов мутонов. Гвардейцев. Один. Класс. И сейчас типа мы на рейд идём. Чтоб не затягивать якобы. Дождаться ещё можно Петра, но это не обязательно, потому что Пётр и Аркаша это братья. Они по обилкам одинаковые. А больше я никого не дождусь. Так что надо лететь прямо сейчас. Чтобы было больше времени на рейды, на проникновение на рейды. В смысле на эти, на колонны Адвента. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Два дня, четыре часа. Давайте посмотрим. Попробуем накидать отряд сюда. Жалко, кстати, браток рейнджер не прокачался на прошлой миссии. Может быть стоит его взять сюда. Безусловно, мы берём Алиску. Человек, к сожалению, незаменимый. Берса перестаём брать, потому что Лука. Занимает его место с огромным количеством обилок. Аркаша незаменимый, учитывая то, что Пётр... у нас ранен. Фейрлорд уступает место Рапонга. Потому как... Кстати, у Рапонга то что с меткостью? Спрятие плюс 5. Неужели лучше модуля у меня нет? Да, я там отдал модуль, к сожалению. Ладно, разница не такая большая. Оставим Рапонгу. Потому что она уже Так, беру Психа-Пуха. Не факт, кстати. Беру Диана, беру Фоллона. Обязательно. Искру, я не беру. Потому что она на прошлой миссии не подлечилась. Это два хита всего лишь. Рейнджер 110. 101 точности. Напрашивается Зефирка с двойным выстрелом тогда. Холли вряд ли. Можно, конечно, Ниндзю взять. Аспирант. Хорош. Места все равно свободные есть. Видите как? У Холли, кажется, У Холли, кажется, все-таки... Не, у нее нет ничего. Там и Вамария, но она ранена. Это хороший племянчик. Че-то фиговый отряд. Ладно, я возьму братка, рейнджера. Потому что плазменные винтовки есть, и его как бы надо качать. Потому что не по способностям. Да. Может, лучше вытащить? Не, не надо вытащить. Может, вообще двух снайперов взять? И Зефирку, и ФЛ. В три снайпа. Не, 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 не. Ладно, берем, берем этого рейнджера. Зажигательные есть, абсолютное спокойствие есть, точность неплохая. Поэтому прорвемся. Снимаем все лишнее. Изымаем оружие. Снимаем моды. Фух. И проходим. Проходим по каждому. Надеюсь, бронеплиты усиленные я скоро заменю. Гремлин. Гремлин надо посмотреть. Я могу Гремлина попробовать с третьего сделать. У нас предметы. Это у нас оружие, скорее. Голографический указатель, кстати, есть. Есть еще бластерная перчатка. Но это за труп мутоном гвардейца. Вообще, стоит, наверное, взять в луке. Да, давай. Раковина привратника. Еще не могу все усилители сделать нормальные. Так, хорошо. Пока... Пока помню. Луке. Луке даем стандартный костюм, обязательно плазменную винтовку и бластерную перчатку. Оооо. Урон 4.11. Ну и ее, собственно, бластерная бомба, а не ракета. Бластерная бомба, насколько я понимаю, не мажет. Так, ему обязательно плазмопистолет. Ему обязательно зажигательные. Он стрелок покруче многих. И, конечно же, защиту. Пока так. Верный прицел, бомбардир. Пока оставим побольше светошумов, да? Раз, два, три, четыре. Психу проще. Ничего, защита не рахлыст. Тут особо не не придумаешь ничего. Вроде костюм все-таки. Пока гауссы дам. Улучшенный Пси. Штурмовая. Хотя ему лучше, на самом деле, бластерная установка. Потому что он не всегда может... О, дымовую гранату можно, кстати, улучшенную взять. Давай-ка возьмем. Смотрю, с перерывами Лука оправдал на... Да, Лука вчера себе превосходно показал. Ну, то есть он, он дикий. Он дикий. Он полезен как ракетчик. Он встречает на оверах. Он пистолетным полностью выкачан. Причем в сочетании с вот этим вот патроном он просто творит чудеса. Да, давайте лучше ему сразу все выдадим. Элитная настройка спуска. Элитный расширенный магазин. Элитный приц... Не, не факт. Ладно, мод автозаряжения. Элитный прицел может быть. Но ему как раз вот в отличие от рейнджеров это не так правильно давать. То есть рейнджерам как раз элитный прицел нужны. И снайперам. Зачем тут элитный лазерный прицел? Нужен просто элитный прицел. Вот. Это вот топчик. Следующему рейнджеру тоже винтовку выдаем. Кажется, винтовки там закончили. Нет, плазменная есть еще одна. Боевой костюм. Обрез пофиг. Пистолет произвести. Плазменный еще один. Он стоит копье. Плазменный пистолет третий. Штадин у Луки и у двух рейнджеров как раз получается плазменный пистолет. Плазменный пистолет главным образом для свободных действий в сочетании с патроном они великолепный результат дают. Тут тоже элитный расширенный магазин, элитная настройка спуска, элитный прицел и модифицированное автозаряжение. Пусть так будет. Хорошо. Ниндзя. Ниндзя надевает костюм кобры. Ниндзя берет пистолет-пулемет для маневренности Гаусса. Берет термотопор. Опять же защиту. Улучшенный хранитель теней, который, кстати, можно афнуть, но он дикое количество материалов стоил. Я им крайне редко пользуюсь, поэтому решил... Ну, я его не очень уважаю, если честно. Так, ниндзя приблизительно готов, ему можно дать стандартные моды, но это как бы так. Не столь это принципиально. Готов, готов, готов снайпер Зефирка. Учитывая его двойной выстрел, ему лучше, конечно, настакивать темы с ядом, потому что огонь не стакается, а вот яд стакается. Берем снайперскую винтовку, берем броню надзирателя стандартную. Можно сделать биографическое целюказание, учитывая то, что он очень часто будет убивать, если сверху будет, ну, находиться. У него как раз урон по цели прекрасный. Соответственно, ему нужно сделать дымовую гранату и целеуказатель сделать получше. сразу третьего тира обломки Андромедона. Е-мое. Дымовая бомба вторая. Все, 10 материалов стоит. Давайте еще одну сделаю, там третьему снайпу нужно будет передать. то есть, тебе мы выдаем дымовую бомбу халява и голографический целеуказатель добавляет плюс 20 к меткости при стрельбе. Видимо, первый 10, второй 15. Не так сильно растет, кстати. Но ок. Учитывая то, что он, как правило, стреляет по по одной цели вообще ему нужен элитный прицел. И вот расширены магазины. Ладно, элитный приклад ок. Зайдет. Ему нужен все-таки прицел. Учитывая его точность, ему хватит, я думаю, модифицированного прицела. Давай, расширенный магазин. Или все-таки на овер его. На овер не нужно, если ты элитный приклад, тебе овер не нужен. Ты выбираешь, что тебе нужно. Ладно, ставь так. То есть настакиваем вдыщ-вдыщ. Вот будет хорошо, когда будут винтовки тоже с четырьмя столотами, если оно так же будет работать, как и прекрасно. Так, пух. Пух, что у нас? Пух-ла-пух. Ему стандартные моды. Вот элитную настройку спуска надо посмотреть, кому отдать. Ну, алиски, понятное дело. Рейнджерам, понятное дело, кстати. Если у них там не... Рейнджерс... Вообще тебе мод нужно было поставить. Четвертый ты забыл. модифицированный прицел лучше. Кто у нас там с двойными овервочами еще кроме Алиски, кроме Рейнджера одного только, да? У Рейнджера все нормально. Элитная настройка спуска. Окей, тогда Алиски даем винтовку. Скорее всего произвести надо будет, потому что, опять же, у нас добавился Рейнджер и, соответственно, не хватает винтовок. Ну, Лука два Рейнджера и спец. не заканчиваются ли там какие-то предметы. Не знаю, не могу это произвести уже. Так, что будем надевать? Боевой, наверное, да, костюм. Гремлин второй, сколочная пушка. Тоже тут зажигательные, лучше все работают. Лучше все работают зажигательные. И, конечно же, аптечка грейжная. Бур не беру и помещается просто. здесь элитная настройка, элитная расширение магазина обязательно. Элитная настройка спуска. О, мод заряжения получается, да? Да, мод заряжения и мод прицел. Так, так сойдет. Так, Алиска там с защитой специально. Хотя ей можно было бы на самом деле. А может рейнджеру тогда взять броню на овере? Рейнджеру вместо ультравосприятия, конечно, не надо, нет, 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 нет. Может быть второму рейнджеру, молодому рейнджеру поставим модуль на овервотч, не гиперчастительные зрачки, а чтобы у него внимательность была, защита броня. он будет впереди стрелять и стоять будет на овере. Да, давай пока так. Двойные выстрелы я, как правило, не буду им делать. Итак, снайпер с каким армором? С армором без штурмовой пушки ок, голографическое дым пойдет. Рейнджер штурмовая пушка отлично, ниндзя в этом вжух-вжух рейнджер с осколочной пушкой хорошо, осколочные две ракеты, осколочные снайпер с икаром. Кажется, пулеметчику можно дать лучшим. Элитную настройку спуска, например. Но он не овервотч, но ты, вот в чем дело. Ему как раз он как раз стреляет, стоит и стреляет. Ладно, вроде нормально. Дымы хотел поменять. Да, можно дымы поменять, собственно, снайперу дать лучше дым. Они дешевенькие, но остальным я вроде поменял уже. То есть у нас масса светошума, пара заморозок, есть пара дымов, страховочные аптечки я не вижу у психа, кстати. Потому что у него дым. Кому можно дать страховочную аптечку? Ниндзя. Он редко выходит из инвиза. Только надо произвести эту получше аптечку. У меня подозрение, что она тоже будет стоить. Да, кристаллы лирии один и двадцать баксов. Эффективность на пятьдесят процентов возрастает. Все, вроде готов. Готов, готов, готов. бронебойные бронебойные патроны уже не берешь снайпом. Ну вот, на самом деле можно взять крит рапонга для того, чтобы попробовать с икарм для серии. Для серии все-таки выгоднее патроны коготь. Доп крит, доп шанс. А зефирки взял отравление исключительно из-за того, что он дважды бьет по цели. Поехали, ладно. Наверняка еще что-то там недоприготовил, но три армора поставил, эквип дал, пушки дал, апы вроде раскидал, у всех защита есть. Всего понемножку есть. А сколько здесь сил адвента? Шесть. Опа. Нет, сохранимся лучше. Вдруг сейчас будет пул какой-нибудь или баг. Коготь урон при крите и шанс крита. И то, и другое он дает. Он десяточку шанса дает и единичку к урону крита. Там написано справа. Хорошо. В преддверии получения плазменного оружия да и вот-вот появится защита мне нужны мутоны. Будем радоваться любому мутону гвардейцу вот этому элитному розовеньку. Любой розовый мутон должен вызывать у нас прям радость. О, у Рапонги серия. Да, Рапонга это замена нашему фаерлорду. У Рапонги серия была на прошлой миссии. Я даже серию врубал. Какая вероятность, что сегодня финал, я не очень слежу, но хотел бы финал посмотреть. Сегодня вряд ли финал. У нас рейд, две колонны адвента. Исследование, конечно, идет по финалочке, но, скорее всего, после этого надо будет еще проект сам аватар исследовать. И я не помню, как там по оригиналу, если изменят относительно оригинала. Я стараюсь в принципе ветку не откладывать по основному квесту. Как в эту факту отправились, так все в зале теней мы друг за дружкой исследуем. Я там нафейлил с миссией пока револьвер склянку не вытащил, но дальше было все ровненько. Вижу возвышение прямо по курсу. Это неплохо уже. Так, машина. Тут вот эти вот будки стрёмные. Хорошо. Хорошо, что не спулили. Мне возвышение видимо было не там. Возвышение видимо было сзади. Типа, да, вот эти вот горы отказали. Что плохо? С одной стороны хорошо, что я далеко от поезда. То есть скорее всего скорее всего мне не надо ой, там кто-то уже есть. Змейка, ракетчик. Короче, я вот в этот угол буду стремиться. Правда, тут с каверами реально такая засада. Машина не считается. Ёлка, ёлка, ёлка. Ну, а влево это к поезду. Это еще выше вероятность паков. То есть там плотность паков выше, как правило. Так что давайте просто уходим не начало в угол, смотрим, как будет вести себя те паки. Так, аркаша, аркаша, аркаша. Главное, вот сейчас не спуль, как в прошлые разы сперва. О, тут и копье, и черный разлом. Пух, там псих, конечно. Тренер. На полный ход это сейчас промахнулся еще с перемещением. Да, здесь врагов близко нет, так что можно подойти чуть-чуть. Диме-то хватит и полу кавера на самом деле. подойдет поближе. А вот и пак. Даже два, кажется, судя по количеству. Ой, снайпер не на возвышении. Это очень плохо. Даже два снайпера получается не на возвышении. Это беда. Ниндзя, вперед. Кого-то еще увидел, видимо, второй пак, который... Да, о, емае, там просто... может, даже и три там их. Есть плюс вот отсутствие большого количества фулкаверов на старте, это то, что снайпер будет работать очень хорошо. То есть, они встают фулкавер-фулкавер и видят всех. Потом моя задача вот посносить все вот это вот добро и самому как-то еще найти эти самые, блин, каверы. У Луки вот не хватает низкого силуэта. Так у него вообще все хорошо. Ему нужно вставать прям в одно там конкретное место. Не двигаться, потому что у него есть бонус, если он не менял позицию. Спробовать новую бластерку? Так это мы пробовали уже бластерку. давали бластерку. Просто там урон будет повыше. Стандартная перчатка с ракетой, только вместо ракеты бластерная. Братку тоже нужно фулкавер. Но сюда уже мега опасно идти. Аспирант-то может, но в этом смысла особого нет. Алиску бы еще поставить за фулл, так чтобы она еще видела народ. Наверное, я ее здесь оставлю. Хотя Алиске, учитывая ее тоже стража, не хочется ее держать там в группе на задворках. Смотрим, как ведут себя эти два-три пака, куда идут. Страшновато, конечно, когда не удается снайпов поставить правильно, когда у тебя сразу два-три пака на старте. Хорошо не спуленных еще. Это прям замечательно. Обязательно заморозки, может быть, даже два пака попробуем заморозить, учитывая такую высокую плотность. Заморозил, вжух, вжух. О, ёпрс, цт. Да уж, да уж. Там еще секноподы есть, или мэк, или секноподы. Да, меня уже перекрыли. Так, ну чего? Без чего? Подходи, ниндзя, так. Ты видел дроида, видишь, дроида? Просто, чтобы вижена было больше, чтобы я остальными мог. Вот сюда, например, проверить, могу достать. достать или не смогу. Но следующий ход мне не пулит. Снайперы видят всех просто. Моя задача сделать так, чтобы овервочинты и товарищи типа рейнджеров были все рискованно. Даже так подходить рискованно. А стартовать с не фулл кавера это, конечно, провал. Не, можно, конечно, дымом закинуться. Можно закинуться дымом. закинуться. Сейчас закинуться. Алиска еще никого не видит. Она, кстати, должна быть одной из тех, кто должен быть на первой линии. Ну, мне катастрофически каверов не хватает. Вообще, она отсюда будет видеть, я уверен, потому что они же прямо по курсу пойдут. Не хочу я сюда идти. Я понимаю, что умом я как бы понимаю, что ничего страшного скорее всего не будет, если я подойду сюда. не фланганут, ничего, но что-то мне интуиция подсказывает, что не стоит так рисковать в Overwatch. Надеемся на то, что хотя бы один вот тот пак уйдет далеко, и я смогу начать спокойно заморозки с этого. я еще сильно растянулся, мне покомпактнее было вставить. Если бы каверы нормальные были бы. Эти вроде как уходят, дойдут ли они, чтобы вижены не было вопрос. Покажите сектопода, друзья. Вот они. Да. Стоять, 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 стой! Мы видим, к сожалению, дальних, поэтому, 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 поэтому. Ладно, что, что понять-то? Заморозим мы тут прилично, конечно, весь пак фактически заморозим. Весь пак прям морозим. Прям весь. Может, тогда зону поставим? Ну, Алиске мешать будет вот эта хрень. Машинка будет мешать. Отсюда вообще никого не увидят. А тут ограничен вижен вот досюда вот. То есть, тут никто не добежит. Уж лучше ей. Ей! Овер вообще ставить какие-то? Не, не надо. Не надо овер врачи. Не, вообще можно... Не, не надо здесь. Где там с тремя оверами рейнджер? Тоже руки молнии могут пригодиться и штурмовая пушка, учитывая артиллерийский, тоже может пригодиться. То есть, я без оверов вообще начинаю быстро развертывание раз. Ой, такой пак жирный. Просто. Ну, не только он. Спулем еще второй. Сектопот не мерзнет. Мерзнет Сектопот. Просто он мерзнет на меньшее количество. У него типа три хода за это. Все мерзнут. С Богом, друзья. Добрый день. Эти ничего, эти пулятся. мне вот все вот эту хрень надо сносить просто. И против этого пака, и против будущих пака. Сейчас сюда ракеты осколочные должны лететь. Щитовика ушатывать желательно. Снайпы должны тут все видеть. Щитовик вообще молодец вперед пробежал на баз. Это подходит опасно как это. Ладно, хорошо. С чего мы начнем? Начнем мы с Луки. Один на один у него есть. Ой, один на один, посмотрите, какая классная штука, один на один. Так, давай для начала ты кинешь рокет, например, или бластерка, и вот так вот каверы... Задача снять каверы. Нет, бластеркой не надо начинать снимать каверы. Подожди, бластеркой ты можешь выбирать, какие каверы снимать. Поэтому давай-ка ты лучше. Начнем с осколочных. Вообще все можно снять. Вот такую вот линию провести. Мне нравится. Поехали. Артиллерийский тем более, то есть у меня половина хода. Вжух! И нет, каверов у четверых уже хорошо. Сейчас вот кем-то вот туда вот еще, вот туда вот еще, вот на тех четверых. Есть браток, браток не артиллерист, браток нубас. Есть фолон, фолон не нубас. Фолон может артиллерийский, но он луке помешает. То есть ему нужно типа подойти вот сюда вот и вжухать на четверых. Давай. Что, еще кого-то спунил? Да ладно! Нет, просто лаги. Это просто лаги. А, у тебя же еще три овервотча. Погоди, погоди. Может Аркаши тогда? Чего он? У него нормальных тем. Вообще можно сделать получай. Раз уж тут пошла жара. И на оставшиеся полухода сносить... Сейчас такое унижение будет, ребят. Сейчас вы просто увидите, что лука творит. Так, давай-ка побольше каверов. Тебе пофиг на то, что ты урон наносишь. Нужно просто каверы сносить на будущее. Поехал. Вжух! Вторая осколочная. Ой, сектоподы еще разрывают Так, лука, лука, я очень... Можно и серию снайпами, но я хочу простым способом. То есть ты можешь выстрелить раз, ты можешь выстрелить три раза в одну цель. Кстати, верным? Верным? Руки молнии по кому? Слушай, ты же еще броньку разфигариваешь. Давай-ка по сектоподу. Ну, хотя ты и так, и так броньку один на один по сектоподу разобьешь. Давай, у кого брони много еще. Там щитовик был, но щитовика кажется ушатали. Да ладно, короче, давай по сектоподу. Руки молнии раз. Считайте, просто один человек что делает. Считайте урон кто-нибудь, ребят. Крит 9 зафиксировали? Вот кто, кто, кто готов посчитать урон? Верный огонь. Поехали. Да, я не нубас. 7, 10, 4, 7, 10, 4. И это еще не все. Сейчас будет самое сложное. Готовы? Вы готовы? Поехали. Я буду стараться озвучивать. 6, 6, 12, 10, 9, 10, 6, он же сейчас зажигается. 12, 11, 6, 10, 10, 10, 8, 7, ну 4 короче, 4, 4, 4, не считаем броню, 11, 8, все. Итого, тут люди просто уже не живые, хотя по ним никто кроме него не стрелял. Ох, вот это да. 170. Офигеть. 170 пистолетный выдал. Да я в шоке просто. Тут как бы они эти заморожены будут. Тут еще горят люди. Некоторые. Кто-то замерзший. А, нет, слушайте, не действует реально. Огонь не работает. Ну, было бы вообще халява, если бы работало. Да, огонь не работает на 1 на 1. Тут копьем хорошо заходит реально. Я бы вот этого как-то шатнул. Мы разберемся. Давай что-нибудь такое халявное, но мощное. руки молнии. Не, я не хочу осколочную тратить, понимаете. Я лучше возьму реально вот так вот копьем. Вжухну, пухом. Тут как раз они выстрелились. Смотрите, как пуха. Такое уничтожение просто. Пух такой, вжух. Смотрите. Раз, три, четыре, пять. Минус пять человек. Походило четыре человека из двенадцати. Врагов осталось шестеро. И все они ранены. Так, ну ладно, здесь у нас двойной выстрел, скорее всего. Или подрыв. Может подрыв лучше на этого? Да, давай лучше подрыв на этого. Что он действует как бы полноценно, он сидит под кавром, в отличие от остальных, и как бы его надо ушатывать. Тут овервотч, скорее всего, будет. Тут браток. Браток, браток, браток. Ладно, дебютом попробуем. Зажег. Зажег, зажег, он труп. То есть, можно вставать на овер. Хорошо. Нельзя, стараемся не палить. Еще ж снайперы. Но их тоже лучше на овер оставить. Короче, здесь я буду руки-молнии тратить на тех, кто на тех, кто ваншотается. Это тоже с хорошей вероятностью, если крит. давай не будем. Ракетчику лучше раз руки-молнии. Такое унижение. Вот рейнджеров. Я для себя рейнджеров открыл, особенно с огнем, и они прекрасны. Так, его тоже лучше на овер поставить. Вот его как раз им самое главное на овер поставить. Что-то не овер в очередь, извините мне. Но с этим надо что-то делать. Двое-то будут заморожены, а вот всегда под это надо ушатывать. Давай, все-таки зефиркой двойной выставок по нему простые всем. Ну, а чего? Там урона прилично нужно. Лучше больше оверов оставить. Раз. И два. Добивай, добивай, добивай. Молодец. Сыктопот минус. А, еще же боевой азарт. Всем про него забыл. Я бы Алиску подвел на самом деле. Как бы под будущим овером. Да, давай лучше так. Потому что она там вообще ничего не делает. Остается у нас ниндзя и этот. Эти будут еще заморожены, а этот действует полноценно. Поэтому снайпером мы ушатываем последнего из оставшихся. Причем максимально старался ставить на овере пацанов. С двойными, с тройными овервотчами. Как бы ход пропускаем. Разве данные там фармятся, трупы? Эти замороженные догорают. Лут надо ниндзи надо было все-таки брать. Хотя я не мог уйти из-за того, что они мне перекрывали, а призрак раньше времени не хочется использовать. Сюда дым напрашивается, слишком много полукавера. Нинус 14, спасибо большое. за то, что считаетесь трупом. Хотя вот тут фулкавер приличный. Еще 5 паков осталось. Это только начало. Но начало хорошее. Мне понравилось. Так, Аркашем в принципе может действовать свободно. то есть у него как раз нет таких тем, что о боже, надо вставать на овер. Он офицер, гренадер, дистанционщик, дистанционщик. То же самое с психом. Поэтому давай-ка мы пухом будем стрелять. У него ни точности, ни обилок. Алиске-то надо. Ну и тут Диан хорошо стреляет, потому что он попадает и не заканчивается у него прекрасная точность. Я думаю, что лучше оставить на овервотч, чем... Хотя какая разница, ты же все равно его убьешь. Любой выстрел его убивает. Все, ушатали два пака, сейчас ниндзя идем за лутом. Аккуратненько, только аккуратненько. Ой, как же, как же здорово инициировали, Как здорово инициировали. Лучше подождать, я думаю, ход. Тут фулкавер, тут фулкавер тоже двоечка есть. Правда, вот сюда можно встать. Раз, два, три, четыре. Не, мне кажется, лучше вот сюда встать, перенислоцироваться уже. Мне нужно от дальними уходить, получается, да? Лукаш, Лукато на месте. Не, ладно, давай попробуем здесь все-таки отыгрывать. Попробуем здесь отыгрывать. браток. Да, давай подставлю чуть братка поближе, потому что у него как раз Overwatch дополнительная там защита и броня добавляется. Вот, снайпы, овер, конечно же, ты пока ждешь. Жовер, просит Ивак. Да ладно, чего Ивак? Видите, как унижают люди? И тут такая поляна нападая, вот это очень хорошо, когда... Еще один плюс за то, чтобы не сдвигаться куда-то. Не нужно чистить поляну. Будем ее усеивать трупами, уберем вот эту вот штуку. Может, слева там что-то почистим. Бластерны есть, осколочные есть, а всего две осколочные потратил на первых двух паках. Так что все хорошо. Начнем мы с лута-нинди. Боевой азарт, модифицирован настройка спуска. Боевого азарта там приличный. А вот и пак. Not bad. Там артилле есть. Вот, вот что меня настораживает. Не хочу я уходить слишком места не очень. Хочется подходить по крайней мере под дым подходить надо. Будем ли мы зоной пытаться их ловить? Это аркада, конечно, та еще. Вообще, не было бы аркады, если бы я подошел, если бы я поставил снайпов на овервотч, они бы спулили паки, паки побежали бы на зону. Это вот хорошая тема на самом деле. Но, к сожалению, такой опции мне нет. Я рассчитываю только на то, что они на меня идут просто. Из-за шума. Хотя я могу туда закинуть сейчас бластерку. Она же там на рейндж, на сумасшедшей. Во! Вот эта тема. Что, пока они все в куче. Хороший урон in the zone. Только я сейчас еще поставлю снайперов на овер. Что-то там подрезали. Луку на овер. Только страховку оставлю в виде пашевых на овер. Страховку оставлю в виде светошумов. Фоллана без... А, нет, фоллана не на овер. Вот аркаша нет, псих нет. in the zone. Прекрасно. Давай. Интересный план. И пух закидывает бластерку туда. Сейчас должна быть такая жара, капец. Поехали. Бластерная ракета. 7-9 урон. По всем должно пройти. 8. Ну, где еще урон? Ой, там много крики слышу. Попали подвоим всего лишь. полетел архонт, снайпер начинает работать. Десяточка. 43, да, по архонту еще попади, попадем. Плохо, плохо инициировал, друзья, очень плохо. ГГ опять упал. Бывает, я уверен, что об этом уже знают. они не знают, как будет, откуда движуха идет. Где еще один? Да, главное вот этого ушатать. Не ушатали. Артиллерист не ходит. Ну, еще, там, он должен работать. Это рейнджер, отстреливать. Хорошо. И остальные, кажется, вообще не определяются, куда нужно идти, что делать. Ладно, с Богом, друзья. Сейчас побегут. Ну, у меня МДЗО, но в Рвочи все, все актуально. Просто я плохо закинул бластерку. Надо было внимательнее смотреть рейндж. Еще один пак. Вот это хуже. Маленький, правда, из четырех. Это не... А, и не спулены они еще. А нет, спулены. А, это Архонт летит. Ладно, это Алиска. Попали, зажгли уже, хорошо. Минус Архонт, считайте, на пару ходов. Критому ушатали. Это один из трех Овервоча у Фоллона. Что, еще один пак? Это же не бить ничего. Побежали, побежали. Ближе, 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 ребята. Вот это вообще прекрасно, учитывая то, что у них каверов нормальных нет. Хотя бы достает, блин. Попал. Там броня, защита, но ранение есть у нового рейнджера. Сюда надо осколочную сносить эти каверы, чертовы. Им некуда подходить, вот в чем дело. То есть реально у них нет каверов. Но ранение я уже получил. На двоечку это так, минорка, но опасно. Напрашивается вжух направо, там единственное, нужно им вжух сделать тем, кто артиллерист. Это Fallen. Вот так вот делаем, сносим максимум каверов. Поехали. Сейчас нам дым кинуть, друзья. Не нравится мне эта тема. Вот, смотрите, как они остались, бедолаги. Бедолаги. Нужно по одному пострелять, гарантированно убить. Я не хочу бласт рукой тратить на эту кучу, они и так во многом разбегаясь, умрут. лучше один выстрел и тройной овервач. А, нет, это не тройная овервач, Вась. Сюда дым закидываем на пятерых, да? Поехали. Снайфом закидываем дым. Здесь можно, кстати, психом вот этих вот троих тоже за... Ага. Алиска, скорее всего, лечение и овервач. Можно психом подойти вот на одну две клетки. Тут и под дым получается, и возможно черный разлом мы сможем сделать дальше. Да, есть по всем трем. Урон, дезориентация, возможный контроль. Посмотрим, что будет. Вжух 4-4-5 и эффекты еще. Они после идут отдельно. Да, по кому-то точный эффект есть. Паника. Один эффект из трех. Один эффект из трех. Окей. Так, тут браток видит. Паникующего, к сожалению, только он видит. Но учитывая то, что есть дебют, это единственная цель, лучше его ушатать и встать на овервач. А, я фуланом сделал артиллерийский и выстрелил. Вот в чем проблема была. Так, этот пак лучше не пулить. Они пока еще не знают ничего. Ну, то есть, пока просто на овервач встаем здесь. племенщикам подойду, чтобы было больше возможностей. Не слишком далеко, плюс дым еще. А, фулан, фулан на овере. Все в порядке, фулан, фулан не потратил. Я не вижу смысла сюда прям всеми, всеми, всеми. давай так аккуратненько чуть назад. С Богом, друзья. Это три пака плюс один из четырех человек, то есть, как бы 28 тел приблизительно. Выпускай жнеца, не, не, там же еще столько же врагов. Там еще столько же, жнеца врубаешь и сразу всю карту пулишь. Все, пулем следующий пак. Ну, тут есть овервочи. Мажет один. Снайпер зефирка десятка не мажет. Отравление. Тоже хорошая тема. Офицеры уже с половиной хитов. А там еще Алиса, там еще фулан. Почему они отступают? Дроид летит. Бронебойных, к сожалению, нет. Поэтому мы их тратим, короче, три выстрела целых, три выстрела тратим на дроида. На него еще огонь не действует. Тоже минус. Эти уходят влево. потому что прямо по курсу кавров нет. Этот побежал, но там тоже без шансов. Не промахиваются люди. 91. Следующий, там второй, видимо, еще есть. Пятерочка зажег. Прекрасно. И еще овервоч от Аркаши. Тоже попал. Молодец, порадовал. Здесь все, да? Только вот есть один. Влево. Нет, там кто-то в ханкер сел. Там еще один живой есть. Так, ну хорошо, тут потенциально во фланг мне выходит с одной стороны. с другой стороны и пусть выходит. Такие проблемы. Не хочу я тратить эту бластерку сюда. Хотя тут рядом с машиной. Нет, они же здесь главным образом. Ты же не знаешь, где они там все. Просто оверы. У тебя там и снайперы стреляют, и эти стреляют. Ты можешь сделать единение разумов, если боишься за здоровье крайне левого товарища, которого ранили братка. Накинуть ему там дополнительные дополнительные защиты. Понтя, привет! Сердечко на эти гадость какая. Самому прям. Вот. Остальные мы вставим просто на овер и ловим тех, кто будет подходить. Фоллэну стоит перезарядиться, потому что у меня два патрона, на три овервотч. Не очень круто. Поехали. Сейчас посмотрим, как подходить будут. Этот горит. Ой, отравлен, точнее. Еще пак. Ого, много народу. Блин, и плохо то, что он как бы на себя внимание все овервотча он снимет, блин. Зажгли опять. Зефирка офицера отравил. Ушатали просто сразу же. Но там народу побольше, чем четыре человека. Тут полноценные восемь человек. Да, раз, два, четыре, пять, шесть, семь здесь. Уходят назад. Впереди каверов нет. Просто вот это проблема для них. Реально проблема. Ой, щитовик хорошо, что пошел вперед. Вот это прекрасно. Кто-нибудь, ребят, ну давайте, он спину подставил. Сейчас слева еще пойдет движуха же. Там четыре человека слева. Ой, нет, 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 нет. К тому гранатометчик подходит. Так, ушатали. Пугает мне пацаны слева. Овервотч этот подходит. Сюда нужно заряжать. Да, стреляет, даже если попал там защита. И еще один бежит. Ой, хорош. Алис, скажем, тащит. Короче, сюда нужно греночку кинуть какую-нибудь. И надо дым обновлять, видимо. Так, давай-ка сначала сначала вот сюда вот гренку бластерную, пофиг. Потом руки молнии. Лука сейчас начнет просто разуплотнять опять. Вжух. Сейчас гарантированно минус один, может даже минус второй. Минус второй, все. Я думаю, хватит. Нужно щитовика ушатать обязательно снайпами. Крит 57. Без крита. Но есть еще второй снайпер, который также его стопроцентной вероятностью ушатывает. 88. Там был верный выстрел у одного из ранжей. Кажется, да. 75, дебют. Давай. Не хватит, если он уже зажег просто. Все. Не хватило. Лут еще выпал. Тут перезарядка. Овер. Овер. Протоку помощи надо вязать. Да, потому что сейчас дым упадет, а дым я обновить могу и как бы получается, что браток снова под ударом. Зона скоро откатится. Сейчас должны бежать. Там чистое поле, я не знаю, как они будут выкручиваться. щитовика, слава богу, мы из этого пока убили, там осталось шесть человек. Пять человек, если мы офицера первые же тоже убили, там осталось семерый. Дым обновить. Там снайпер. Ой, вот это плохо. Сейчас все сообразили, что сюда можно. Надо менять позицию немножко. Ближе к машине видимо подходить придется. Можно заморозить там сразу троих. Они стоят настолько удачно, что главное докинуть. Потому что заморозка все-таки не докидывает отсюда. Докидывает до всех троих отличным. Без быстрого развертывания, без фанатизма. просто замораживаем эту троицу и частично передислоцируемся влево. Потому что фланги, 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 фланги. Здесь кавер. Это сейчас не угрожают. на самом деле мне не нравится такая позиция. лукой лукой за фланги. Он видит многих. Но может он сделать один на один. 75, 74, 76, 60, 50. Но с пистолетом будет хуже. А нет, все так же. Практически так же, кроме дальних. Дальних могут помочь, может помочь снайперу шатать. Но только один, потому что может не пожалеть и кинуть этот. Все-таки осколочный. Да, давай Алиску все-таки сюда. Тоже фулкавер. Справа там их нет никого. Так вот жухнусь как-то надвоить на... Плохо. Есть подрыв. В принципе можем попытаться достать. Но вот сюда я не хочу уже лезть. Хотя Дмитрием то можно. Учитывая то, у него укрытие есть. А белочка. Это ерунда. Это ход ты ждешь спокойным. Снайпер перезаряжается. Кстати, он может целеуказание запилить. Кто тут самый опасный? Вот это опаснее. опаснее дальний. Давай тогда голографическое целеуказание по нему. Плюс 20. Для второго снайпа это мы сейчас открываем. Плохая здесь позиция. Плохая. И то как бы сражаемся еще весьма и весьма сносно. Можно Стаси запилить. Так, ну чего Алиской то вжухте или не вжухте? Тут напрашивается подрыв. На этого, потому что правого мы снайпером убиваем. Тут подрыв, чтобы он раз, два, три, четыре пострелял. Лука пострелял пожег их всех чертовой бабушки. Плюс можно еще сделать руки-молнии на этого, на хранителя адвента, чтобы с большей вероятностью его зажечь. Хорошо, попали, зажгли. И сейчас просто один на один по пяти целям поехали. Это имба, конечно, один на один. Раз, два, три. И потому попал еще. Хорош. Только по-левому промазал. но не зажигает. Алиса точно на овер, потому что там один будет точно пробегать. Протку нет смысла сейчас. Так, этот товарищ у нас горит? Не горит. Там никто не горит. Подожди его тогда, чего? В десяточку. Отлично. теперь горит. Вот фолон красавчик. Может подойти, может пострелять, причем пострелять может по-дальнему. Да, тоже не фул кавер, к сожалению, но пистолетные рейнджеры топовые. я не могу нарадоваться еще. Попал, хорош. Теперь можно спокойно вставать на овер, потому что и дальний за дальнего зажгли, то есть тут тройной овер врач, псих подводим чуть ближе. Да, ну-то правда еще пилить и пилить. Давай так тогда. Снайперу я даже не вижу смысла стрелять. А, вот по-кому. Тяжелый гранатометчик, ничего себе. вот кто мне нужен. 70% крит. Давай с критом, а, чтобы его прям ушатать. Есть. Пошел бегать в кросс. Надеюсь через час прийти, чтобы на следующую миссию успеть. Удачи, беги! Беги! Так, здесь наверное лучше все-таки наносить урон, потому что они же этот ход продержатся, а следующие уже будут действовать. Там правда народу масса, и они уже ранены, кто-то там горит, там рейнджером пострелять с палачом это халява. Короче, с богом, друзья. Есть много оверов, эти пока не действуют, этот горит, этот горит, у того один хит, все, забейте, это мертвые люди, мертвые. Сейчас тот дернется, если чуть поближе пойдет, то все. Но еще не все паки, опять же. Кто-то ходит рядом, бутонов слышал милишных. Да, ой, еще там этот, ладно, ну, Талисы. Ой, мимо, мимо, еще, 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 там, если рейнджер второй раз, а, ну да, все понятно, это ракетчик был, кстати. Теперь у него тоже проблемы, видите, этот вперед, назад, и его все-таки успевает Фоланс, нет, прекрасно, прекрасно, еще один выстрел по кому-то, а, поэтому, а чего он, и по кому еще, и поэтому, господи, он просто минус 3 сделал в один ход, просто минус 3, на тройном овервотча, а перед этим сделал выстрел из пистоля, этот встал без пушки, упал, короче, это чертова имба, я считаю, просто чертова имба, и надо ее обузить, вообще, психом подойду сюда, потому что здесь копьем просто вжухается прекрасно, плюс пух, у нас же еще не топовый, правильно, он пух, не брюс, пусть он джуха здесь гарантированно дна убьет, минус 3, чем не слутом делать, он уже пропадет, давайте пробежим, вдруг, остался один нубас, причем горящий нубас, можно точно в цель, но зачем, проще с дебютом в него попробовать попасть, ой, а как ты стоишь, баг, 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 к друзьям, я типа за этим стою, подойду-ка я братком, он видит, но тут вероятность, конечно, не такая высокая, но с другой стороны, что ему делать, ему на оверху уже всех, да, все, ушатываем, овер-овер, берем лут, шикарно, просто разуплотнили, псионика, психом, псионику, особенно обычную, ставить, это провал, потому что ему лучше, конечно, что-то такое дефо, дефовское, о, это место вспомнилось, прекрасно, для фоллона, еще 4 светошума, приказы, море, тут просто в поле, поле, давай нападай, с этими, с, сколько мы, минус 36, о, прекрасно, собираем лут, продвинутая скорость, вот это хорошо, и будем двигаться вперед, только не на этот ход, сейчас проведем ревизию, с другой стороны, я вроде всеми уже посмотрел, у всех, автозаряжение есть, в смысле, халявная зарядка, а тех, у кого нет халявной зарядки, они перезаряжены и так, так что все нормально по зарядам, 36, еще ориентировочно пара паков, 36, пара крупных паков, чем дальше они, тем лучше, естественно, потому что два снайпера будут ушатывать, будь здоров, слышу, топают, прямо по курсу топают, змеи, солдаты, пока ничего необычного, ни шаров, ни сектоподов, пока вроде нет, я предлагаю, так, где сюда, ближе к поезду, прям, да, только, но получилось, справа шаги, справа еще пак, или это багнутый труп, кажется, он шумел до этого, да, здесь багнутый труп, и это валяется, такое бывает, короче, прямо, да, по курсу, без фанатизма, только, вот они, мутон, не тот, который нужен, к сожалению, простые змейки, ну, с эти, с, милишные, вайперы, короче, ни о чем, я встаю на овер, сейчас снайпы их сагрят, гарантированно, там, там их слишком много, хотя деревья есть, но я думаю, что снайперы найдут, да, нашли точку, зефирка вжух, и отравила сразу, мутоном, мэка вижу, ой, там кодекс еще сзади бенькнул, кодекс это опасно, второй снайп, чего, ничего, мэк, ты двашний, гаранатомерчик еще в конце, не, они как-то очень странно встают, снайперы тут, очень хорошо постреляют, по мэку вжух, три хита оставил, гранатомерчик, да, вот и кодекс, окей, еще нормально все, перезарядка, кстати, позиция не очень хорошая, она вот хоть и здесь стоит, но, лучше Алиску, наверное, как-то за пол, все-таки кавер, хотя и овервочем, ладно, давай за полу кавер, лучше просто кого-то поставить, чуть поближе, из нубасов, типа братка, вот сюда вот, можно превентивно кинуть, дым, еще, но пока в этом нет необходимости, я отступаю потихонечку, не хочу, не хочу, чтобы вижна не было, убей мэка, это не тот мэк, который артиллерист, поэтому, еще страшного нет, он не знает, где мы, ну-ка, не там стоит, это мэк, ты двашный, он, как бы, ничего не, не алло, тот мэк, у которого пушка сзади, вот такая вот, снайпер, ну где же, ну и и и моя, ну где, где выстрелы, а там легкий шаг, срабатывает, а вот и мэк, вжух, и мимо, сейчас второй снайпер должен, ну где второй снайпер, эти вот будки мешают, капец, да как так-то, мажи, ну шатаем, сейчас снайпами, конечно, боевой клич пошел, смечет много, надо было мэка сначала стрельнуть, действительно, чтоб не рандомить на овервотч, там такая, так, зефирка ушатывает мэком, может быть мы сейчас и рапонгой найдем цели, которые подставляются под этот, которые там бачком каким-нибудь стоят, змеюки плохо ловятся на овере, потому что они не ловятся на овере, из-за легкого шага, поэтому лучше да, травление, к сожалению, не работает, а, лука здесь стоит, это баг, да, нет, или да, он вот здесь стоит, что-то так не хочется мне проверять это дело, вот его как раз, а, это фолон, какая разница, все равно криво как-то получается, так, как они там, да далековато, в общем-то, можно, в принципе, кроталу с одного ушатать, потому что маскировка все равно есть, какая разница, надо было ближе, вышатывать, маскировочка, хотя сейчас я не понял, почему я смог маскировку делать, потому что, ну, как бы меня-то видит, в конце концов, ладно, ждем, там осталось что, как будто он, сейчас отравление закончилось у него, но он далеко, самое опасное, это кодекс, на мой взгляд, кодекс, да может быть, это, змеюка, именно серпенс, которая, так, поэтому мы, поэтому мы должны овербочить, это вот змея опасна, вообще, бас, так, окей, они в пределах одного, ой, даже вот так, как мы видим, да, я пократалась лучше, потому что, снимем часть хп, добьем с этим, с палачом, проще, 29, класс, там и другого было, 29, это лука и есть, можно в десятку, но я все-таки проверю 30%, вдруг попадем, не буду экономить, лучше в десятку сделаем, и смогу еще на овер встать тогда, хорошо, один раз за миссию, маловато будет, но, но ничего, с одной стороны снайпера можно пострелять, с другой стороны я бы кинул реально дым, в чем дым кинул вот так вот, на алиску, на двух ближних, ближних, поехали, там вероятность попадания 60-70% для начала снайпа, а как бы они уже подходят, зачем не рисковать, смотрим, то есть стрелок, мутон, змея и кодекс, 4 человека осталось, ну и сейчас, нифига себе, ну это конечно подстава, как так-то, класс, минус все оверы, ну почти все, рейнджер, слава богу, попал зажег, а, еще кто-то, племячик, ушатали змею, блин, ну вот это конечно подстава, кодекс, такие группы контрит, а там никто не сможет, верить, где под ударом, хорошо не попало, да, алигат, овервотч, так, я предлагаю врываться просто, в кодекса, для начала, пусть множится, посмотрим, куда перейдет, халявные действия, пора, бах, на тебя, семерочка, вжух, клон и улетел, чуть дальше, вот так все, отсюда надо валить, несмотря на наличие дыма, плюс там овервотч, снять бы овер, на самом деле, дальний, я могу полететь, ты можешь полететь, исполнить еще пак, не знаю, что там кто, 60, 65, 43, десятку еще есть, у кого-то как-нибудь, ты можешь, подойти, проверить, увидишь ли ты его, не увидишь, так увидишь, так, нет, ты можешь его зоной накрыть, вот так вот, короче, ты пробегай сюда, для начала, из зоны взрыва, и дальше накрывай, черным разломом, натянешься, натянешься, главный овер снять, я, перед тем, как разбегаться, всеми, и стрелять, мне, конечно, хочется, для начала, ушатать, избавиться, короче, от возможных проблем, связанных с овером, фух, ну, тут, и убегать-то далеко не хочется, потому что надо стрелять, потому, халявная перезарядка есть, а можно даже один на один зарядить, 45, 40, может, веерным, одного, я, лучше уж, ушатать, 65, чем, да, главное попасть, но есть, снайп, есть, алиска, тут можно, вжукнуть, есть, нельзя, в конце концов, человек, переживаю, низит, там, рубит раз, просто, добрый день, убивая два, снайпы спокойно стреляют, по тому же самому, мутону, и все, какие проблемы, визжи, ушатанные, сразу лук взяли, так, мутону можно дезориентировать, тут, гренка рядышком, элитный приклад, откуда мне эти вещи все, мутону на 68, хорошая вероятность, добро, что-то с левым товарищем случилось, кроме, кроме, поля, знаю, не знаю, тут сидим хорошо, овер, тут сидим хорошо, овер, тут тоже прекрасно сидим овер, полон, конечно же, уходим, факт, что этого рейнджа хватит, поэтому я лучше подойду, полон, вот сюда, вот, ничего, да, про кашу лучше уберу от рандомного выстрела, хотя, если стрелять будут, то будут стрелять по, по ниндзе, взрыв, ну, вроде там всеми, да, ушел, хорошо, остался один солдат из этого пока, а нет, вот еще гранатометчик, но снайпер его видит, зефир, там прям, где-то 60, 50, да, у него, у него беда, вот сучок уходит, а, я овервотч снова, ладно, снайпер видит обоих, гранатометчик угрозы не представляет, поэтому, скорее всего, я возьму, ой, там, там пух кого-то, нет, мне надо бежать вперед, я, наверное, голографическое целеуказание на левого сделаю, ну, чтобы второй снайпер его, и рейнджеры там тоже убили, потому что этот товарищ поопасней, гранатометчик без овера, я спокойно отступаю, он так-то не достает до меня, а вот стража надо снимать, так, видите, не хватило голографической метки, есть безумие, стопроцентное безумие, ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо паникам это было опасным защиту он не пробил ближе а леску учитываю снайпа назад пояс если нельзя назад утягиваем короче говоря всех чтобы у гранатометчик не было другого выбора как пойти на меня этот паникует привет кочевник здравствуй я редко в чат смотрю игра увлекает конечно фух но это скорее всего еще о гранатометчик побежал тут без шанса друзей тут хоть и не попал один но там стрелять будет трое уже загорелся сейчас алиска встанет скорее всего я второй раз потом третий раз короче шансов там никаких человек там один рейнджер его ушатал просто просто ушатал рейндж пробуем добить 58 и добиваем отлично так скорее всего повторюсь есть еще один пак да точно есть как минимум еще один пак маскировочка маскировочка то есть кстати мне или нет нет у меня уже маскировочки плита сбылась пистолетом добивать использовал покажу кто где я бою здесь нужный мутон правда только один торопился 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 мекты двашный ой тут найки еще как по крайней мере 2 на я вижу а нет это вайпер и овервочу этого но мака естественно первую очередь ушатываем причем стараемся ушатать не можем ушатать его и погоди у тебя бластерная установка есть ты можешь можешь его блокировать на самом деле 80 процентов вероятности тут беда это да зря за фулл кавер поставил я сейчас допускаю ошибки снайпер тут ходил блин чё же не смогом-то делать и нужно быстро развертывание закидывает все это лабуду чем желательно оставаться за фулл кавером поехали хорошо тут светошум прекрасный с таким колоссальным рейнджом накрывает пять человек может даже больше в темноте не вижу кого-то мы еще накроем в жух двое оглушены у тебя бы подойти и скорее всего дым надо сделать сюда вот давай так пока приходи сюда кидаем дым направо вот от этой группы будем отталкиваться друзьям чё никак не закрыть и тех и тех она хрен с тобой лучше дополнительную клетку справа бомбом сейчас осколочные есть нельзя возвращается сто процентов наверно даже вот так он возвращается что иметь возможность ворваться возвращаем еще нашего полкана гренадёром все остальные уверят так дезориентация на шестерых надеюсь сейчас парочка у нас выйдет вперед зомбарь намека вероятность может быть 100 да намека вероятность взломы 100 вот это надо было делать надо было взламывать после светошума но он подойдет если да ладно неужели там арт обстрел уже и найк просто стреляет вот вижен зомбарь дал и все ну хорошо что хоть эти подходят мы да ребята ну ребята 70 процентов хорошо вы шатали алиса 3 а там уже по следующему разрыв 3 царапины снайпер это мэк жалко мэка мэк ушатался он мог служить мне верой и правдой понимаете найки мне беспокоит найки-найки-найки может быть стоит ниндзи форсировать сейчас бежать и наик резать просто-напросто либо подходить просто и мне можно просто зомбаря отстреливать и надеяться на то что никто типа подсвечивать не будет такая да и пока у меня есть этот как его и на ту и 0 ты поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообщает его майкер привет ровни но твой но первый сотенчик любимый мост время спасибо тебе за поддержку я думаю нужны овер друзья я думаю нужны овером убираю психа сюда давай-ка сделаю за на поражение она откатилась и это выгоднее сейчас чем подведу пулеметчик поближе потому что у него там тоже и дым и пока хватит овером полон и не хватает уже не хочу подходить друзей не хочу там много народу там мутон там там 4 это много там четыре человека нет какой много там просто главное так первым все кто и бежит главное отстреливать людей чтобы до того как атакует уход на и никого не было из из видимых целей все минусе кто это хорошо максик то это а вот это плохо конечно это мутон капец отравлен конечно мы постреляем на его пробить там лука должен первым стрелять чтобы мы его пробили да зажгли вот надо было чтобы разрыв был но лука не попал кажись вот по броне ой кого-то еще ушатали справа участная стреляет мажет ну там дым все еще работает еще одна на я подходит на вот эту будем резать дуру может даже через жнеца учитывая то что здесь вторая дача жнец знает на левых на правых змей остальные мутона ушатывают но этот стол и упал сколько кстати друзья там я меня интересует там есть чупак или нет ой пулеметчик ушатал как раз его и ушатал ракетчик адвента горит как бы типа не добил но труп-то я вижу вариантов масса на самом деле не врубаю жнеца потому что как бы войн от пробую добить ха отличный жнец михаил отличный жнец так подрыв лучше сделаем пулеметчиком там вроде ты мог а ты только по одному можешь подривом голографическое целеуказание на мутона он там на яблик вдалеке лучше даже на ю голографической снайпер мат стрелять отличный жнец отличная серия приказы в тень о приказы в тень хорошая тема да приказ же зайдет приказ и продолжаем серию пробуем как вариант приказ про доход за как закончится за бы страны у тебя только получай до плотный огонь давай делай приказ на ниндзю надеюсь ты его увидишь увидел я не уверен что мне хватит ходов чтобы добежать до найки но в принципе я могу не не хватит ходов чтобы добежать до найки естественными поэтому я действительно ухожу в тень лучше что на и дальнее до какого давай сюда тогда же огонь души хоть это особо не поможет все равно как бы этот ниндзя уже в пределе в зоне видимости в общем что мне поможет а скучно тебе поможет может помочь всем 12 попробуй она же и так горела мне нужно было в инвес уйти вот теперь видим вторую вот при другое дело кавер сняли и все и изи убиваем змею мутона там столько желающих на мутону его зажечь можно потратить например штурмовую чтобы было совсем все хорошо тоже то есть кавер снять урон нанести да и штурмовая мне особо сейчас уже не нужно получается потому что это может быть последний товарищ руки молнии кушатом или просто но это не все это не последний пак ой может кто-то из этого пока еще не алё и тогда полонам чуть поближе за full cover чтобы прикрывать алиску давай лукой тоже понимаю что ему не нужно менять место для того чтобы нежелательно менять местом просто такая толпа а нет вот очки еще и но и поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает и и но не делаю рейды на ггм так это последнюю я не нет нет это ваш администрация очень не вмешиваться не у нас всего одно ранение 54 трупа ранение на 2 хита это великолепный рейд я надеюсь что сработает а белочка у у аркаши и мы получим еще больше материалов ой хорошо сходили прям от начала и до конца все четенько рейнджеры пистолетный дждж дждж прям красавцы должны были еще кого-то там прокачать нового рейнджера до 8 дней ранен кстати может быть и беспокоящий огонь стоит взять для того чтобы увеличить до для я не буду палача брать потому что для просто попадание из пистолета хоть как-то самое самое главное это эффект зажигание то есть лучше давайте беспокоящий возьмем будет вся атака 3 мобильность и дают стандартно в районе 30 и 150 вот он гвардеец еще один труп всего один сразу идем на рей на колонну вопрос только на какую колонну мы идем на ближайшую видимом 6 дней до и 8 дней небольшая я думаю что для первой колонны нужно будет разведданные закинуть чтобы нормально успеть на вторую можно конечно колонны вообще выполнять тоже с ракет по по трупам но мне сейчас особо не нужны я просто хочу силу адвента уменьшить здесь и всем берем самым самых просто классных универсальных из прошлой миссии ограниченное количество специалист лука гранатометчик разрушитель естественно рейнджер полон принципе в пятером к шестером 4 дня может успеем без проникновения очень небольшая там 10 12 не ушатаем разве даже пятером ушатаем на самом деле так быстрее будет до меньше вероятности на поехали почувствовал силу весной поеду ну потому что как бы миссия такая что так 68 обучение новобранцы средства связи с сопротивлением можно подключить будет вот этот вот регион халява там 53 разведданных а здесь что 160 здесь сканем liberation новая цель улика liberation один день нет извините так еще какая-то цель я ее случайно пропустил крючеве по не то предмет не то не то 8 часов не то там далее смешное количество по часам видимо и все тут 8 18 часов 4 часа 13 часов и три часа ерунда конечно так то есть то есть то есть то есть потенциальный регион на освобождение вот этот вот в этом не сама цель это не сама цель стоп а где ты же следуешь проект михаил да он просто нет трофейный касается костюм я его не увидел в списке а теневой проект да все исследуем по основной ветке идем все хорошо время то мы не теряем опа означается в убежище кто там западная евро покажись поиск рекрутов больше свободных по конспирации нет кто-то после ранений вернулся подождите а пух то у нас получил лавала почему я посела бы его не отправил нет не получил нового он же но он получил но он ранен отправь вторую колонну вторую да кстати можно же на вторую колонну народ параллельно сделать это что народу много чего там правда значительная тема мы отправим туда 7 человек пишем 7 да правильно тем более правда без спеца но с другой стороны так давай начнем с тех кого мы мы брали в прошлый в прошлый раз не фаерлорд а рапунга была не хватит мне тут народу возьмем гранатометчик у петра на замену аркашин возьмем скорее всего пулеметчика еще одного снайпа значительная активность это уже 20-24 человек это уже как бы серьезно может быть стоит тех дождаться и сюда полноценными сходить ладно если два вакантных места до одно по сути вакантное место у тебя скорее всего надо брать стейком 3 к там с гранатами со своими зайдет хорошо ладно давай квит тогда на этих с и клипом все не очень хорошо может быть и не стоит повторюсь этим дайте придется но закинчи сюда разве данные чего ты чего ты чего ты вот скажи ты так и планировал и до соточки дотягиваешь все через день уже будет все хорошо и пойдешь туда нормальными пацанами без так обучение нубаса нужно кажется третьего поставить там два спеца час ниндзю не есть один был один на вербовке его взял и не сейчас мы его как раз на лейминга отправим тренироваться центре военных технологии тебя точно все хорошо там я что-то изучаю я помню что у одного долгое исследование но типа важные да там двое научиться все здесь до соточки и все связь сопротивлением теневой проект завершается вот он ребята мы близки как никогда прямо как тот в котором мы нашли чем андра с виду да но прям но по предназначению а чем андр прекрасно можем начинать для кого не секрет что солдаты адвента обладают генетическими свойствами как людей так и пришельцев предварительный анализ показывает что это результат прямого воздействия на живого человека пленника или даже добровольца обращайтесь в рекрутовое агентство адвента однако в реальности все совсем не так бойцы адвента которых мы обнаружили на том комплексе включая данный образец были произведены серийной у каждого солдата уникальный генетических код преимущественно человеческий но часть его открыта открыто для чего для любой днк который вздумается добавить адвенту сектоида мутона даже твари которую войсках называют берсерк класс в всех случаях фрагменты связываются вместе человеческими генным человеческим генным материалом то есть тем что мы обнаружили на секретном объекте я он туго соображает ну ладно именно это ключевой компонент процесса изготовления солдат значит все это время мы сражались сами с собой какой-то степени если я не ошибаюсь было человеческая днк к этой особи обладает негативным отличием от всего что мы вершифровали залить стене пассионическая чувствительность при меня принимая во внимание количество модификации это явно не случайно анализы в клиниках аватар чумандр все слова вспомнил я пришел к такому же выводу теоретически создание на базе этого шаблона может быть очень мощным центр если мы не перехватили его до завершения понимаю доктор продолжайте исследование дайте знать если найдете что-то еще хотя можете не говорите стороны ничего не понял голем объект с костюм похоже на самом деле попал в наши руки особо интересного фундамент понятно о мы дошли наконец-то до вскрытия аватара это кажется финальное исследование все научные проекты заморожены я хочу винтовку не отдавая лучше не будем тормозить винтовку сначала сделаем это что представляет почти идеальное сочетание днк людей старейшин однако создается впечатление что но не завершено возможно поэтому так легко его одолели так или иначе я прихожу к заключению уау мы возложили на вас такие надежды полагаю мы нашли наш аватар ребята гуф близко так здесь соточка снижаем силу здесь летим сразу же снижаем скрытие аватара три дня специалист обучения три дня панцирные бронеплиты три дня три дня карл три дня новая цель liberation в регионе да а нет а нет liberation нейтрализируйте цель умеренное контакты разведанный класс посылаем ниндзя плюс снайпа хотя если уничтожим то да нет liberation просто освобождение давайте посылаем нубаса ниндзю ну как нубаса нет поме пошли мне кобру пошли не поме маневренный классный и снайпера который был да уже этом как раз пушка еще была вроде как ей пушку вот единственно что заменить можно паука кстати дать еще даже нужно дать паука укладываемся но может быть стоит даже глушаки выделить чтобы немножко упростить жизнь 18 плюс 4 такая такая грязь давай поставим в ушах ладно хотя бы один там сильно гасится все элитный глушитель умеренная активность это 20 человек 19 21 снизим немножко совсем снизим особо не решает этом точность не нужно можно пульку кстати поставить чисто для урона ну хотя випа уничтожить это не не проблема но любую пульку которая тебе которая тебе как бы не нужна есть такие вообще пульки нет пробитие брони отравлены можно от него взять яичка урону как кажется у випа все равно достаточно мало я лучше давай без пулек маневрен снижаешь ты не нужно это вообще полетели это liberation кажется третье уже третья миссия улика была эвакуация была уничтожим випом и получим собственно вышку и региональный штаб как следствие так тут сто процентов небольшая а у второй колонны сейчас сколько времени 5 дней плохо ладно полетели сразу естественно мы штату и не стоит лететь приятные конечно такие миссии очень приятны но 20 человек шестером укладывать это непросто как бы это ради и сплавов и материалов и снижение силы миссия без лимита по времени без подкреп приятная миссия народу 1012 это вообще они большая 1315 пардон это 1315 сложнее но учитывая то как мы тут короче самое главное большой пак найти инициировать именно с большого бака и половину фактически ты ушатываешь врагов так угол вижу туретку спец у нас хороший туретка в принципе может помочь ну то есть может быть ее стоит использовать кочев и двигаю луку лукава а вот и большой пак кстати который нужен который пригодится так что с выстраиваемся как-то что-то а вот хорошее место для хэвика с низким силуэтом еще тут ряд управление проблемно это сверхтяжелой турель сверхтяжелая давай так аркаша теоретически надо бы подвести поближе но посмотрим как этот пак будет этим идет влево ну на самом деле его надо инициировать инициировать заморозкой заморозкой замораживать замораживать весь пак опа сектопот ладно не таких ломали замораживаешь а потом в жух один на один ушатываешь все всех видят все молодцы давай пока в роли часы дам никаких овер в очень просто заморозка то есть один пак щитовика о накрываем щитовика один пак 8 человек это больше половины того что максим может быть на карте работаем туретки надо ушатывать в первую очередь захватывать их не буду что мне нужно будет некоторое время чтобы этих ушатать скорее всего здесь один на один и выстрелы по туреткам верно я понял да я понял да я понял 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 и тебя это уже имел ввиду сейчас беремся я ставка серьезная на пулеметчика конечно что у него одинарный выстрел двойной выстрел может серию выстрелов тогда уж он точно ушатают туретку слушай ты и двойным ушатываешь туретку судя по всему да то есть твои лучше один выстрел обычный не завершающий ничему не обязывающий нет смысла тогда нет крита то нет я все равно лучше один выстрел потом двойной час мы посмотрим что по ней еще может пострелять но вдруг вдруг например фолан сможет этот он видит только ее а это лука это не фолан мне нужно разбить армор по туретке я не знаю могу ли это делать пистолетом кажется могу все равно я не могу то есть метод выбор либо я делаю один на один либо разбиваю армор эту редко тому сушатаем а вот один на один это прям прям по всем прям хорошо можно сделать показать веерный огонь например на ту же самую туретку это не закончит ход наш поехали раз два три промахнулся больше части и 2 11 поехали такая имба конечно пулка раз мимо мимо 73 причем мажет попал попал мимо попал а туретка еще попал 4 хорошо ключевой туретки ушатать то есть эти-то ход еще подождут вот там и гренками у уложен ну дальнего никто не видит поэтому давайте все-таки на туретку может обычным выстрелом не будем патроны тратить ты же так уж отаешь давай у меня есть осколочные пушки есть плазменные гренки но учитывая то что они еще ход будет замороженным толку нет то есть я лучше постреляю потом еще постреляю по кому-то потом еще элитный щитоносец да давай зажигаем хорош там крит еще 40 процентов ну а лиска еще есть лиска конечно подходить нужно наверное подойду даже вот даже вот так или лучше настрелять по тем кто а у еши ты у кого он может реально сделать в жук пока не не надо не надо в жук ты можешь сделать в конце следующего хода или в начале следующего хода просто сейчас может выйти пак он может встать рядышком и зачем не торопиться этот горит этот не горит стыдно с такой пушкой ходить аркаш так у те от скидобро все ждем это соответственно 8 человек из 13 и 15 огонь еще там кого-то коцает кого-то добил сразу слева с сектопод слева но не агрится в один ход короче здесь я скорее всего все таки сделаю вот так вот в жук ну потому что мне не хватит урона чтобы их ушатать у аркаши все равно такой выстрел стрёмный из обычной пушки имеется ввиду фоллан то выстрел можно сделать выстрел и овер на самом деле они все равно будут отходить до пока не будем здесь тоже выстрел можем ушатать очень очень хорошо хорошо что до конца игры мы с вами дотянули морозку загорелся и добивая этого тогда вот не будем собирать на что свитопод близком скорее всего все отлично уж лучше поставить этого на овер лукой лучше из пистоли выстрелить хотя он и так догорит война овер всеми догорел посмотрим блин соблазняет мне этот лут конечно я ничего не могу с собой поделать ничего не могу поделать друзья ничего не могу поделать могу не могу просто могу костюмчику из архонта у снайпа которого я не брал о тут взлом есть подкрепление да но на вышках не такой как правило не такая высокая сложность как правил он взять под контроль всех я лучше сплавы я лучше сплавы сплавы нужны от 38 процентов взять под контроль сектопода это конечно соблазнительно но но нет пропадает лут пропадает ходить лучше не лукой рейнджер может быть да я на оверах хочу встречать все равно тем более мирные кричат не буду я лезть за за этой добычей друзья поймите меня правильно это это просто серьезный риск он нападает что-то куски какие-то он рядом совсем вот он сектопод 4 человека 8 4 12 да еще трое максимум сектопод выходит главное чтоб лука первым стрелял у всего минус 3 брони сразу же и пошли овервочи раз овервоч 2 овервочи еще один 13 урона и еще сейчас будут будет продолжение еще минус армор алиска может последний даже нет еще есть такая шняга огромный все минус сектопод на оверах минус сектопод на оверах 5 брони сняли ушатали так роталус 2 кроталус ну бас им еще один там да куда ты пробежал ой да ладно тихо 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 нет ранение друзья ранение на 3 на топового рейнджера это не было флангов не было не было фланги какие вы сволочь а все-таки а алиска в жухой главный кавер блин обидно конечно такой ерунде кавер не снял дым руки молнии 1 зажгли десяточку бы я на правого сделал бы ну потому что бесит за фулкавером не снимающимся получил в десятку 11 просто умер ёппер с это вот это да подорвем тогда у этого ой надо было выстрелить сначала я специально отложил ход мог выстрелить сначала тут же еще двойной у него выстрел есть с ума с этим не лука топовые конечно ракеты кидает броню пробивают сверочи стреляет точно стреляет пистолетка полностью это человек оркестр ну что ты полон что ты делаешь хорошо да горит там скорее всего остался стало всего ничего перезарядка over сектопода ушатали чтобы от крота у уйти понимаете так она кажись что знает так давай алиской подлечимся на всякий случай до вера овер 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 он догорит для начала один хит и горит гарантированно может быть и последний 1215 мне кажется что будет еще третий пак перестал гореть да ладно блин это я щас опять подставил сэйф он подставил ну кто-нибудь ребят овер хорошо слава богу он не попал шишки делают а реши вопрос радикально пожалуйста а легкий шаг же точно я забыл что у кротов легкий постоянно забываем так но это не все еще еще будет пак последний пак максимум три человека максимум вот он три человека да 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 руками машины поехали сразу минус человек пятнадцать восемнадцать крит следующего поэтому зажгли почему-то там найка ряд же а у найки нет легкого шага вот чем дело одно окей хрен с тобой золотая рыбка я сношу тут эту вжух потом жух рейнджер так ушатывает правильно качаем рейнджера по всем нет проблем вообще никаких она догорела бы зачем не ждать следующих ходов из но одно ранение все-таки получил будучи за фулл кавером с с рандомного выстрела ну они то могли в принципе не действовать учитывая то что это как бы на овервотчик мы славили их без фланга с фулл кавер попадает ранит сейчас мне придется идти без фон на миссию наверно братка возьму там флангу не было там фланга я после хода посмотрел там через клетку даже четыре дня но на предстоящем миссии не не успеваю кристаллы материала сплавы хорошо так сейчас внимательно что следующая миссия будет такого же того же самого типа но народ там будет больше врагов плюс шесть человек а нас будет меньше ну или столько же пятером но если не тратить разве данные опять же посмотрим кто у нас идет ну естественно алиска естественно алиска естественно лука дим все таки и не может шестером успеем первым снайпа брать рапонга 415 поставим пятого да давайте поставим шестого точнее и кому-нибудь глушак чтобы не перешагивать лишнего а можем взять нельзя например у него как раз и боевые характеристики и он супер шпион помочь может да почему нет да 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 принцип тот же на полу не был отображен как фланг да тогда скорее всего было тогда фланг черт возьми так 78 ё-моё конечно грязь и тут 8 мы вскрытие аватара делаем тут сирала 24 правда снизилась на это после того как мы колонну выполнили там-то пятерка была все внимание в трос одинаково вставляешься на недогорение в прошлый раз на грену кому-то он налетел сейчас на змея да недогорение это проблема так восстановилась мария шишину кто-то назначился в регионе рекординг 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 уже 11 человек здесь может даже на материал оси ну хотя там пусть до 13 добьет нет не надо хватит мне рекординга в этом регионе у меня есть свободные инжи развед данные чтобы перехватывать из восьмерок атаки на освобожденные регионы 1 2 3 4 остальные все материалы ну как бы концу месяца хоть подтянем немножко по баблу хотя опять же после рейдов бабло то есть в этом нет проблемы ладно пофиг бриз восстановился вот брюса кстати надо качать сейчас все лаби он получил же лава или брюс был нет брюс был замакшен там был другой псих там был другой ой панцирные бронеплиты четыре часа топовая защита кажись подвезли подвезли вот она добавляет 5 временных единиц брони и один на халяву дали ооо и до парочку я могу сделать вот это вот защита та самая которая двоечка насколько мне хватит интересно очень сильно спасать спас дамут он гвардеец нету не мутонов гвардейцев 2 я панцирные надо давать на переднюю линию тем же самым ренджа это очень круто то есть полностью исключает ранение царапины просто в жух и все даже обычный может за забрать учитывая броню еще может и обычный забрать так в зоне испытаний у нас там что-то делается но в принципе можно выбрать другой проект хитиновый не факт экспериментальное оружие а у меня ядер или нет так скорее всего может быть мне на бронику нужно было не там труп тона было написано что не хватает ядра закончились а ядра нужны для снайперских винтовок снайперские винтовки все равно не скоро где-то дни 5 еще нужно сейчас 5 часов вскрытия аватаром по крайней мере вот оно ребята это будет нелегко но других вариантов у нас уже не осталось согласен нужно немедленно проинформировать чем андра можете начинать чем андр центр зал теней завершил анализ днк аватара мы выявили генетическую последовательность необходимую для прохода через пси врата это же я только прическа другая прекрасно теперь мы можем окончательно поставить крест на проекте аватар однако врата требует не просто передачи генетических данных гена должен быть частью живой особи ключ работает только связки с сигналом у нас нет времени на поиски еще одного образца не говоря уже поимки нет с этим мы сами справимся вы серьезно вполне наш образец уже не восстановить но он обеспечил нас генетической схемой у нас есть чистый шаблон аватара с производственного комплекса вместе с генетическим материалом секретным объектом и сможем сами воспроизвести процедуру и в чем загвоздка да да без управляющего сознания старейшина аватара станет с таким же безжизненным как и тот что перед нами я могу вырастить тело но не сознание чтобы управлять я могу но это могу сделать я мы можем контролировать аватар при помощи пси сети то есть вы хотите взять одну из этих штук подиционный контроль не совсем и уж точно не я прямое подключение к сети неподготовленной нервной системы придет к серьезной возможно даже летальной травме пока что мы знаем лишь одного человека пережившим подобного и сейчас я взгляду на меня ой но это совсем другое дело обеспечивая идеальное подключение был был подогнан под ваши биологические данные чем андр если есть человек имеющий хоть какие-то шансы пережить соединение то это вы то есть хоть какие-то шансы это это плохой вариант это все что я могу предложить это наш единственный вариант пересеченный планетный портал прежде чем мы вломимся прямо к врагу через входную дверь нам нужно разработать план действий чем андр я об этом с самого начала трансляции думаю ну чего исследований нет уже в зале возобновляем исследование плазменных копий экстренные сообщения по зашифрованному каналу сэр на экран сэр его передают сетевой вышке адвента выполняй он сейчас сильно рискует выходя на связь я восхищен вашей вами и вашей командой ваши усилия по восстановлению сопротивления расследования проекта аватар впечатляют жаль у меня нет для вас хороших новостей адвент не собирается мириться с гибелью одного из старейшин в ответ они бросили все свои силы на завершение проекта аватар и приступили к реализации плана целью которого является немедленно уничтожение всех несуществующих представителей человечества несущественных в ближайшее время спикер адвент объявит о прорыве в генной терапии изобретение панацея миллиарды потянутся в клинике по всему земному шару и уже не выйдут из них это же сколько экспы то можно потом получить из этих нубасов по своим каналам я смог получить тактические данные и коды доступа к сетевой вышке адвента именно через нее будет вестись прямое вещание через сеть адвента обращение спикера будут слышать по всему миру повторение вышки будет которая на liberation мы можем использовать это высокомерие против них самих я отправлю вам информацию которую позволит доктору тайгану и главному инженеру шенью взять под контроль вещание нанести удар по всей сети надеюсь эта диверсия внесет сумятицу вреды противника и значительно повысит шансы на успех вашей решающей атаки но я хочу попросить еще об одном комендор соберите всю информацию донесите ее до людей расскажите обо всем что происходит wake them up разбудите их пока еще есть кому слушать милиция похоже времени у нас не осталось удачи вам чемандр взять штурмом башню сети адвента завершить задание в башне ой блин у меня что-то подсказывает что они могли изменить принцип в башне это финал очка да это финал очка из двух из двух миссий состоящий а контакт с местным сопротивлением мы еще не установили контакт ой 160 разведданных да ладно охренели так давай-ка вышку сразу здесь пилить 50 изи уже и страны он кажется бредит поддельный документ уже готова принцип тот же объем и понятно ну объемы 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 справимся когда возьму топового топового снайпа с этим до серией с икаром ниндзя естественно в змее с крюком еще три человека до четыре человека сейчас мы будем еще ретранслятор пилить неделю нормально самом деле нам плазменное копье пять дней тут миссия на 3-4 дня и по хорошему нужно вот восьмерочку еще ну и плюс еще контакт с региона короче следующем месяце будем заканчивать строим ретранслятор единичка на аватар ерунда конечно новая цель новая дарк ивент м4 3 транслятор мне на самом деле развед данные то нужны сейчас по идее мне не хватает немножко на их на фарме на самом деле но это впритык хотя планшета могу повскрывать после плазменного копья лететь сюда или не лететь небольшая я полечу просто ну басами там наберу тот человек 6 просто гранатомерчиков людей в общем снизу с низов рейнджера можно взять карасика косого не повезло мне конечно с этими товарищами с рейнджером на старте якори возьмем еще одного бойца выдадим им какой-нибудь стандартный клип 10 дней жд в курсе небольшая без фанатизма тут просто пушки не гаусса лазерные в жилеты короче т2 им даем маневренность никаких персональных боевых модулей обойдутся можно дать и зажигательную под тейку я хотел дать хотя тейку то я не использую не лучше давай этой зажигательную раз зажигательную 2 плазмами и кислотку все оставишь да все оставишь в магнитную винтовку не будем проникновение не будем рейнджер можно дать хотя тоже винтовку такую не гауссовскую магнитку нужно их за костюм было кстати дать за костюм то поэффективнее выглядит но это вас мобильность вообще беда тут такой выбор модулей я была на мобильность но слишком хорошая штука может быть было что-то не такое а опять я подвижность путаю с уклонением тут карасик не очень ему надо убирать просто гренки армор даже убираем так тут хорош конечно разрушитель перчатку 2 ему экзо костюмы винтовку пофиг магнитку плазменные плазменные это стал смеси набираем побольше гренок и еще один разрушитель тоже перчатку с экзо костюмом не не панцирные такие ой классно хороший жилет а он какой кстати он вниз не случайный саппорт это разрушитель или тогда пофиг тогда набирай дыма и светошумы так летим пятером шесть дней в этом лемминге нубасы я бы даже утащил бы гренку одну лишнюю заменил бы на обычную потому что слишком что много в них укладываем заменил бы еще брони хищника на экзо костюм и стандартные осколочные потому что сносить каверы не такой серьезный урон наносится но зато можно будет семечки сносить четыре ракеты и осколочные поехали пофиг на этих то пофиг просто развед данный так строим ретранслятор хорошо что кстати в этот рядышком у хотя у меня тут открыто много континентов так револьвер надежное укрытие это у нас неубиваемые ниндзя в партизанке кажется его можно будет и дальше учить я не знаю правда зачем может быть ну как бы на самом деле может на вышку пригодится еще но у него не хватает звания так обучение обучение в центре военных убеждаясь в том что здесь обучение идет хорошо то есть пиптар и помочь учиться помочь кажется один на один как раз в 2 2 рейнджера можно взять да да два рейнджера лука разрушитель алиска вот этот ударный такой отряд с овервотчами с массой выстрелов как нейтрализовать цель умеренная снизим поддержал ваш канал на сумму известного росли и сообщают дерзкий тут говорят что тебе надо сохраниться освободите випа из транспортного средства линейка либерейшн и наверно не буду тратить на это время то есть не такая сложная тема дадут ученого который уже особо не решает в этом регионе я не планирую освобождать ничего поэтому не буду я там ничего делать а вот и миссия умеренная а вот в этом либерейшн как бы можно открыть то есть тут как бы сразу будет вышкой и этот плюс миссии не такая сложная на мой взгляд то есть там ниндзя снайп доходим до эвака у них пауки еще кстати костюм паук то есть крюками со свободным действием очень помогает особенно снайпером после полезная штука я по-другому исследование бы сделать следующий раз если бы перепроходил естественно если будет 13 трай по-другому будем действовать когда на вышку надо регион подключить сейчас мы строим ретрансляционную вышку на что разведданных 160 они хотят для за подключение региона после этого собственно у нас будут разведданные мы подключаем регион и идем на вышку я думаю что не будем задерживать потому что снайперские винтовки есть конечно может я успею сделать еще тяжелые пушки для пулеметчиков и для искры если вот 9 дней я уложусь а может кстати уложусь в 9 дней сейчас точные лазеры будут надо ядры ядро и лире купить будет до окончания месяца этого не закончились и на каждую пушку говорят нужно ядро и лире я ведро и лире да здравствуй 13 трай да ой а а окей ладно там есть окошко так что но это не транспортное средство рядом стоит мэк артиллерист ну там на ивак сюда и простреливать его в окно безусловно стал столько дойти чёрт нифига непросто стоянки тоже не люблю потому что они маневренность они в пол хода ходят дальше чем так вышка хорошо чем новобранцы на на целых вот разве аватар не должен полететь как дикий перед финалкой аватар полететь куда полететь в этом запасе рано на событие 10 по аватару что не надо так сюда не торопимся так вот здесь хорошо здесь не вижу врагов вижу мирных гадов блин конечно совсем не помогают пойдут скоро вот передачи увидят и пойдут в лаборатории за за долголетием а мне нужно стримчик то поменять чтобы правду рассказать не будем жестить низи у него там мобильность двадцатка пока все нормально врагов и не слышно и невинно и это это прекрасно хорошо ходов двенадцать мы прошли только сделали только три хода а вот и услышали но с правильной стороны мне вот эта сторона устраивает то есть я все равно иду по левой части к вакууму такой у меня план ой ты как вообще ничего себе резко неожиданно так уходим эти товарищи могут быть очень настойчивыми в плане здесь могут быть мирный любят они скрываться за такими и здесь я полностью пробегаю снайпом нафиг нужно дроид довольно маневренный там кто-то прямо по курсу на лапах стоит а кто это такой а там мэг там мэг рядом с целью даже рядом не с целью рядом с иваком михаил к сожалению они вот здесь были друзьям нет почему 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 я не вижу ничего наверняка привет а что будешь играть да как вы охренели о чёрт всё спалили я как-то на мирном про это про с а второй сычок здесь стоял за колонной ой ты гад ой ты гад короче уходим нафиг снайпом ниндзя вперёд блин как меня бесит эти мирные а они вообще в чём я смогу только отсюда про простреливать хорошо было не селя не сложная ах и кошка меня не спасёт и вообще никак не спасят меня кошка так ладно эти уходят есть шанс есть моя задача добежать до его к этим снайпом соваку он его ваншу с новостью уберет может быть где-то я еще смогу увидеть ты куда-то ты его видишь вот только отсюда в лучшем случае походим друзьям так помню что здесь приказ и еще можно было цель подсветить вот отсюда можем подсветить не на этот пак не вообще мешает капец ваш ниндий куда-то там ниндзи пойдешь сереже только подставишь уходи дальше по прошу тебе уходи если на меня пойдет это это палево сразу еще справа кто-то выходит блин чертов мирный ладно эти уходят до одного ухода мне не хватит они слопочные хотя довольно далеко ушли нормально а я уже отсюда его их ушатываю только давай ты подсвечишь цели подсветишь пак слева чтобы прям точно знать если что вот она цель он паникует уже чего ты маленький мутона испугался так сам же подписался работать на эти на этих зеленым уже отсюда увижу но лучше наверное вот так потому что вот так вот лучше стать и на пол хода с приказом дойду и максимально от тех далеко голографическое цель указания так беспалево абсолютным следующий ход мне лучше вот так чтобы эти не фланганули следующий ход ничего четыре хода есть главное в идеале конечно чтоб сейчас на и по не увидели они возвращаются этом далеко и далеко и далеко и невидимые невидимые не видимо не видимо вообще easy только я цель не вижу это был косяк еще снайпера продаем получается снайпер отстреливает випа с высокой вероятностью убивает его конечно может точный выстрел чтоб крит урон еще задействовать пушку жалко хотя мне сейчас обновят так випа ушатали по приказу я не достаю но я предлагаю низе просто свалить на его ака дальше будь как будь что будет призрака да зачем призраком они могут вообще щас к випу побежать не на меня к випу ну ребята там человек убили нет они пулит 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 я кстати так и так бы не справился потому что так овервотч еще снайпер но я выстрелил с ним овер просто и уйду здесь же темнейшие считаю никогда еще здрасте показал им там неприличный жест и ушел ребята изи изи просто несмотря на то что палимся просто легко 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 проходим так это третья ориентировочная миссия на освобождение в этом регионе соответственно сейчас должна появиться вышка я на нее конечно не пойду но приятно осознавать что есть есть такая опция молодцы ребята поме красавчик спас фактически своим выстрелом снайпером привет макс петров 1997 класс класс сейчас будет скорее всего мандарин капри мандаринка пришла ребят мандаринка точно оооо у снайпера было 7 85 нифига себе какие какие у нас кстати можно уже брать именно смертельные выстрелы зачем мне дальнее наблюдение если как правило топовые снайперы серии а вот крит это круто ну вряд ли этот снайп пригодится мы просто я хочу этого опа супер шпион безжалостность супер шпион помидж собаку съел на на этих темах контакт не добавился разве данные тоже они разве данных дали контакт с регионом не дали разве данные дали новая цель да это вышка то есть можно этот регион освобождать уже пятый по счету регион можно освободить но не хочу не хочу реально в этом нет потребности так обучение готов о это хороший баф конечно пептару это второй снайпер с отличным уроном и у него сейчас к бою готов там стойкость у него на пистолетку его не стоит качать но посмотреть может быть все таки пептару дать стойкость из расчета на то что сейчас там может открыться что-то что-то открыться а вы мария пулеметчик хорош но там только проходные скиллы если найти как-то психи психи нет нет ладно давай пепа восемь дней до какой вы издеваетесь так головорез просто мимо проходим этого скилла и смотрим что вам а мари потому что она вот как раз пулеметчик которого надо брать слияние душ обучение недоступно поэтому убираю ученого денег мало но это все решается хитин скором плазменное копье три дня и транслятор пять дней ресурсы шесть дней контакт установим 3-4 дня сейчас засады на колонна адвента будет 15 часов угрожающие 25 27 может быть для того чтобы не напороться и не терять время все таки 30 полученных разведданных туда в кинуть может быть стоит о фолан восстановился и павел кузнецов восстановился после ранений браток хорош сто процентов дам значительные 22 24 кто пошел семь человек пошло на самом деле тут народу тьма тьма мужчин тут вообще смысл есть кого-то качать нет так что не жалей ускоряем проникновение небольшая нифига себе как хорошо очень удачно уложились 150 процентов мы даже на 3 была же значительная 22 24 стала небольшая 13 15 просто десятку срезали практически да ядра иллерия прикупим после этого на черном рынке поехали семь человек против 13 15 там было всего одно ядро иллерия но как бы это в одно ядро это одна снайперская винтовка мне нужно две я хочу вот взять на на миссию на финале не знаю сколько там народу будет скорее всего двух снайперов одного с по одной цели чтобы бил хорошо пептара второго на серию это будет рапонга ну один спец больше не взять двух рейнджеров обязательно одного разрушителя луку ниндзя пулеметчик скорее всего там уже как получится ну гранатометчик еще конечно аркаша или петр не столь принципиально искра на финалку скорее всего не пойдет потому что не успеет она подчиниться ну посмотрим в общем можно в процессе конечно подчинить антон мутон привет но здесь у нас вообще топовые товарищи то есть как бы их мало но они красавцы по эквипу не самая конечно хорошая 1315 помним про то что это колонна в колонне как правило что правильно один крупный пак твоя задача найти крупный пак может быть кстати сразу наверх начинаем с ниндзи только без фанатизма миш ту рядку ту рядка что-то похожее на прошлый раз но мне нужен большой пак по завершении конечно очень импонирует на самом деле но оно не дает фул кавером пожалуй я лучше прислушаюсь для начала залетать наверх на без разведки нет смысла я лучше снайпа пока уберу так подождем секта под вот он но это типа не крупный пак или я просто не все вижу предлагает чуть чуть поближе подойти я все три человека всего три человека всего три человека неправильно я стою надо было оставаться пулеметчиком там а леску надо подвести сюда вакуум можно подвести еще ближе рапунга вывести сюда ну так линия хоть будет справа еще справа 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 люди справа люди провоцирует провоцирует ну чё заморозка в жух причем без каких-либо жалко что я именно этот пак с маленького пака начинаю короче говоря ладно есть светошум если что не переживай быстрое развертывание раз заморозка два апгрейд гремлин да 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 надо гремли на апгрейдить я не помню чем мне не хватало на апгрейд гремлин вроде трупов сектофода дофига я посмотрел прошлого раз не увидел сейчас на туретке ушатать лукой обязательно снять армор с этого суперя возможно по выстрелу все таки сделать им еще хотя вот эту штуку лучше оставить наверное на ну чё криты увеличиваем увеличиваем крит и ларочка горится ее крит здесь сносим вот так в жух потому что да чё делать аркаши ищем сносим броню по сектоподу там сносим у туреточки неплохо весьма здесь напрашивается конечно же серия выстрелов по сектоподу половина хп можно снять снайпер скорее всего одну из туреток снимает алиска ладно давай руки молнии что у нас точно не сектопод точно не турелька кто-то без армора без защиты турель может быть плюс мы с пистолетом можем ее добить я все таки серьезно короче сначала турельку вот в дальнюю ушатали турельку просто с пистолетом изи тут по цели можно выстрелить тогда мы точно убьем да мы змею ушатываем но для начала веерный огонь по сектоподу пыщ 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 566 шикарно и теперь давай лучше один на один для того чтобы ушатать мили сгун раз крит два халява правда минус две змеи минус сектопоты еще по демиджу лету с критом причем скорее всего снайпер ушатывает да алиска стоит на овер потому что может дмитрий мерчук наверное туретку все таки два захода а все что изи тогда двойной выстрел по сектоподу потому что хороший урон очень хороший урон и у него очень слабый овер двенадцать все двойной же выстрел давай еще разок хорошо двенадцать другое дело сектопод все равно один ход будет заморожен хотя кажется при этом разок на фейлил не давай лучше я не буду экспериментировать кажется сектопод как раз у него три действия типа он может что-то сделать на хорошее я лучше убью в результате две туретки о лут две туретки сектопод две змеи элитный расширенный магазин элитный глушитель и ядро элерия прекрасно такой дропчик друзья такой дропчик у кого-то увидели справа уже это огромный пак это плохо конечно алиску надо перегруппировать так чтобы ее не фланганули следующих ходов что это уже рандом по крайней мере вот так по крайней мере ее я понимаю что там толпа людей вообще in the zone ей нужно делать было ошибка на 1 веру очень молимся что они не у них тревога они не туда бегут видите на базы хорошо в принципе можно и карам наверно залететь для начала снайпом потому что он в опасной зоне а и кара ему еще даст возможность класс и картопчик ну и в принципе можно а если у нас а у нас есть это короче я думаю нужно делать in the zone и пулить соответственно бластеркой то есть лука встает сюда ниндзя подсвечивает пак проверяем можем ли мы до него достать бластеркой можем собственно здесь прячемся вот таким образом кстати делаем овер in the zone на 6 выстрелов сейчас такая будет жесть еще аркаша на страховку если что с приказом и лука заряжает в группу бластеркой ну там три клетки конечно разброс но посмотрим вжух давай 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 не она мажет дико мажет давай у него и попал хорошо там два крита разбил армор с пули липак они сейчас побегут все раненые народу много конечно 8 человек у меня патронов не хватит снайпер по офицеру раз мимо ну я на спеца на рассчитывание а вот и спец считаем выстрелы алиски раз мимо ну что ж ты делаешь все что ли класс жнеца может рубить пока не поздно я не докидываю светошум до нормального количества врагов но мне нужно хотя бы ненормальное количество дезориентировать ближайших можно сделать приказ и кинуть дым сейчас снайпом это наиболее правильный ход на мой взгляд да недалеко слишком индезон конечно сработает но видите не на момент пула да и тут все тоже беда ладно давай овер ты отходи сюда дубас вот продержимся там офицер оглушен еще один оглушен остальные далеко плюс там еще есть овер и алиска работает но еще есть один пак друзья еще есть один пак щитовик там кастует не до всех попадет но все равно плохо конечно попал прилично так побежал гренадер алиска первым а нет не алиска племетчик мажет алиска давай ну блин вот алиска пошла хорошо зажгла одного следующий это откуда в общем как они обходят то а трое слева вот этого должны по идее на овере тоже снять нет хреново сработал инвизион мой я считаю надо вжухать а таким вот образом овервольт снимать машину взрывать камеру убирать потом делать серию взрываемся 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 нет не точно серия алиске не хотелось бы под лукой не хотелось бы уходить я бы вот так вот сделал лукой на пол хода надо снимать камеры и потерю людей подготовить вроде бы получилось да возвращаемся к снайпу к снайпу это раз 90 процентов крита не зря патроны все таки взял там крит вылетает вылетает хороший а с плазменный должен быть крит множитель еще выше это два ну шатым в общем всех всех кто остался я думаю шатаем из видимых лут хорошо давай 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 дальше 3 остальные под кавером пока хотя вероятность попадания 93 процента я пожалуй попробуем ах ты царапина жалко было близко кто не горит этот будет еще гореть вот этого нужно быстро в десятку сделать не по элитному офицеру а именно по гранатометчику меня пугает в такой близости находится все ушатали раз этого все таки хорошим надо ушатать давай топорик тогда по этому стопроцентный крит скорее всего офицер мы убьем да он придет в себя после этого фото раз консил то мне особо не должен уже хотя я могу подойти сюда и выстрелить из пистоли у тебя маскировку да я бой главный пак новый не спалит но вроде не полем ой там щитовик так а если сделать призраком можно заморозить типом просто я забыл про щитовика что я делаю вообще что 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 давай измороз тогда им блин во в в в в Да я уйду, ниндзя, не переживайте. Ниндзя-то я уйду. Уже слюбку, да. У меня протокол помощи есть, учитывая дезориентацию его. Я надеюсь, что просто не попадут они. Вхожу от возможного фланга, ставлю на овер. Дезориентирован. Горит. Щитовик должен подходить. Но помним еще про пак. Да, этот подходит. Полукавер, но протокол помощи не попадает 5%. Блин, лучше там. Маскировочек пошло. Снайпером перезаряжаемся, снимаем. Не, лучше рейнджерам это сделать. Там очень битый товарищ. Ай, я же без рейнджера. Чего? Я же без рейнджера. Подрыв, наверное. Так надежнее выходит. Добиваем. Приказ, крюк, крюк, крюк. Да, не переживайте. Там все равно протокол помощи и кавер. Лучше добить. Кстати. Аркаши. Хорошо. Все, остальные ключевые встают на многочисленные овервотчем. Ниндзи подходят. Тоже овер. Не, не стоит подходить. Давай я лучше за фулкавер сюда, подальше. Ждем щитовика. Он смелый, он идет вперед. И он стреляет еще по лиске. 18%. Вот это было опасно. 68. Поехали. Ой, критулечка. Добром. Есть шквальный. Я думаю, надо алиске просто пройти вот сюда вот. Как-нибудь. А пулеметчиком просто шквальный огонь сделать. Зажжем и закроем вопрос. И убьем, скорее всего. Учитывая там 9-16. Не убили, но зажгли. Так, берем лутецкий. Скорее всего, видим сейчас еще один пак. Нет, похоже... Похоже, не видим. Планшет адвента, поглощающий поля. Ну ладно, постреляю по нему. Хорошо. Все отлично. Еще лутецкий. Фух. Ладно, нормально. Ну что, народу не так много на этой миссии. Справляемся. Опять положусь адвента и поглощающий поля. Какова вероятность? Прямо по курсам. Ну или может чуть левее. Соответственно, нужно... Уйти сюда. Племетчиком сюда. Алиску вернуть. И вот эти вот товарищи будут у нас... Так, аспиранты, маскировка есть. Это очень хорошо. Драга, не вижу. Овервотч, призаряжаемся. Посмотрим сейчас. Кому что нужно. А никому ничего не нужно. У всех есть патроны, так или иначе. Звук был отсюда. Драга, что-то я не вижу. Должно быть максимум 3 человека здесь. Максимум. Рыкнул кто-то, мутон, что ли, там. Кстати, можно, в общем-то, и пулеметчик вот сюда, вот, учитывая полу-коверы. Внутри здания, видимо. Или на крыше. Короче, не знаю. Не, за зданием, слева от здания. Мэг. Кого-то увидели. Кто там? Мутон вроде рукой взмахнул. Да. Мутон, но не тот мутон. Плюс артиллерист еще. Ё-моё. Опасный гад. Но я по нему не попал, соответственно, пула не было. Может быть, стоит... Стоит еще один номер ой сделать, потом заморозить его. Короче, сейчас они идут, они же не знают, что я тут. Эй. Кстати, хорошо, что они подходят сюда. Это поближе к основной группе, это то, что мне нужно. Правда, в здании не могут не... Снайпер должен увидеть хотя бы кого-то, рано или поздно. Увидеть и отстрелить. Блин. Так не хочется подходить, вы бы знали, а? Не надо подходить. Считывая то, что у тебя у Луки там бонус, и снайперы стоят хорошо. Надо было там инициировать, короче. Следующий раз, как они вернутся на ту же самую точку. Вот они здесь. Ёшки-матрешки. Давай, давай, снайпер. Ну, выходит же, выходит, есть. Правда, про кечку начинаем. Попали, раз. Сейчас нужно не закрываться тоже. Ну, Мэг не может на своем ходу сделать, как бы, артиллерийски. Он может сделать овер только куда-то ускакал. А, вон он где. Хорошо. Так, ну... Что могу сказать? Подходим. Подходим, подсвечиваем. Я думаю, жнец. Вырубаем этого. С хорошей вероятностью. Поехали. Минус один. До мутона не достаю, но могу кинуть измразь. Только на мутона. Ха! Ну, баста, Михаил. И Мэка длинного лука я не вышатываю. Перелетай, не перелетай. Все равно, как бы... Так, давай пока что, подожди. Блокировочка есть. Семь стрим. Быстро развертывание есть. Отходи, сейчас попробуем. Еще приказ есть. Я для начала попробую достать вот так вот. Может, заморозкой достанешь? Куда-то. Снижаем защиту от взлома. Аркаши. И... Просто выключаем Мэка. Я полагаю. И все. Подходим... Примерчиком. Я думаю, что мне делать с мутоном. Могу кавер снять. Могу попробовать заморозить. Плюс он дезориентирован. В принципе, проблема не такая большая. Так, давай сначала его заблочим. Отключение 100%. То это артиллерист. Он как раз вот из любой точки карты может по нам зарядить. Это вот самый неприятный. Тип Мэка в 98%. Есть. Сломали. Один ход у нас есть. Это вполне достаточно. Сейчас нужно сделать просто что-то с мутоном. Первый вариант это ОЕ сапресс. В смысле, просто сапресс на него. Второй вариант подрыва. Для того, чтобы снайпер... О, снайпер, а какая вообще? Какой патрон? Патронный коготь. То есть с крита мы, в принципе, можем его ушатать. Плюс есть приказ. Я могу... Да-да-да, давай подрыв лучше. Я думаю, ушатаем мы. Подрыв на мутоном. Потом, скорее всего, надо подходить, снимать у него армор через луку и приказ. Лука, приказ? Нет. Может быть, тогда получаю еще. Отлично. Эй. Да-да-да, конечно. Там же полхода у тебя оставалось. Вася. 90% крит, но там броня, которую я не снял. Я вот могу сейчас из-за этого не увидеть. Да, крита не хватает. 16. Ну, мы там дезориентированно напомним. Можно его... Думаю, лучше пострелять в него. В инвесы, чего у тебя? Давай. Ой, Михаил. Ну, сам зафейлил. Сам зафейлил. Мутон может действовать сейчас. Да, он дезориентированный, но это такой мутон, который может. И он стреляет. Не попадает. 11% слава богу. Тут ответочка сразу из пистолета. На, скотину! Он же кавука вообще не прощает. У него пистолетная ветка вся выкачана. Один раз за ход. В ответ он стреляет из пистолета. Такой вот человек. Ну и дальше он как бы в соленово расправляется с этим. В руки молнии раз. И двойной выстрел. Нет, давай веерный огонь два. Этого может хватить. Но там еще двойной есть. Двойной выстрел из основного оружия. И как бы не нужно этого было делать. Понимаете? То есть, паука там такой ДПС наносит. Колоссальный. Прекрасный. Прекрасный боец. Так, ладно, ребята. Мы вторую колонну выполнили. Получили трупы. Правда, не те. Секноподы получили. Сплавы получили. Материалы получили. Снизили активность с восьмерки на семерку. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Чисто теоретически, можно кого-то отправить на вышку в Liberation регионе внизу. И может даже мы успеем до финальной миссии проникнуть в базу и сводить еще один регион. Так, ядро Элери одно. Элитно расширенный очень полезен. Материалов 50. Сплавы по десяточке. Надо черный рынок надойти. Лететь я сейчас до конца месяца успеваю. Ну, ребят, все хорошо у нас. Не хочется сглазить, конечно. Черный рынок, потом вышку. Новый регион подключаем. И все. И на две последние финальные миссии. Купить. Тут был... А мне казалось, что... Тут было и дро Элери. Очень-очень жаль. Ладно. 677. Эритранслятор надо строить. На тему рашки в финалке лучше потратить на стрим на подготовку топ-терпушки, гремленные, тогда чем на вытравне. Это да. Один на один Фомби. Теперь он будет уже ближе к топовым рейнджерам. Посмотрим, чего ему там не хватает. Последний. Веерный огонь. Хорошая тоже тема. Вообще, смертельный выстрел ему хорошо зайдет. Вообще, Фомби, чего нужно качать? Посмотрим, что там по... По времени. Потому что серия выстрелов из плазменного пистолета — это очень серьезный урон. Ну, на ближней дистанции, имеется в виду. И... Ну, очевиднее, что лучше рейнджей, конечно. 8-8. Давай веерный огонь. 9 дней. Фомби. Может, к финальной миссии будет готов. Хитиновые бронеплиты сейчас будут готовы. В зоне испытаний появился Элери. Открылись разные-разные-разные штуки. Искра, конечно, нет. Стасис нет. Атский узор. Экспериментальные халявные. Осколочные нет. Игольчатый сканер. Газовый зажигательный кислотный плазменный бластеры. Опа! Вот что нужно сделать. Вместо осколочной пушки. Похоже, это последний проект. Вот это... Жух! Плазменные бластеры. Залп плазмы, разрушающий все на своем пути. Прицелы, все. Маяк-имитатор. Привратники. Плазменные бластеры. Ну, сплавы есть. Элери тоже. Я думаю, мне хватит на эквип. 6 еще дополнительных. Хорошая штука. Давай. Так. Хитин. Не знаю, кому выдавать хитин. Хитиновые бронеплиты. Добавляет 4... А, временные единицы брони. Это как? Это еще типа сверхзащита? Пятерочки. Временные, это кажется, она. Ой. А, или хитин это пред. Хитиновые это предпоследние. Ну, в принципе, как временное решение, подойдет. То есть, я все равно исследовал хитин, пока у меня не было трупов-бутонов. Сейчас кому-то пятерки, там всего 2-3 пятерки смогу сделать. Остальным всем четверки хитиновые. Трупов-кресолидов у меня за глаза. Так, плазменное копье. Снайперские винтовки готовы. Через 15 часов будут. Плазменное копье. Топовая снайперская винтовка. Прототип помещен в инвентарь. Одна на халявку есть. Поломка сектопода. Гремлин Т3. Надо брать. Надо брать. 4 дня разбор. Это Гремлин 3-го тира. 4 дня. Ладно, живем. Давайте посмотрим на винтовочку, в конце концов. Я так долго к этому шел. Винтовка будет, скорее всего, у Рапонга. Ей только модуль нужно на меткость обновить. Оснащение. Вот она. Шанс крит урона. Плюс 10%. Урон 2 минимальный. То есть там царапины реально очень страшные будут. 9-15 против 7-14. А будет ли доп. ячейка здесь? Такой вопрос. Нет, это только у винтовки. Ну, как в оригинале, в общем. Да. Ну, я сейчас сразу АПУ уберу. И это на серию. То есть убираешь каверы и делаешь серию с повышенным критом. Должно заходить просто прекрасно. То есть максимальная точность улучшения оружия. Элитный. Элитный расширенный магазин. Элитное автозаряжение. Элитный прицел. Вот и все. Ну и тут модуль бы заменить. Дополнить еще можно пятерку. Улучшить. Все здоровы. Все здоровы вообще. Учатся люди. Только искра там подтягивается. Пятерочка у нее. Но на самом деле искра мне что-то уже... Я лучше второго рейнджера возьму вместо искры. Потому что у искры есть все-таки кап. Да. И по эквипу. И пушек меньше. И броня реже. И ее нельзя в Центре военных технологий учить. Соответственно. Так. Полковник Лисецкий. Это у меня остаточные товарищи. Силы в единстве. Допу урон. Ну я утилизатор брал, чтобы со сплавами было попроще. Но я возьму силы в единстве. Разнообразие ради. Плюс один базовый урон. Это же страшная вещь тоже должна быть. Страшная вещь. Обучение, обучение. Полковники, сержант. Новая цель. Зачем я там внизу сканю вообще с ученым? Надо было убрать сейчас ученого. Потому что здесь уже все. Все либерейшн мы выполнили. Можно поставить какого-нибудь с Нубасом. Пусть он там... И сканить здесь тоже не нужно. Ну я ретранслятор делаю просто. Вот. А вы, Мария. Давай что-нибудь полезное после головореза. Кубикирия. Серьезно? Надо сейчас внимательно последний навык в центре войны технологии выбрать. Потому что реально это может быть последнее, что я выберу. И успею выучить топовым составом. Пепснайпер. С долгой стойкости я от этого отказался. Ну прям сверху. Алиска... Алиска закрепления неплохо. Может ей жизнь спасти. Особенно учитывая, что она... Сапер точно нет. Да, давай Алиска закрепление. Это быстро с одной стороны. И мега полезно. Она всегда впереди. Она спец. Она... Так, ресурсы 42, да? Ниндзя обучение. А здесь, ну, баз на ретрансляторе, да? О, есть. Вышка готова. Подключаем регион, на котором находится база. Точнее, вышка. Разведданных, правда, маловато. Ну ладно. Тут соточка. Я дождусь до конца. Обучение завершено. Ну, баз. И сейчас ресурсы один час. На черный рынок. Скупаем сплавы, лерии. Моды топовые, если попадем по ним. По вербовке никого. Плохо, конечно. Партизанке тоже учить некого. Ну, это ладно, это логично. Особенно, ну, как бы, и не нужно сильно. А вот и ресурсы. Так. Ладно, откроем на пятерочку. 780 материалов. Так, давай-ка сначала на черный рынок. Потом за ресурсами, а потом наверх. Сплав 99, лерия 75. Ну, хватит мне на... На эквип. Экстренная стабилизация, аэропатроны, псионика. Ну, короче, мне не везет с трупами. Видимо, если ассортимент увеличивается, то... То, как бы... Короче, продаем солдатов, уже не будем экономить. Солдатов. Гулять-то гулять. Труп офицера. Вайпера. Ну, тоже не все, но, как бы, у меня еще там сбор 800. Я хочу прям почувствовать модифицированный прицел. Давай. 1200 уже. Еще солдатов давай, накидывай. Обломки дроны не все, потому что, кажется, гремлин нужен будет. Копейщика давай. Неплохо, да? Щитоносцы. Обломки турели. Эй. Обломки турели. На стропе спуска. Хотя, ладно. Планшет Адвента. Ну, все, на два косаря, короче. 2027. Два косаря, изи просто. Это был мой НЗМ. Купить. Сплавы. Кристаллы и сплавы. Давай лучшие моды. Элитная настройка спуска. Элитный расширенный магазин. Обязательно. Уклонение, ультраподвижность. Концентрация. Мне бы еще точность бы. Но точности нет. То есть... Снайпер-пулеметчик. Разрушитель. Да, бери. Покупай всех. Ты можешь себе это позволить. Приклады не нужны. Давай ученого еще. На 5% исследования. 1400 на руках, еще 800 сверху. То есть, 2200 будет. Несмотря на то, что я пошопился, знатно. Ресурсы собираем. Игнорим новый персонал. Включаем новый регион. Поломка сектопода там. Новая цель. Да, забей. Тоже liberation. Вообще, можно тут, наверное, всю планету спасти. Но я не буду. Вот он. Поломка сектопода. МК. МК-3 гремлин, да? А, усиленный бит еще. Гремлин МК. Неконтактные мины. Усиленный бит. Гремлин топовый. Неконтактные мины. В ядра Алирия нет. Чтобы лучевую пушку взять. Три ядра. Да, ядра. Видите, под конец действительно, как мне пред... Ну, на самом деле, хотелось бы, конечно. Хотелось бы, конечно. Мне в любом случае нужны ядра, потому что нужна вторая снайперская винтовка. А, разбор же. Не, ну это не те ядра. Там кристаллы Элирия. Разбор вряд ли получится. Сплавы, сплавы. Я никогда не видел, чтобы кристаллы Элирия... Давайте, основы исследований пока. Хотя мы можем планшетик какой-нибудь сделать. Раншифровка кэша данных. Да, лучше так. Ну, разве данные в запасе просто будут? Открываем регион. Тут скоро аватар. Такой незначительный прорыв. Ну, это несерьезно. Незначительное. Но здесь мы можем ядро Элирия, кстати, взять. А нужно ли тебе это вообще? Ну, тебе же плевать. На разведанные плевать, на технобасов плевать. Ядро ты вряд ли достанешь, учитывая то, как ты там... Это стал смеси, не надо время терять. Я возвращаюсь. Ну, когда я просто летел туда, я не знал, какой Дарк Эвен. Сейчас я его открыл, как бы мне этот прогресс аватара... Ну, вертел я его реально. Вернуться, прервать, в общем. Безлик его вскрывать не имеет смысла. Но там нет Илюхи. Илюха вообще из другого... Из другой операции. Все нормально. О, закрепление Алиска. Хорошо, сейчас посмотрим, что у нее может есть дальше. Скрытность, сапер, ерунда. Ну, хорошо, 4 дня, в общем-то, и... Да... Плевать. Вообще, я скипаю зря. То есть, я могу сейчас лететь на вышку. Мог бы лететь на вышку. Мог бы еще пару миссий Либерейшн взять. 83, снайпер неплохой. Но я понимаю, что все это уже... Вряд ли мне поможет. У Аркаши ничего, да? Пистолетный... Ерунда. Да, ну, скорее всего, надо брать... Стоп, а Фомбич-то учится. Кто, 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 кто еще? Кто еще? Кто еще может? Эва Мария пыталась, получила кубикири. Аспирант может, в принципе. Нет. А хотя ответный огонь неплохо для аспиранта. У нее всегда вот этот вот вжух пистолет есть. И я уж точно его беру с собой на миссию, на финалочку. Потому что снайпер там очень нужен. Да, давай. Три дня всего лишь. Пусть отстреливается. Надо прогрейдить, будет пистолет. Кэш данных взяли. 34 разведданных единицы. Сегодня будет лаз вместе? Я думаю, что нет. Потому что там их, во-первых, две. Я не успею. Банально. Разведанные сейчас тоже особо не нужны. То есть уже их 67. Давайте основу исследований. Ученого одного добьем. Я бы сходил на последний на какой-нибудь рейд. Лута ради. Или на какую-нибудь миссию проходную. Но в любом случае я устанавливаю контакт до начала. Открываю возможность на вышку пойти. Может быть даже, кстати, плазменные бластеры почти готовы. А здесь что? Где соточка? Я не понял. Что-то произошло. Забей. Вот. Плазменный бластер. Взяв за основу плазменные технологии, разработаю оружие, с подомоцией, с помощью... Один предмет добавлен в инвентарь. Хорошо. Я таки на халяву, я помню, пачками экспериментальным оружием получал. Но я же честно, блин, играю. Типа. Типа, типа. Зона испытаний. Протокол эксперимента. Вот, а я халявный. Тут все в ядрах Иллирия, понимаете? Нет ядер, нет ничего. Мне нужна разогревочная миссия на лут. Хотя бы 2-3 ядра мне нужны. Новая цель. Так. Улика. Разве данный не том? Регион подключили. Вышка доступна. О, тут же еще опции, ребята. Данных доступна 73. Это вот мои разведданные. Тогда я предлагаю еще кэши вскрывать. Там же можно накидать себе этим. Нет, добью исследование. Это все-таки плюс один ученый. Короче, так же как в оригинальной игре, тут можно будет тратить разведданные на какие-то бонусы. Видеоканал отряда. Зрение увеличивается. Блиц. Рананган. Уклонение на 33. Каждый солдат будет замаскирован индивидуально. Имба. 30 человек. 30 человек. Приуратник будет. Архон. Длинный лук. Вайпер-гвардеец. Штурмовик кодекс. Интересно, сколько там... Сколько там помещается? Так же 5? А-а-а, не будет пути назад. Так, сюда ученого. Здесь как раз я хочу по... Я не уверен, что влияют разведданные и силы адвента в регионе на сложность. 8 вообще, капец. Число не верь, не верь, 30. Да, в прошлый раз это меня подводило. Так. Ну что, обучение еще сутки, да? Снова исследований раз. Сейчас разведданных еще наберем. Освободить землю. Да это очень много времени займет. То есть тут реально будет... Тут же атаки будут. Понимаешь? Мне нужно 1, 2, 3, 4, 5... Как-то новых 6. 6 регионов. Ну, 5-то ладно. Нет, 6 новых регионов. Силы адвента 10. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, не буду ждать от тяжелых пушек. Максимум, что лучше сделать, это снайперская винтовка вторая. То есть одну миссию выполнить, ядро взять. Или половинку... А, нет, я не смогу половинку миссии. Так, снова продуктивно трудятся. Молодцы, ребят. Продуктивно трудитесь. Скажи про пушку мутона. Ты дал человеку пушку искрыт. Там же вроде может быть тяжелой. Да я не хочу искрой клипать. Да и тяжелая пушка, скорее всего, будет после того, как я... Короче, сканим еще миссии, получается, да? Аватар, да, аватар. Я понял, единичка я пропустил эту миссию. Новая цель, давай. Рейнджер, спасите из камеры. Угрожающее не том. Новая цель. Вот, давай. Улика 10 дней. Разведданный пакет данных. Заметная. Всего 16.18. Взломайте терминал на объекте. То есть времени на проникновение выше крыши. Активность не очень высокая. Да, я понимаю, что здесь сила Адвента 8. Пакет данных чушь. Разве данные особо не нужны? Но, в принципе, это та миссия, на которую можно сходить. Она не особо сложная. Или забить просто надо. Слушай, ну... Тебе нужна снайперская винтовка? Нужна. Тебе нужны трупы? Ну, трупы ты тут не получишь. Ответный огонь. Что это там дальше-то? Реерка есть. Тоже хорошая штука для него. Я просто топов выкачиваю в центре военных технологий просто. Ну, может быть, я зря тяну. Может быть, я зря тянул. Сектоподы разбери. Зачем? Что мне даст разбор сектоподом? А, или вы что? Реактор. Интересно, сколько у меня сектоподов-то вообще? Может, реально хватит? Может, это ядро? Может, так неправильно перевели? Погодите. Сейчас мы посмотрим инвентай. Посмотрим, сколько у нас сектоподов. То есть, хватит ли мне? Если там их больше, чем два, то отлично. Давай ты сначала сделаешь... Сделаешь гремли на этого МК-3. Посмотришь, чего тебе там, типа, не хватает на него. Ядро Иллерия. Обломок есть. Мне кажется, сектоподов было много. А, семь штук там было. Ясно. Тогда да, тогда это правильно. Сейчас мы будем вскрывать сектоподы. Не полетим ни на какие миссии. Вскроем трех. Это в несколько часов буквально. И полетим. Четырнадцать часов. Обучение верной огонью фомбичам. Можно попробовать смертельный выстрел ему. Ну, я, скорее всего, с фомбичем пойду. Все-таки на миссию. То есть, фомбич, фолон, лука. Вот такая вот. Фомби, 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 фомби. Десять процентов крита. Понимаю, что десять, восемь дней. Но вдруг... И веерный огонь. Да мне есть с каким ниндзей идти. Да, давай лучше веерный огонь. Разобрали леревый реактор. Повторить исследование. Теперь назад. Мы можем сделать снайперскую винтовку. Мы можем сделать гремлина. Короче, да. Вот из обломков сектоподов это прям... Давайте сначала сделаем гремлина. Потому что он один, как бы, и все, и хватит. Гремлином К3. Вот он. Сейчас еще одно ядро Иллерия. Из него вторую снайперскую винтовку для снайпера. Так, на контакт выходят нубасы. Но это уже так. Вот зря я тороплюсь. Надо... А, это, возможно, наемы-то вообще. Рейд. Я предлагаю перенести... Нет, сейчас пойдем на рейд. Еще есть время, может, мы его успеем взять. Тут повторяем исследование. Идем сразу на рейд. А зачем ты идешь на рейд? Сплавы есть, Иллерия есть. За ядрами. Ядра тоже есть. Зачем тебе рейд? Психи прокачивают тебя на максимум. Зачем тебе на рейд, скажем? Модов дофига у тебя. Реально, к чему это все? Это лишняя миссия. Это только вероятность получить ранение. Короче, я тут... Я бы тут... Открыл бы на максимум разверт данным и плечу на рейд. Ну а зачем мне все максимальные звания? Часть учится. Новая цель. Улика, понятна. Новая цель. Угрожающая имидж. Освобождение. Рейкона можно освобождать. Я даже сомневаюсь, что мне нужно ждать вот эти вот 7-8. Хотя, чтобы получить разведданные по 3 дня, мне как раз... Улика. Так. Новое исследование. До 140. Короче, жданных пришельцев открываем. Делаем сейчас... Ну, экипируем, короче, всех. Я беру двух снайпов. То есть, пептар у нас идет. Резкое зрение, да, серьезно. Резкое зрение, это зря. Короче, производим. Соответственно, вторую снайперскую винтовку. Плазменное копье. Плазменный бластер тоже Лерри требует. Гад. Тут, скорее всего, хитин. Вот этот вот. Всем остальным. То есть, панцирные бронеплиты. Трупов мутона гвардейцев у них не будет. А вот панцирные бронеплиты. Изи. Сплавы есть. Крисолидов масса. Материала не жалко. Восемь. Восемь. Давай двенадцать. На весь отряд. По броне. Больше ничего не надо. Все, хватит. Тут максимум, что можно сделать, это панцирные бронеплиты. А вот по оружию внимательно. Во-первых, усиленный хранитель теней можно сделать. Лерри есть. Плавы есть. У тебя ниндзя такой с этим пойдет. Раз. Сделали. Во-вторых, у тебя там был бластерный перчатком. Антон гвардеец. Сразу минус. Кранированный бит, усиленный бит. Нет. Пси-усилитель не сможешь, раковина привратника. Дугомет. Вряд ли. Да все уже. Уже все. Надо идти. Короче, надо собирать разведданные. И идти. Расшифровываем 41 час. Скорее всего, придется расшифровывать еще чуть-чуть. Ну, дожидаемся, короче, вот эти вот 7-8 дней. Миссии скипаем. Dark Event, и он долгий. Успеем. Реид еще один. Три дня. Соблазнительные, конечно, рейды. Ну, я не могу. Ну, на самом деле, есть резон на рейд сходить. Если хочешь, сделать 5 защиты всем. Если хочешь, мутонов там поубивать. Ну, сюда на силу Адвента 10 вообще не хочется идти на рейд. Здесь 7-очка еще. Да, бластерная перчатка. И вот это вот резон хороший. То есть, я пойду вот на этот рейд. Еще 33. 33 единички разведданных. Разведданных 122. Если ты идешь на рейд, тебе уже не нужны разведданные. 140 у тебя будет за счет трупов. Так что, давай-ка ты вскрывай еще разок этого. Сектоподом. Если он не есть, конечно. Ты уже сделал по 4 брони. Да, ну копьес. Ну, хотя 4-5 разница не такая большая. Вообще, по-хорошему, надо проверить весь отряд на профпригодность перед тем, как идти на... Хотя, все равно, миссия будет отличаться очень сильно, поэтому не стоит. Сколько здесь нужно... Ну, если видеоканал не делаю, то можно уже идти. 141. Просто у меня на рейд не успевают людям. Короче, скипай рейд. Скипай. Скипай, Михаил. Последний кэш данных. Разбор эллиевый реактор дает эллирий. Но не ядром. Короче, полковник у нас Лессориус. Может быть, стоит его взять на последнем миссии полкана этого, ниндзя-полкана. Хотя у меня Аркаша будет. Аркаша незаменим. Расшифровали, да? Новая цель. Да, можно было бы. Ну, хотя там мало времени, но все равно. Новая цель. Утечка данных. Это террор. 40. 40 данных. 180 разведданных. Типа, надо идти. Дождаться обучения 3 дня. Еще один рейд. 6 дней. Фомбич докачался. Смертельный выстрел 10% крита. Не будем послать никого дальше. Еще один рейд. Ну, везде разведданные, друзья. О, это нападение на регион. Один день. Может, не стоит отдавать? Регион-то освобожденный. Смертельный. Смертельный ударом. Игнорируем. Веерный огонь. Все, полетели. Раз, два, три, четыре. Ой, ты точно готов. Я не помню, там можно ли будет... Не будет, все исследования производства, обучение будет приостановлено. Подожди. Тогда нужно произвести всё, что только можно. То есть просто проверить, что у тебя банально хватает. Например, винтовочки там ни одной не хватало, плазменной. Это с предметом, давай. На всякий случай дымовую бомбу. На всякий случай кислотную, хотя вряд ли пригодится. Наноаптечку третью, на всякий случай. Нейро-хлыст, отравленные чушь, чушь, чушь. Ультраконцентрация, ерунда, концентрация, ерунда. Красный экран, нет. Плазменная граната, нет. Драйв, нет. Трассирующий хватает, черепной бур. Патроны дракона, есть. Плазменная винтовка, пятая, раз. Плазменный пистолет, может быть понадобится... Нет, у аспиранта свой пистолет. Винтовка Гаусса, нет, нет, нет. Хотя нет, давай пистолетик сделаем один, он стоит копьем. Нет. Давай еще один боевой костюм. Этих 12 штук должно на всех хватить вообще. Тактические жилеты лесом. Какой стрём, а? Без сейвов. Так, что-то вроде готов. Вроде все уже готовы. Поехали. Гасим всё. Индивидуальная маскировка. Рефлексы, уклонение всего отряда. Ран-н-ган и зрение отряда. Поехали. Так, у нас тут не пять человек, у нас тут восемь человек. Весьма угрожающе. Проникновений нет, то есть я должен набирать полный отряд. Захватите башню сети Адвента. Архон, привратник. Из опасных был кодекс. Нормально. Поехали. В маскировь специалист. Фух. Стрёмно. Пептар точным. Давайте с бойцов, которые прям точным. Рапонга точным. То есть два снайпа у нас. Лука обязательно. Четыре места осталось. Фоллан обязательно. Три места. Гранатомётчик обязательный. Это скорее всего будет Аркаша. Стоится два места. Два места. Одно место должен занять пулемётчик. Скорее всего должна быть Ава-Мария. Хотя качал я пулемётчик другого. Я подкачивал ещё Димку, кажется, под конец. Кенг готов. Но Кенг тут не такой полезный. Да, у него веерный, стойкость, низкие укрытия ещё этот. Единственное, чем хуже Ава-Мария, это тем, что у него типа нет двойного выстрела. Но у него других вещей больше. Так что оставим его. Ну и чего, следующий тайм. Либо второй рейнджер, либо ниндзя. Ниндзя на миссии очень важен. Рейнджер второй не топовый. Хотя Фомбича мы тоже подкачали. Но после башни-то будет ещё миссия, да? То есть для башни точно нужен ниндзя. Получается. Скорее всего принцип там будет приблизительно такой же. То есть до подкрепы... То есть во время консила надо будет... До консила, до снятия консила нужно будет добраться до точки. То есть ниндзя у нас должен быть манёвренный в змее с маскировкой. Господи, какая грязь. Как я волнуюсь. Последние две миссии. Всё. Всё, и закончится наша серия. Почти 60 трансляций. Ответственная задача. Так, Алиска. Боевой костюм. Алиска. Плазменная винтовка. Гремлин третьего. Плюс 40 взломов. Осколочная пушка. Плазменный бластер. Ей как раз лучше плазменный бластер. Потому что ей тогда... Хотя нет, штурмовая пушка ей тоже хорошо заходит. Патронный дракон, естественно. Ей вот, кстати, панцирный бронеплит. А это главный человек, которому нужно защищать саппорт. Аптечка. Улучшенная. Бур я не буду брать. Потому что ей, учитывая два овервочей и без зон, лучше всё-таки помогать пацанам. Она один из самых главных демодитилеров у нас ещё перед этим пациентом. Где же патроны драконы? Вот они. Ох, жесть какая! Поехали, моды ставим. То есть, у нас овервот. Овервотчнутая, да? Элитная настройка спуска. Одна из четырёх. Элитный расширенный магазин. Элитное автозаряжение. Обязательно. Я думаю, просто пока модифицированный пиццом поставим. Может быть, элитный, но если останется только. Пептар. Палач, кубикири, четыре урона. Кстати, может быть, Пептара стоит заменить на второго рейнджера. Пока Пептару уберём. Место вакантно. Элитный расширенный магазин. Элитный прицел. Элитное автозаряжение. Снайпер с улучшенным дымом. С хитином. Естественно, хитином не поставили. Где там хитин? Вот, на хитиновой бронеплиты. Всем вообще хитин нужно. Кроме вот двух ключевых. Ключевой, скорее всего, будет Лука. Потому что ему двигаться нельзя. Хотя нет. Или да. Вообще, ключевой у тебя офицер. Аркаша, тупо один. Поэтому давай-ка ему дополнительную защиту. На вышке лучше снайпы. Там инвиз у всех. Просто снайпом стреляешь с краем. А психи. Кстати, психи, да. Ну, псих на вышку как-то не хочется брать. Они не такие полезные при всём уважении. Я прокачал психов на максимум. Но... Да, наверное, лучше Пептара. Тем более, я винтовочку уже сделал вторую. Пептар хорош. Берём Пептару. Я думаю, Крюк вообще дал. Но не хочется оставлять без брони. Поэтому я оставлю так. Голографическое целеуказание, естественно. Плазменное копьё, естественно. Улучшенный дым, конечно же. А вот что Пепу давать за... За патрон? Это большой вопрос. Одиночный выстрел. Скорее всего, бронебой. Ну, против того же самого шара. То есть, по цели работать. Ему также хитин делаем. Хорошо. Моды. Он должен стрелять как одиночными, так и на Overwatch. То есть, ему нужен и элитный... Элитная настройка спуска. И элитный прицел. Ну, либо расширенный, либо... Ну, либо перезарядка. Перезарядка, конечно, выгоднее элитная. Потому что, всё-таки... Для одиночных выстрелов больше... А, элитного автозаряжения мне нет, бэм. Ладно, элитный расширенный магазин. У него ещё резкое зрение. Может, персональный модуль какой-то другой сделать, а? Пять меткостей всего лишь. Он должен, типа, высоко стоять, далеко глядеть. Может быть, для него, кстати, важен ещё боевой азарт будет. Потому что он гарантированно убивает. Да, давай боевой азарт. Будет бафать пацанов. Вот это очень хорошая тема. Плюс 10-10 там по точности. Итак, рейнджер у нас с плазменным пистолетом. Ой, это лука. С ракеты... С ракеты, да? Ракеты мы не можем же никак апнуть. Доп-ракеты, нет. Патронный дракон. Бронеплиты на хитин, естественно. Плазменная винтовка у тебя хороша, насколько я помню, да? Элитная настройка. Элитный модифицированный автозаряжение. Модифицированный прицел. Отлично. 11 защиты у него. Рейнджер Fallen. Вот он топовый, конечно. И мода у него топовая. Элитный расширенный. Элитная настройка. Элитный прицел. У него 3-й рвуч. Модифицированное заряжение. Мы ему, естественно, даем пистолет. Мы, естественно, ему даем штурмовую пушку. Даем ему патронный дракон. Ну, хитин и патронный дракон. Как бы, что еще делать? Проверенные в боях бойцы. Так, хорошо. Фу. Аркаша можно моду чуть получше найти. Ниндзи даем кобру. Маневренность, уклонение, крюк. Улучшенный вариант. Можно плазменный пистолет, пулемет, кстати, сделать. Я успею сейчас сделать. Интересно. Привезти предыдущий. Могу. А, стоп. Уже не могу. Гипер пистолет не сделать. Ладно, давай для начала поставим топовый тебе пистоль, который мы там дважды грейдили. Усиленный хранитель теней. 5-8. Шикарный у вас. Пальтовый раунтас, привет. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И майка. Какой молодой. И юный январь впереди. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И майкер. Такой молодой. И юный январь впереди. Наш штурм. Поверхнем же режиму гнетателей. Бабра-пират. Делал я ментальный щит. Боюсь командора, потому что он будет уходить далеко-далеко-далеко вперед. Ему либо ментальный, либо броню дополнительную. Может быть, кстати, и броню улучшим. Потому что у меня 0 брони. Тут еще 4. Мобильность 19. Ему хватит. Да, лучше, наверное, поставить броньку. Моды не пожалеем. Пушку, правда, пожалели. Видите? Элита расширена в магазине. Окей. Элитный настройка спустя. Автозаряжение. Так, и остается пулеметчик Диэн. Модифицированный, модифицированный, модифицированный автозаряжение. Ну, он бьет по одной цели. Ему бы, конечно, элитный прицел. Но прицела элитного уже нет. Приклады, лазерный глушак. Настройка спуска. Аркаши ствол заменил. Не могу. А, Аркаши ствол заменил. Стоп. Да, Аркаши же я ствол должен менять. Я же специально сделал. Аркаши там пушка никакая. Лучше я оружием модифицированным, модифицированным, модифицированным. Он, конечно, как правило, командуют игренки кидает. Но плазменную винтовку сделаю. Игорь, привет. Игорь, привет. Майкер, Миша, Миха. Просто Михаил прилежный работник. Игрок, семьянин взялся за член. Но потерял 2000 евро. А ведь мог нанять работы 2000 негров. Но по итогу Миша вышел в ноль аккуратно. Ведь не фэндом, а гладать люлей многократно не эксперта. Русбрейн топ меценат. И я знаю, что в итоге буду очень богатым. Мой сайт рожден со мной. Не поместился, да, Игорьок? Спасибо тебе за креатив. Не нужен мне прицел. Блин. Или все-таки сделать. Нет, давай модифицированный прицел поставим. Боевой модуль защиты какой-то вообще ни о чем. У меня есть 7 защиты. Есть здоровье, уклонение. Но я семерку защиты лучше поставлю. Так реже будет стрелять в него просто. Блин. Какая грязь, конечно. Какая грязь. Так, тут не заменил армор на хитин. Хорошо вот, что сделал хитиновый этот. Можно плазменный бластер дать. Хорошая же штука. Защитный жилет, кстати, можно тоже заменить. Но на что вопрос, Димки, защитный жилет менять? Сапреста у него нет, и защитный жилет давно не юзается нормально. Можно просто тоже броньку и хп. Еще бы было бы неплохо взять страховочную аптечку. Обязательно надо взять страховочную аптечку. Давай лучше тобой возьмем страховочную аптечку. Лучше мне эту. Уж только один спец. Я бы даже и этому дал страховочную аптечку, но не буду. Все, ребят, полетели мы. Полетели мы, полетели мы. Элитный расширенный, только тут заменяем. И модифицирован автозаряжение, может быть, на... Нет, больше не на что. Все, друзья, я прям под завязку, капец. Мне писали 30 человек на вышке, но, скорее всего, там больше будет. Штурмовые, штурмовые, моды, моды, зажигательные. Все в хитине, плюс дополнительная защита. Там два улучшенных дыма, пара улучшенных аптечек. Дополнительная защита туда. Моды стоят. Змея, Икар, Имам Камутонов. Все в сборе. Поехали. О, ребята, поехали. Первая часть финальной миссии. Штурмани вышку. На руках там 1600 бабла. Поехали. Ой. Я не знаю, что это будет за модификация вышки. Я не знаю, что там... Но я догадываю, что там надо будет опять бежать через всю карту к передатчику и рисковать ниндзей. Остальными занимать там позиции, возвышения. Не выходить из консила долгое время. Как можно дольше, чтобы подкрепы не подлетали. Если это принцип тот же самый, что и у... У... Прошлых вышек, то... А что за лубы граната у Аркадия? Светошумовые, проверенные временем. Плюс пора заморозок. То есть у него 4 светошума, дезориентированных синим экраном. Ё-моё. Так, у нас возвышение только справа. Прямо по курсу, с одной стороны, хорошо, что никого вообще, но... Тут не пройти никак. Так, голубь там был. Да-ра-да. Похоже, это тоже самое просто... Ещё более усложнённый вариант. Ох, маскировки, маскировки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, ну что-то... Что? Что? Я разведданными там просто залил, 140 разведданных на бафы. И у меня каждый по одному выходит из консила. То есть, если отряд спаливается, то спаливается один человек только. Все замаскировались. Точно, точно замаскировались. Точно. Перещёлкиваются они ещё. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. Реально, я ходить не могу, пока они там... Анимация проходит. Маскировки. Всё, разобрались. Ещё ран-н-ган у всех. Один заряд есть. Тут... Тут да. С одной стороны, вот здесь это неплохо, конечно. Но это не в завершении. Снайпер, конечно... Не очень будет рад. Видео-сигнал... Видеоканал отряда это Вижн плюс два. Блиц это ран-н-ган. Рефлексы это уклонение. Тридстрим. Ну что, я могу идти только направо. Я иду направо, друзья. Сразу... О, ё-моё! Что-то у меня возникает смутное сомнение относительно Сталса на этой миссии. Капец. Ребята, тут... Тут ориентировочно получается пять паков по восемь человек. Пять-шесть паков по восемь человек. То есть раз, два, три, четыре. Внутри один, сверху ещё один. Учитывая размер отряда, тут реально сорок тел просто. Просто сорок... Сорок пять тел. Сорок восемь тел. Как бы у меня был план. Я хотел по Стелсу вжуха глушить и прочее. Но здесь я перейти не могу. Я, конечно, могу там снайпером вжухнуть, перепрыгнуть, но это ничего мне не даст. А смысл в том, что даже через этот огромный пак я вряд ли смогу проскочить. Хотя с призраком-то можно попробовать меньше. Но там же дальше тоже будет. Там же ещё три пака впереди. Ой, тут ещё мост опустить нужно. What? Серьёзно? А, только с этой стороны мост опущен. С этой поднят. Подстава. Вот это да. То есть я должен пройти сюда, потом сюда, потом сюда и сюда. Оооо. Типа главное же ниндзя спалить последним, чтобы он потом разводка делал. Да это понятно. Но смысл в том, чтобы лучше вообще, чтобы никого не палили. Потому что после того, как мы спалимся, начнётся отсчёт до подкрепа. Да, до подкреп. А подкрепы здесь восьмёрки тоже, наверное, должны быть хорошие. Ребята. Такая интересная миссия будет. Капец. Это только разогревочные, финальные там впереди. Ё-моё. Вообще. И назад дороги нет уже. Вы знаете, что я хочу сказать. На этой радостной ноте мы заканчиваем на сегодня трансляцию. Ну чё, уже начало первого. Всё равно мы не сможем эту миссию пройти. Приходите, завтра вечерком будет продолжение. Спасибо за внимание. Завтра будет последняя часть. И к чём... Ну, последняя часть этого трая. Бобёрта кидала на самом интересном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok